Евгений Прошкин Драйвер заката Эпизод 14 Виктор возвращался к Шагову, хотя и догадывался, что терпение друга на исходе, однако он ничего не мог поделать. Нужно было разобраться с ворованным скриптом раз и навсегда, с аварией пятилетней давности, с Мальвиной, наконец. Все ответы были там же, где и все вопросы, в проклятом Лехином скрипте. Шагов удивился бодрости Виктора, но никак не факту его возвращения. А у меня кругом облом, бухнул Алексей, так что давай сядем и допьем эту заразу, я без тебя не трогал. Нет времени, Леха, в следующий раз, непременно, а на сегодня мне хватит. Заводи мотор. Ты опять? Ей надолго это? С тоской спросил Шагов. Думаю, что да, серьезно ответил Виктор. Алексей включил рабочую станцию, бросил сегалову немуль и вышел из кабинета. Виктор тоже не стал затягивать, плюхнулся в кресло, устроился поудобнее, чтобы не затекли ноги и натянул обруч. Капитан Коновалов зашуршал плащом, убирая коммуникатор во внутренний карман. Рыжий полицейский пригладил шевелюру, но это не помогло. Волосы топорчились, искрились, отражались в потолке. И страшно раздражали Виктора, который спускался в этой кабине уже столько раз, что если сложить все отрезки вместе, получится шахта аккуратно преисподней. Так думал сегалов, косясь то на рыжего, то на капитана. Больше делать было нечего. Запертому в лифте, закованному в наручники, ему оставалось только ждать, когда кабина спустится вниз. А дальше, будь что будет. Двери открылись. На площадке Виктор снова увидел скучного человечка с кожаным портфелем и кивнул ему, словно старому знакомому. Просто так, ради хохмы. И еле удержал челюсть, когда невысокий мужчина с тонкими усиками кивнул в ответ. Это был Керенский. Сегалов растерянно заморгал и протер глаза. Не ради театрального жеста, а чтобы остановить тик. — Здрасте, — промолвил Виктор. — Какими судьбами? Он вспомнил, что сколько бы раз не выходил из лифта, на первом этаже всегда стоял человек с усиками и портфелем. Керенский был в этом скрипте с самого начала, как и Коновалов. Еще до того, как Виктор познакомился с ними в реальности. Они уже были здесь, оба, заранее. Керенский дождался, когда полицейские выведут Сегалова из лифта, и поманил Коновалова пальцем. — Капитан, я его забираю. Следователь казался в полтора раза шире, и по одному лишь повороту затылка было видно, как ему хочется сплющить мужичка с портфелем из-за фамильярный жест, и особенно за это вот забираю. Керенский, как факир, материализовал в руке удостоверение. Заглянув в черную обложку, капитан раздраженно вздохнул. — Я вас слушаю, господин полковник. Александр Александрович раскрыл портфель и двумя пальцами достал какой-то бланк с красной печатью. Коновалов опять вздохнул, выражая уже не досаду, а натуральное отчаяние. — Это подозреваемый в убийстве, между прочим, — сказал он без особой надежды. — Это важный свидетель, — возразил Керенский. — Сюда его. Он снова поманил пальчиком, обращаясь уже ко всем. Коновалов положил тяжелую ладонь Виктору на шею и вынудил его по длинной дуге подойти к Александру Александровичу. — Примите в комплекте, — глухо проговорил капитан, протягивая Керенскому к ключе от наручников. — Это не понадобится. Снимите сейчас, — отозвался тот. — Под вашу ответственность, господин полковник. — Разумеется, капитан, все под мою. Керенский проследил за тем, как полицейские снимают сигалово-браслеты, выходят на улицу и грузятся в машины. После этого он простоял возле лифта еще минуту и, не разжимая губ, произнес. — Что это было, Виктор? Что за спектакль, я вас спрашиваю? — Это вы мне? — тихо возмутился сигалов. — Лучше объясните, почему вы с Коноваловым делаете вид, будто впервые друг друга не понимаю, о чем вы. Давно знакомы с этим капитаном? Пользуясь тем, что руки оказались свободны, Виктор яростно почесал голову. Капитан Коновалов и полковник Керенский. Вот кем были его начальники в этом скрипте. И здесь они друг друга не знали. — Пойдемте, Виктор. — Александр Александрович подтолкнул его под локоть, но нетребовательно, даже мягко. Совсем не как арестованного. — Куда? — поинтересовался сигалов. — Да прекратите вы дурака валять! — прошипел полковник. — Или вы отпуск таким образом выклянчиваете? — Отпуск нескоро. Уже обсуждали. Пока не закончим никаких отпусков. Понятно, лейтенант? После этих слов Сигалов заткнулся и безропотно вышел из подъезда. Керенский повел его вокруг дома к дальней парковке, где между мощными джипами стоял неприметный темно-синий седан. Александр Александрович устроился за рулем и велел Виктору сесть рядом. Первые пять минут ехали молча. Сигалов не задавал вопросов, он уже убедился, что в этом скрипте все происходит не случайно, и достаточно просто подождать, как все прояснится само. Или не прояснится. — Можете начинать, — сказал Керенский. Виктор тяжело сглотнул, сдвинул брови к переносице и с удвоенным вниманием уставился на дорогу. — Отчета не будет? — с иронией осведомился Александр Александрович. — Делитесь успехами, Виктор, а то я начинаю думать, что напрасно на вас положился. — Конкретизируйте вопрос, — осторожно проговорил Сигалов. — Вы точно издеваетесь. Я сам работал под прикрытием и знаю, что это такое. Но из образа надо иногда выходить, иначе рискуете так в нем и остаться. — Керенский свернул с проспекта и пояснил, будто бы это имело значение. — В контору не поедем. Сделаем небольшой крюк. Место нейтральное. Заодно и пообедаем. — Ну что скажете, лейтенант? Есть новые фамилии? — Послушайте, вы в движении уже целый месяц. И рассказ про трех панков, которые вы мне скормили на прошлой неделе, — это слабое оправдание для оперативника. Вы должны знать больше. Намного больше. Или вы не справляетесь. Или вам вдруг расхотелось работать. Или не вдруг, а, лейтенант? — Новые контакты есть, — выдавил Сигалов. — Много? — Шестнадцать, — ляпнул он. — Ну вот. А что же молчали-то? — Давайте уже, выходите из роли застенчивого сочинителя. Сейчас посидим и расскажете подробней. Полковник снова повернул, и машина подкатила к началу пешеходной зоны. Старый переулок изгибался вправо и вверх. За исключением сувенирных лавок здесь были только рестораны. Керенский припарковался и повел Виктора по левой стороне. Сигалов прошел под большой черной шестеренкой с красной надписью «Светлый путь». Дальше был стандартный сетевой гугл-паб, а между ними притулилось крошечное заведение, какая-то дешевая харчевня с потемневшей вывеской «Три пескаря». Но еще бы. Виктор мысленно поставил миллиард на то, что Керенский зайдет именно туда. И с легкостью выиграл два миллиарда. Тоже мысленно. В «Трех пескарях» было пусто. Полковник указал на столик у стены, а сам, не выпуская из рук портфеля, направился к дальней двери. — Сполосну руки, — бросил он. — Заказывайте, что хотите. Налогоплательщики угощают. Виктор долго смотрел ему в спину, словно ждал, что на серой ткани костюма пропечатается краткое описание новой сюжетной линии. До сих пор этот скрипт был заурядным, хотя и непроходимым квестом. Но внезапно в нем обнаружилось второе дно, о существовании которого пользователь не подозревал. И теперь Сигалов отнюдь неловким движением превращался из арестованного морфоскриптера в агента КСБ под прикрытием. Перспектива увязнуть в новых бессмысленных событиях его нисколько не радовала. Он сюда пришел не в игрушки играть, а найти ответы. Но Керенский как исчез в туалете, так и не появлялся. Ответов все не было. Развернувшись, Виктор сел на лавку и положил руки на грубую дощатую столешницу. И лишь потом заметил, что столик уже занят. Вначале Сигалову показалось, что по ту сторону находится зеркало, но его отражение было одето иначе и не сидело с угрюмым видом. Оно улыбалось. «Привет!» — сказал незнакомец. Виктор подумал, что называть незнакомцем субъекта с твоим лицом — это по меньшей мере странно. Но все же ответил. «Привет!» Человек напротив опустил глаза и едва заметно покачал головой. Так долго конструировал этот разговор, а теперь и сказать-то нечего. Он неожиданно протянул руку. «Я Кирилл. А я Виктор». Сигалов почему-то решил, что почувствует рукопожатие обеими руками, но ошибся. В его ладони была чужая ладонь. «Я знаю, Витя. И перестань крутиться. Смотри на меня. Керенский оттуда не выйдет, и официантки к нам не подойдут. Их тут нет. И с улицы никто не зайдет. Она пустая. Декорация, если ты не заметил». «Я-то заметил, но...» «Постой. «Ты есть автор?» — ахнул Сигалов. «Это твой мир. Ну тогда, во-первых, да я тебе еще раз пожму. Ну, хватит, хватит уже. Не мир, а так. Безделушка. Твоя безделушка мне все мозги наизнанку вывернула. Но знаешь, я не жалею. Может, оно того и стоило?» «Стоило. Безусловно. Отличная работа. Только я не понял, какое все это имеет ко мне отношение. Например, почему я везде натыкаюсь на апельсины? Даже там, где их быть не может. Я не про реальность. Я про скрипты». «Естественно, скрипты. Как бы я повлиял на реальность? Я не настолько бог. Не настолько, нет. Они тебе попадаются потому, что они и меня преследуют. Это последнее, что я видел. Апельсины скачут, катятся». Кирилл прищурился, что-то вспоминая. «Кругом апельсины. Целое море. Я их видел в аварии. Если бы меня повез не Керенский, а Коновалов, мы бы с ними попали. Это можешь не рассказывать. Ах, ну да. Ты же сам это и сочинил». «Сочинил. Но не совсем. Я в ней тоже побывал. Настоящей аварии. Пять лет назад». «И чем это закончилось?» – бездумно спросил Сигалов. «Смертью». «Предскорбненько. Соболезную и так далее. Но все-таки с кем я разговариваю? Кто меня дурит?» «С кем разговариваешь. Ка бы я знал. Физически ты общаешься с телом, в котором функционирует только мозг. Остальное давно отказало. И никаких шансов. Выздоравливать там уже нечему. Пять лет прошло», – усмехнулся Кирилл. «Но это если физически. А виртуально ты беседуешь с активным ядром индекса. Вернее, с его частью». «Индекса?» – воскликнул Виктор. «Только не говори, что ты не чувствовал связи между индексом и этим мелким скриптом, который твой чудак Леха якобы где-то нашел. Якобы случайно». «Лехе его подбросили?» «Слово «подбросили» к сети неприменимо. Но если человек сильно чем-то интересуется, то рано или поздно он это находит. Независимо от своего желания». «Скрипт оказался на рабочей станции Шагова, чтобы в итоге его загрузил я. И для чего это нужно?» «Для того, чтобы мы с тобой вот так сидели и общались, как нормальные люди. Возможно, мы могли встретиться и по-другому, хотя не знаю. Учитывая, что я сейчас лежу в каком-нибудь инкубаторе, а может уже и нет. Может, они распилили мне череп и перенесли мозг в какую-нибудь банку. Такими подробностями мне интересоваться неохота. Я с детства брезгливый». «Виктор из-под лоби смотрел на собеседника, ловя оттенки эмоций и фиксируя каждое движение. У него не осталось сомнений. Это был не прописанный автором персонаж, а живой пользователь, загрузивший тот же скрипт. Сигалов разговаривал с кем-то обладающим человеческим сознанием. «Почему у тебя мое лицо?» – спросил Виктор. «У меня твое лицо», – насмешливо повторил Кирилл. – «Само мнение у нас тоже одинаковое». «Почему тоже?» «Что ты имеешь в виду?» Собеседник достал и бросил на стол пачку сигарет. «Угощайся», – предложил он. «Не хочешь?» «Ну и правильно». Прикурив, он выпустил дым в сторону и собрался что-то сказать, но вместо этого сделал еще две крупных затяжки. Потом все-таки сказал. Близнецов запрещено разлучать. Даже если их мать умерла при родах, отец неизвестен. Кроме случаев, когда богатая пара хочет усыновить одного. Только одного из двух. Тогда братьям рисуют разные фамилии, развозят по разным палатам. И вот уже нет никаких близнецов. Сигало побарабанил по столу, оценивая услышанное. Он понятия не имел, как на это реагировать. «Если ты про меня, то мои богатыми не были», – сказал Виктор. «Мои были. Это я получил все, что полагалось разделить поровну. Но кроме дорогих игрушек ты ничего не потерял. А еще мне никогда не приходилось работать. Никогда раньше», – уточнил Кирилл. «Погоди, дай я все это переварю», – пробормотал Сигалов. «Тебя никто не торопит». «У меня есть брат». «А ты хотел сестренку?» «Близнец. Слушай, не тот ли ты Кирилл, которого я загружал в индексе?» «Ты в зеркало там смотрел?» «Смотрел. Интересно ведь, что за персонаж? И кого ты там видел?» «Думаю, что себя». «Себя? В моей квартире?» «Какой молодец!» «Нет, я не в том смысле. Мне не жалко. Все мое твое. Включаю соседку», – подмигнул Кирилл. «Как ты существуешь в индексе, если ты уже пять лет, если ты говоришь, что...» «То от моего бренного тела ни хрена не осталось?» «Так и есть. Но в индексе я продолжаю жить. Имею я право в целом мире выделить себе крошечный уголок. Чтобы иногда отдыхать от мысли, что я мозг в банке. Чтобы иногда чувствовать себя обычным человеком». Кирилл потянулся за второй сигаретой, но вместо этого принялся рассеянно играть полупустой пачкой. «Кураторы в курсе. На этот счет в индексе прописана отдельная поправка». Виктор засмотрелся на сигаретную пачку и вдруг хлопнул себя по ноге. «Да, я там курил!» Он неистово потер подбородок. «И что же получается? Что теперь?» «Ничего. А что должно получиться?» «Просто встретились два родственника. Незнакомых, но близких. Очень близких. Я даже не подозревал, насколько. Меня никогда не тянуло креативить. Как-то незачем было. Но в голове, сколько себя помню, все время звучал внутренний монолог. Психологи говорят это плохо. От внутреннего монолога надо избавляться, особенно если он преследует постоянно. Но я не стремился от него избавиться. Это же часть меня. А когда я первый раз попробовал что-то сочинить, то оказалось, что это он и был. Монолог в голове. Мой собственный голос, который разговаривает и со мной, и со всем миром. Он был как птица, которая билась в клетке. Я просто выпустил ее, и она полетела. Не знаю, как это объяснить. А я с детства понял, что это за птица и как с ней нужно обращаться. Тихо вымолвил Сигалов. Я ее любил и берег. Кроме нее у меня ничего не было. Каждые два года новые родители, все кувырком и все заново, ничего не оставалось. Сохранить что-то можно было только внутри. «Как ты меня нашел?» спохватился Виктор. Приемный отец перед смертью покаялся. Людям почему-то нравится рассказывать о своих грехах в последний момент. Наверное, чтобы с ним прощаться было легче. О том, что я не родной, я знал с детства. Но о брате услышал только в 18 лет. Приемная мать погибла еще раньше. И вот я остался один. Совершеннолетний, совершенно свободный, довольно богатый. Кстати, родители были совладельцами гипностика. Тесен мир, да? Они вложились в бизнес, когда вся компания умещалась в трех комнатах в подмосковном офисе. «Не о том я», – прервал себе Кирилл. «Наш роддом за это время два раза переносили, а после расформировали, архивов не осталось. Я знал только дату твоего рождения и больше ничего. Если бы ты был популярным автором, как какой-нибудь Аверин, прости, обидно слышать, наверное. Да нет, я сам выбрал свой путь. В общем, если бы я где-то увидел твою фотографию, этого было бы достаточно. Но ты человек непубличный, пользователи тебя как автора не знают. А я и был простым пользователем. В итоге нашел, конечно. Я тебя нашел. Но меня что-то останавливало. Мне было перед тобой неудобно за свою безмятежную жизнь. Тем более выяснилось, что я как бы на тебе зарабатываю. Я про акции гипностика. Вот дурак-то. Зарабатывал он на мне. Ну и что? Я, конечно, собирался объявиться, но вначале хотел побольше о тебе узнать, а потом оказалось поздно. Вот так. Раз – и все. Утром выехал из дома, а очнулся в больнице. Вернее, нельзя сказать, что очнулся. Я не очнулся до сих пор. И уже не грозит. Я в тот момент начал снова себя осознавать. В пустоте. В тишине. Вокруг ничего. Кириллу надоело играться пачкой, и он достал таки следующую сигарету. Торопливо прикурил, выпустил три кольца и смел их рукой, чтобы не висели над столом. Долго я так лежал. Несколько месяцев. Задумчиво продолжал он. Но это я потом примерно сроки прикинул, а вообще там, где я нахожусь, времени нет. Как расстояние или веса, там ничего нет. Короче, врачи видели, что мозговая деятельность продолжается, и придумали подключить меня к рабочей станции. Не через немуль, естественно, а как-то иначе. И я почувствовал себя обыкновенным пользователем. В скрипте я был, как все люди. Ощущал свое тело, воспринимал звуки, запахи. Ты знаешь, какое это удовольствие? Ты не знаешь. Даже простая лампочка, которая светит где-то в темноте, это почти чудо. А если еще звучит музыка, то кажется, что для счастья больше ничего и не надо. Только вот когда обычный пользователь выгружает скрипт, он идет за пивом или едет к девушке, а когда отключался я, вокруг снова возникал вакуум. Поэтому отдыхать от скриптов меня как-то не тянуло. Мне было не важно, что скрипты – это иллюзия. Все в мире иллюзия, сигналы, которые получает мозг от тела и как-то там по-своему интерпретирует, а мой мозг получал их с рабочей станции. Я почти жил. Кирилл докурил сигарету до фильтра и затушил окурок в пепельнице. Хотя еще минуту назад Виктору казалось, что никакой пепельницы на столе нет. Теперь она стояла посередине, и в ней лежало два окурка. Потом мне перестало этого хватать, сказал Кирилл. В любом скрипте я помнил, что это вранье, что это не реальный мир, а чье-то сочинение. И все так предсказуемо, так примитивно. Есть два шага влево и два вправо, а дальше конец локации и либо стена, либо пустота. Мне хотелось найти скрипт, который позволил бы забыть, что он скрипт. Все равно – обман, это понятно. Но когда ты не знаешь об обмане или просто не помнишь, он тебя и не мучает. Скриптов я таких не нашел. Их и не бывает. Да и комитет не допустил бы их к продаже. Я решил создать свой. Как тебе такая идея для того, кто сроду ничего не креативил? Виктор отметил, что улыбка, даже саркастическая, у Кирилла вышла на редкость обаятельной. Сам он так улыбаться не умел. Идея, конечно, безумная, но почему бы и нет, проговорил Сигалов. Особенно если учесть, что я уже знаю, чем это закончилось. Я не сразу взялся за индекс. Вначале тренировался на маленьких скриптах. И у меня получалось. Я занимался этим непрерывно по 24 часа в сутки. А потом стал создавать структуру большого, настоящего мира. Все это было в общей сети. А где мне еще брать ресурсы? Адвокат, который занимается моими делами, оплачивал и клинику, и процессорное время. Юридически я все еще жив и богат, но о сетью известно, как бывает. Случайно или нет, но однажды о моем креативе узнали. Раньше уход за мной был хорошим, а теперь стал превосходным. Думаю, меня куда-то перевезли. Мое мертвое тело, или банка с мозгами, или что там от меня осталось, слишком дорого стоит. Это все с их слов. Сам-то я посмотреть не могу. Но я им верю. Им действительно не будет прока, если я умру от гангрены или от передозировки стимуляторами. Теперь я важнейший проект. Ресурсы у меня совсем другие. И хотя индекс жрет фантастически много, обещают дать еще больше. Они строят отдельный дата-центр в Сибири, подтвердил Виктор. Такой большой, каких еще не было. При нем даже своя атомная электростанция. Да, новости я знаю. Они у меня самые свежие, обновляются на лету. Кирилл снова усмехнулся. Вначале я не планировал ничего такого. Хотел просто создать для себя комфортную среду. Но живой мир должен быть динамичным и вообще развивать проект. Это же естественно. Казалось, вначале. Тихо добавил он. А что изменилось? Эти люди, которые о тебе заботятся, с ними что-то не так? Нет-нет. Быстро ответил Кирилл. Как будто на что-то отвлекся, но уже вернулся. Это моя собственная тоска. Люди-то вроде нормальные. Кстати, давно хотел спросить, что тут делают Коновалов с Керенским? Зачем ты скопировал сюда их образы? Два Цербера. Близнец пожал плечами. Раз они охраняют меня там, пусть охраняют и здесь. Не ищи в этом глубокого смысла. Их имена и лица могли быть любыми. Мальвина тоже? Нет. Мальвина – это для тебя. Это по-настоящему. Для чего ты мне ее подсунул? Ты сам ее нашел. Я только намекнул. Показал, кто тебе нужен. Если бы я ошибся, ты бы ее и не заметил. Но ты все-таки ошибся. Индекс дал неверный прогноз, и мы расстались. Из-за прогноза? Какой бред! Я сам виноват. Но если бы не тот прогноз – ерунда. Наладится у вас. Вот увидишь. Как говорят, в индексе есть все. Только не все заметно. Не все сразу. При чем тут индекс? Я про реальность. А я про индекс. В реальности я даже пальцем пошевелить не могу. Зато в индексе я кое на что способен. Кирилл взял еще одну сигарету. А здесь? Спросил Виктор. Здесь ты как оказался? Это же другой скрипт. Отдельный. От чего отдельный? От индекса? Я тебе в следующий раз расскажу. Мы ведь еще встретимся? Ну, да, и вот что. Ты сейчас от Шагова с его рабочей станции. Правильно, сказал Кирилл, не дожидаясь ответа. Не держи этот скрипт у себя. Пусть они пока не знают, что мы вот так встречаемся. Ведь мы еще встретимся? О чем разговор? Виктор очнулся, словно все это время дремал. Черт, у меня есть брат, воскликнул он. У меня есть брат, радостно повторил близнец. Сигалову захотелось обняться, и он приподнялся над лавкой. Кирилл, угадав его порыв, тоже подался навстречу, но, посмотрев друг другу в глаза, оба остыли. В этом было что-то до жути неестественное. Обниматься в виртуальном пространстве, распределенном по бог знает каким серверам, возможно, разорванном по разным континентам. Во взгляде Кирилла мелькнула обреченность. В отличие от Виктора, он мог существовать только так, в морфоскрипте, среди строчек кода. — Я тебя найду, — пообещал Сигалов. — Ты меня нашел, и я тоже найду. — Лучше не надо. Тебе не на что смотреть, поверь. И мне никак нельзя помочь. В реальности точно нельзя. Просто приходи сюда, когда сможешь. — А как тебя предупредить? — Незачем. В этот раз не предупреждал же. Я сам узнаю. Церберы доложат. В темной витрине Сигалов увидел отражение Керенского, появившегося из служебного помещения. Александр Александрович на ходу раскрыл портфель и достал оттуда пистолет. — Выход всегда один, — пояснил Кирилл. — Уже пора, — спросил Виктор. — К чему затягивать? Долгие проводы, лишние слезы. Не пропадай, брат. Ну что, готов? А как же ты? Я уйду по-своему. Выгружаться-то мне отсюда некуда. Не бойся. Я тебя не брошу, ведь мы... Керенский, не дослушав, выстрелил. Глава пятнадцатая Лимузин Коновалова снова стоял у подъезда. Вероятно, куратор решил не пускать дело на самотек или снова имел к Сигалову разговор не для Олиных ушей. А может, он просто жил неподалеку и заезжать за подчиненным ему было не в тягость. Виктора эти причины интересовали меньше всего. Он просто подошел к машине и без приглашения сел назад. Лимузин тронулся. Кое-то время Виктор и Коновалов молча смотрели друг на друга. И это время неоправданно затянулось. Что с провокацией, Игорь Сергеевич? Нездороваясь начал Сигала. Разобрались, заверил тот. А подробнее можно узнать? Если подробнее, то сначала стоило бы все обдумать, а потом уже загружать. Но в суете как-то не удалось. В суете? Да вы меня целый час мариновали у Сан Саныча. Если бы не ваш перекрестный допрос, мы могли бы успеть. Что успеть? Спасти твою Тамару? Все равно не успели бы. Это в тебе совесть говорит, а не рассудок. Какой-то дом, не пойми где. За час ничего бы не разыскали. Виктор скрестил руки на груди и отвернулся к окну. Куратор был прав. Не успели бы. А найти еще не остывшее тело, которому ты опоздал на несколько минут, это даже хуже, чем не искать вовсе. Дайте мне загрузить этого поганого лаврика, выдавил Сигалов. С поганым лавриком разберутся без тебя. Не лезь. Кто разберется? Полиция? Уже наразбиралась. Сорвался Виктор. Как таких земля-то носит? И что КСБ делает, непонятно. Только скриптеров прессует, да на хулиганов из движения файлы заводит. Еще прикрывает лаврика и ему подобных. Не очень-то вы меня удивили. Все знают, что комитет сетевой безопасности – мутная контора. Но контент лаврика – это уж ни в какие ворота. Откуда ты знаешь про его контент? – равнодушно спросил куратор. Я же майскую загружал. Вот и уловил. Впечатление как бы для убедительности Виктор пошевелил пальцами возле уха, но вышло неубедительно, а скорее наоборот. Ты попался, – отметил Коновалов. Но ведь мог не мне протрепаться, а кому-нибудь из КСБ, и что тогда? Просто не болтай языком. А вы сами-то про него откуда? Про лаврика и его контент. У вас даже плохой отговорки не найдется. Хамиш все сильнее, Витя. Куратор странно заулыбался. Для комитета это был не бизнес-проект, а профилактическое средство, – неожиданно сказал он. Поступила идея от врачей позволить всяким выродкам создавать морфоскрипты. Для того, чтобы другие выродки играли во все это, сколько им лезет, лишь бы не тащили свои фантазии на улицу, к живым людям. Раньше было кино, и оно в таких случаях точно не помогало. Убедились много раз. И кроме того, в фильмах должен был кто-то сниматься, кто-то реальный. А для скрипта этого не требуется. Задумка не совсем пустая, согласись. В скрипте человек не зритель, а участник. Вот и пусть участвует в чем угодно, но в одиночку и без жертв. Шикарно. Комитет ловит любителей нелегального контента, но при этом сам же его производит и продает? Давно не производит. Идея оказалась бездарной. Скрипты, сочиненные маньяками, не сокращали реальное насилие, а только увеличивали. Как и с легкими наркотиками. Это не прививка, это входной билет. Но проект закрыли, а рынок-то остался. И Лаврик – это осколок свернутой программы? Когда-то был осколок, но с тех пор он завел собственные связи, неподконтрольные КСБ. У него целый коллектив. Там не на коленке все делается. Ведь кто-то же дает ему наводки на свежих психов, кто-то собирает автономные сети из немаркированных рабочих станций, кто-то процессит его финансовые операции. И почему комитет не накроет эту мафию? Ты, наверное, детектива переел. Лаврик не проводит общих собраний, чтобы всех их можно было окружить и разом арестовать. Кого-то из его людей иногда берут, когда находится достаточно улик. Но у самого Лаврика особое отношение с комитетом. Я не могу всего объяснить. Виктор вдруг обратил внимание, что звуконепроницаемая перегородка поднята. Когда он садился в машину, она уже стояла. Почему не можете? Значит, Лаврик так и будет заниматься своим бизнесом. Будет похищать скриптеров, запирать в подвале, убивать. Да-да, вот теперь я точно проболтался. И что дальше? Больше не будет, ответил Коновалов, проигнорировав последний вопрос. — Не похищать, не убивать. С ним разберутся, я же пообещал. И не надо думать, что никто ничего не делает, Витя. Если бы никто ничего не делал, ты бы тоже не вышел из того подвала. Сказав это, куратор повернулся к Сигалову и прямо посмотрел ему в глаза. — Для Лаврика это было последнее предупреждение, — проговорил Коновалов. Когда-то его знали как вменяемого человека, поэтому были уверены, что он все поймет и успокоится. Но он не понял, и теперь с ним покончат без твоих истерик. Жаль, что так вышло с Тамарой Васильчиковой. Искренне жаль. Мила Майская. Ее звали Мила Майская. Как тебе угодно. Виктор помолчал, глядя на темный город с затонированным окном. Сейчас он оказался неумиротворенным. Бездушным. Готовым купить и продать все, что угодно. Вы меня выпустили из подвала и даже не сочли нужным рассказать об этом. Выпускал не я. Мне по возрасту в таких операциях участвовать не положено. Но... Со значением добавил куратор и не стал развивать. Не вы персонально, но... Подражая ему, произнес Виктор. Мы уже не служим в комитете. С некоторых пор мы отдельный дивизион. Лаврик нам не по профилю. А что по профилю? Индекс? Когда мы увидели, какой у него потенциал, стало ясно, что его нельзя не контролировать. Не индекс, а сам проект. В отражении мира, как ты понимаешь, мы не вмешиваемся. Это бессмысленно. Индекс тем и ценен, что он... Чистое отражение. Чистое, да не совсем, возразил Виктор. Вы так и не сказали, что делать с найденной провокацией. Обдумать без суеты, это о чем? Тот инцидент с фоторамкой касался тебя одного, верно? Значит, никакая это не провокация. А что же? Что-то личное. Какая-то погрешность в твоих отношениях с индексом. Куратор недоуменно склонил голову. А может и не погрешность. Некое послание, которое мог увидеть и расшифровать только ты. И знаешь, Витя, мне кажется, ты понимаешь гораздо больше. Просто не хочешь этого показывать. Если бы вы побольше объясняли, Игорь Сергеевич, с самого начала боролись две версии. Привлекать тебя к работе или наоборот. Гарантировать твое неучастие. Сначала это с какого времени? Как только сами узнали об индексе. То есть, когда вы мне позвонили и сказали, что вам нужны хорошие скриптеры, это не было обычным выбором из списка кандидатов? Ну что же ты, дурака-то, опять валяешь? Разочарованно проговорил куратор. Как нам можно попасть случайно, Витя? Пока тебя не перетряхнули до кишок, ты бы дальше лифта не попал. Хоть бы на танки приехал. И, в общем, тебя решили оградить от проекта. Я был против, если тебе любопытно. Я-то как раз считал, что ты не помешаешь, но победила другая точка зрения. И почему она изменилась? Мы в цейтноте. Если с тобой все пройдет по худшему сценарию, мы уже ничего не потеряем. Пришло время рискнуть или проиграть. Хотя я по-прежнему считаю, что ты никак не навредишь. Это было ошибкой, не привлечь тебя к работе сразу, с первых же дней. Вы сейчас говорите про то самое, про мои отношения с индексом, якобы личные. Какие еще могут быть отношения с родным братом? Коновалов прекратил рассматривать ногти и вновь посмотрел на Виктора в упор. Ты хотел проверить, знаем ли мы об этом? Ну, естественно. А как же иначе? Сам-то я узнал только вчера, буркнул Сигалов. И не вы меня должны упрекать, а я вас. Я же объяснил. Руководство склоняется к тому, что контакт между тобой и Кириллом опасен. Ты понимаешь, в каком он состоянии? Он почти мертв. Кроме головного мозга, в нем мертво все. Абсолютно. Спасибо медицине за то, что умеет поддерживать жизнь даже в оторванном пальце, пока этот палец не состарится. И спасибо родителям, которые оставили твоему брату достаточно денег, чтобы его адвокат мог годами оплачивать счета. Но я тебя спрашивал не про тело брата, а про эмоциональное состояние. Ты хоть немножко его себе представляешь? Нет. И вряд ли смогу. Вот-вот. Это бесконечный стресс. Для нас это за гранью. Обычный человек давно бы спился или шагнул с подоконника. Кирилл этого не может сделать физически. Коновала вытянул губы трубочкой и о чем-то поразмыслил. Ты, парень с кругозором. Про сенсорную депривацию слыхал, нет? Кое-что по верхам. Человека помещать в специальную камеру, где нет ни света, ни звука. Вообще никаких. Да я в курсе, поторопил Сигалов. Часик полежать в такой среде очень даже неплохо. Помогает сконцентрироваться, да и просто отдохнуть. Шесть-восемь часов. Критическое время для неподготовленного человека. Дальше могут начаться проблемы. После суток проблемы уже гарантированы. А что такое пять лет в депривационной камере, даже в теории никто не знает. Поэтому он и начал креативить. Поэтому. Но неизвестно, понимает ли он сам, что и зачем он создает. Изменения психики в его состоянии неизбежны. Любой гений сумасшедший. Это дежурная фраза из теленовостей для старушек. Она ничего не означает. У нас конкретное дело и конкретная ответственность. Доклад в духе «активное ядро оказалось чересчур гениальным» никто не примет. Чего вы опасаетесь? Как я могу повлиять на Кирилла и что может случиться? Спросить его полегче, вздохнул Коновалов. Угадать его реакцию невозможно. Это уже не совсем человеческая реакция. Прости, если тебе неприятно слышать такое о брате. А почему-то цветнот, Игорь Сергеевич. Сколько мы знакомы, вы всегда говорите о спешке. Куда мы опаздываем? На работу. Отшутился куратор, кивнув на показавшийся впереди офис. Лифт доставил не на общий этаж наблюдателей, а ниже, в подобие подземного гаража с голыми бетонными стенами. «Ты здесь уже был, но видел еще не все», — проговорил куратор, направляясь по диагонали через огромную пустую площадь. «Плавки не захватил случайно?» «Шучу, шучу. Есть мнение, что тебе пора отдохнуть, Витя. Полежишь на солнышке, погреешься». «Да мне и тут не холодно», — обронил Сигалов. «Не спорь. Тебе понравится». Врачей в палате на сей раз не было. Капельница стояла в углу. Включенное медицинское оборудование навевало уныние. «Укладывайся». Коновалов подмигнул и помог со шнуром от Немуля, чтобы Виктор не запутался. «Тебе пора увидеть, над чем мы работаем. Тебя действительно слишком долго мариновали. Управление трафиком, спасенные рейсы — это тоже важно, но это побочное». Сигалов, лёжа на больничной кровати, с недоверием посматривал на куратора и всё не решался надеть обруч. Коновалов явно обманывал и даже не пытался делать это убедительно. «Ну что, Витя, в добрый путь». У Сигалова появилось ощущение, что он может уже не проснуться. С другой стороны, что-нибудь плохое с ним могли сделать в любой день. Не обязательно сегодня и не обязательно здесь. Виктор успел подумать, что этот довод звучит не очень-то обнадёживающе, но Немуль был уже на лбу. С тёмного неба сыпался тёмный снег. Отдельные снежинки обозначены не были. Они сливались в сплошную пелену, опускавшуюся на землю, словно сверху кто-то неспешно разматывал бесконечный моток невесомой ткани. Снегопад был редким, и, несмотря на глухую беззвёздную ночь, Сигала видел окрестности вполне отчётливо. Всё было завалено пепельным снегом настолько, что тротуары не отличались от мостовых. Улица, на которой стоял Виктор, превратилась в тёмно-серый каньон с плавными краями, и они продолжали скругляться сейчас у него на глазах. Снег всё падал и падал. Это длилось уже много дней, и его никто не убирал. Юморить у куратора получалось паршиво. Знать, что отправляешь человека в зиму и спрашивать про плавки – это так не смешно, так прямолинейно. Впрочем, чего ещё ожидать от бывшего комитетчика? Холода Виктор не чувствовал, но идея оказаться на морозе голым заставила его вздрогнуть. Сигалов осмотрел свою одежду. На нём был прорезиненный комбинезон с приваренными бахилами, а сверху куртка из такого же материала с жёлтой полосой на груди. Людей на улице не было. Виктор их и не ждал. Он догадывался, что загружает прогноз, только вот зачем куратор послал его аж на полгода вперёд. Сам же говорил, что так далеко индекс прогнозирует события, только неизбежные или особо важные. Эта мысль вызвала беспокойство, но такое неопределённое, что Сигалов тут же о нём и забыл. Потоптавшись на месте, он обнаружил, что стоит в узкой колее. Тропинка шириной не более полуметра уходила метров на десять вперёд и раздваивалась Т-образным перекрёстком. Налево можно было набрать воды, а если пойти направо, то на пригорке за домами будет аптека. Лекарств там давно не осталось, но в аптеке был отличный подвал с остальной дверью и вытяжкой. Этим она и ценилась. В подвале можно было жить, не опасаясь, что ночью залезут мародёры. Виктор поднял голову к свинцовому небу и окончательно понял. Ночь ещё впереди, а сейчас ещё нет и семи вечера. Дни, как и положено в июле, самые длинные, самые светлые. Он резко обернулся, и что-то уперлось ему в подмышки. Жёлтая полоса была не аппликацией на куртке, а лямкой, за которой он тащил детские санки, гружённые консервами. Третий путь, самый длинный отрезок, вёл к супермаркету, где на складе ещё кое-что оставалось. Какие-то жадные гурманы уже вынесли всё мясное и рыбное, поэтому Виктор таскал фасоль в томате и сладкую кукурузу. Нужно было спешить. Бессовестные соседи не зевали и тоже таскали. Без перерыва, с ревностью поглядывая на санки Виктора и пытаясь разнюхать дорогу к его берлоге. Но дураков пусть поищут в другом месте. Сигалов каждый раз тщательно проверял, не плетётся ли кто по пятам, и путал следы, благо во дворе снег был неглубоким. Вечерний сквозняк сдувал его в сторону сгоревшей школы. Виктор надеялся, что успеет сделать ещё пару ходок, а потом настанет очередь сухого кошачьего корма. Он давно приметил в глубине пару завалившихся стеллажей, которые казались обчищенными, если не подойти ближе и не нагнуться. А если подойти и нагнуться, там этой дряни килограммов сто. Но надо спешить. Проклятые соседи тоже вечно спешат. И хорошо бы выяснить, где они укрываются. Потому что кошачий корм, даже если перетащить весь, тоже когда-нибудь кончится. А больше в Москве не было ничего. Не осталось ни крошки. Виктор уже видел собачьи скелеты. Люди жрали бы и голубей, если бы хоть один из них выжил в тот день. 31 мая, полтора месяца назад. Сбросив с себя лямку, Сигалов немного прошёлся налегке. Потом развернулся и, как пьяный, двинулся назад. Но высокий сугроб не позволил ему протиснуться мимо санок с фасолью. Тропа была слишком узкой. Виктор зацепился за свою пищевую пирамиду. Банки с аппетитным бряканьем рассыпались. Ногой он угодил в брошенную жёлтую лямку и, окончательно запутавшись, воткнулся лицом в снег. Он долго лежал, не решался повернуться, даже вздохнуть. Потом опомнился. Хоть снег и оказался не холодным, это была лишь иллюзия. Как настоящий снег. Он скрипел и таял на руке, пачкая ладонь пеплом. Если, конечно, снять брезентовую рукавицу, а потом растянутую детскую варежку с вывязанным оленёнком. Июльский снег, кошачий корм, тропинка к водопою, петляющая в чёрных сугробах. И страх перед соседями, с которыми ещё недавно можно было делиться шампанским в новогоднюю ночь и вместе бабахать петарды. Виктора поразило, как быстро люди привыкли к новой жизни. И это было по всей локации в Индексе, а значит, будет на всей земле. В реальности. Скоро. Уже в июле. Сигалов поднялся и, втаптывая консервы в снег, прошёл до развилки. Он надеялся увидеть людей, хоть каких-нибудь, пусть бы из самых озлобленных, но живых. Однако Индекс не прогнозировал их походов за водой и харчами. Индекс показывал только чёрные тропы в чёрном снегу, оптимальные маршруты, определённые скриптом заранее. Виктор торчал посреди пустого бугристого пространства, вероятно, заметённого скверика, а вокруг не было ни огонька, и никаких примет жизни, и никакой надежды, что они появятся после зимы, потому что зима, наступившая летом, уходить уже не собиралась. Люди грелись в подвалах, скрывая свет костров от посторонних глаз, и ждали, когда закончится. Но не зима, а бессмысленная жизнь. В сугробе как будто что-то шевельнулось, и Сигалов безотчётно повернулся на это движение. Рядом стоял кроссовер, засыпанный по самую крышу. Пласт тяжёлого снега обвалился с двери, и Виктор увидел в окне женщину. Она уснула на заднем сидении, когда-то давно, в предыдущей эпохе, и прислонилась к окну, и сидела так до сих пор, вмерзнув правой щекой в стекло. Ей повезло не ходить за ржавой водой, не считать банки с фасолью, и пустые невыносимые дни. Виктор смотрел на неё и завидовал. Он понимал, что если куратор не прервёт сессию в ближайшее время, то в этом окаменелом городе ему даже убить себя будет нечем. Придётся пешком подниматься на верхний этаж и прыгать оттуда с молитвой, чтобы сугроб оказался немягким, чтобы сразу насмерть. Куратор сжалился, хотя, возможно, он просто постеснялся мучить Виктора при Керенском. Оба начальника стояли по разные стороны изголовья, точно зашли к безнадёжному больному, чтобы выслушать последнюю волю. — Мда, — сказал Сигалов. После такого зрелища он с удовольствием полежал бы ещё, но валяться в присутствии Керенского было неудобно, поэтому Виктор поднялся и свесил ноги с высокой кровати. Стул в палате был только один, а стоять на ногах не хотелось до смерти. — Это не креатив? Это реальное будущее? — вопросительно произнёс он. — Ты сейчас где? На конкурсе детских сочинений? — бросил куратор. — Зачем ерунду-то спрашивать? — Ну тогда поблагодари моего брата за то, что у нас есть индекс, и мы увидели это заранее. Теперь только выяснить, что же случилось, и, глядя на руководителей, Сигалов осёкся. — Вы не поняли, Виктор? — мрачно произнёс Керенский. — Ты ничего не понял, Витя. Гулко отозвался Коновалов. — Если бы мы могли это остановить, мы бы уже остановили любыми средствами. Это ведь конец. Конец всего. Но не жизни целиком. Бактерии, крысы, кто там ещё. Много всяких тварей останется, и даже люди кое-какие выживут, приспособятся. Но для человеческой цивилизации это конец, Витя. — Но почему? — воскликнул Сигалов. — Мы не знаем, что произойдёт тридцать первого мая. — Осталось-то всего неделя. — Мы не знаем, — повторил Керенский. — Индекс этого не показывает. — Скрипту не хватает информации, — предположил Виктор. — Или наоборот. — Её слишком много, — сказал куратор. — У катастрофы, какой бы она ни была, может существовать несколько потенциальных причин. Тогда они наслаиваются друг на друга, и в итоге мы не видим ни одной. Помнишь про монетку? Загрузив индекс в будущем времени, монетку подкидывать бесполезно. Не получишь ни орла, ни решки. Ни одного варианта из возможных ты не узнаешь. Но с монеткой мы хотя бы в курсе, между чем идёт выбор. Вот именно. Если исходить из последствий, это ядерная зима? Если да, то почему она возникла? Война? Авария? Или какая-то космическая катастрофа? Сигалов вдохновился этой версией и, опасаясь, что его перебьют, заговорил быстрее. А если это метеорит? Столкновение Земли с крупным объектом может привести к таким результатам. Надо дёрнуть учёных. Виктор заметил, что Керенский и Куратор стоят с каменными лицами. — Что, опять ерунду говорю? — Нет, — ответил Керенский. — Перебор потенциальных причин. Это правильный подход. Но он ничего не даёт. Игорь Сергеевич уже сказал, если бы мы нашли эту причину, мы бы её давно устранили, на любом уровне. — Давно? — недоумённо переспросил Виктор. — Сколько вы этим уже занимаетесь? Когда вы увидели этот прогноз? — Давно! — эхом отозвался Коновалов. — Он был с самого начала? — В первые дни знакомства с Индексом мы не заглядывали на такой срок. Мы вообще не знали о его способности прогнозировать. Потом потребовалось время, чтобы убедиться в правильности прогнозов. Потом мы искали причины катастрофы своими силами. — У вас был почти год, — заключил Сигалов. — И вы потратили его на споры, звать ли меня в проект, потому что это сделал мой брат-близнец, а у него, возможно, плохо с мозгами, так зачем же рисковать и так далее, и так далее. — На Большой Общей Могиле надо будет написать «Этот мир уничтожили бюрократы». — Не так-то просто было поверить. — Керенский уселся на кровать рядом с Виктором. — Некоторые до сих пор не верят, и нет никаких способов их убедить, потому что нет явных предпосылок. То, что все прогнозы Индекса сбываются, для кого-то не аргумент. — Не все, — вставил Сигалов, — есть прогнозы и ложные. — Кроме тех, что относятся персонально к тебе. — Все сбываются. Коновалов, недолго думая, тоже взгромоздился на кровать. — Сбывается абсолютно все. — К сожалению. — А инциденты, касающиеся только тебя, лишний раз подтверждают, что Кирилл эмоционально с тобой связан. — 31 мая в Индексе не видно. А что насчет предыдущих дней? Какую последнюю точку перед катастрофой удалось загрузить? — Не нужно злоупотреблять этим словом, — сказал Керенский. — Хорошо. — Тогда закат. — Безразлично отозвался Виктор. — Так, правильно? — У него уже тут своя агентура, — с иронией прокомментировал куратор. — Правильно, Витя, правильно. — Так какой день? — Предпоследний. — 30 мая. — Все сутки просматриваются отлично. Никаких намеков на войну, аварию или метеорит. Потом около полуночи все уходит в пустоту. Быстро. В течение часа примерно. И вот эта пустота длится весь июнь. Затем постепенно мир начинает снова обретать форму, как бы проявляется из тумана, из молока. Но это уже другой мир. Ты его только что видел. — 30 мая. — Пробормотал Сигалов. — Ну, хоть день рождения отмечу как человек. А потом по расписанию похмели, так что и умирать будет не жалко. Виктору вдруг подумалось, что к этой дате привязано еще какое-то событие. Постороннее, не имеющее к нему отношения, но в то же время знакомое. Что-то из недавних воспоминаний, не очень приятных. — 30 мая. — осенило его. — Покупай все. Такая пометка стояла в планировщике у Зубаткина. Когда я искал зацепки в его документах, я обратил внимание, потому что это было написано вот прям с тремя восклицательными знаками. Вы понимаете? Сигалов посмотрел влево, на Керенского, потом вправо на Коновалова. И там не было 31 числа. Я это точно помню. — И что ты хочешь сказать? — бурнул куратор. — Что какой-то Георгий Зубаткин спонсор апокалипсиса? — Тут надо подумать, — смутился Виктор. — Зубаткин никому не причинит вреда и уже никогда не сыграет на курсе акций, если ты вдруг забыл. И второе. Записки ему передавал Шмелев, а он слышал про закат, но только в общих чертах. Иначе он посоветовал бы Зубаткину инвестировать в спички и соль, а не в ценные бумаги. Сигалов мотнул головой, но спорить не стал. Не так все было. Не так. И Шмелев, и Зубаткин про закат знали. Но оба не могли поверить. Шмелев считал, что будет паника, после которой все опять успокоится и советовал на этой панике заработать. А Зубаткин, какими бы делишками Жора не занимался, в случае с закатом он по отношению ко всем остальным людям поступил порядочно. Не стал рыть личное бомбоубежище и закупать консервы. Он не планировал участвовать в торгах 30 мая, потому что не собирался жировать на общей беде, просто загрузил яхту всем подряд, в основном алкоголем, и отчалил в океан. Но он не столько бежал от расследования, сколько хотел провести последний месяц в свое удовольствие. Свинское, беспредельное, нормальное человеческое удовольствие. А дальше, как повезет. Не ему, Жоре Зубаткину, а всем на свете. В эту рулетку он хотел сыграть честно, без шпаргалок, по общим правилам. И сейчас Виктору было его по-настоящему жаль. «Люди, обладающие такой информацией, должны вести себя осторожно», — сказал Керенский. «Если о закате станет известно, паника может наделать не меньше бед». Сигалов заметил, что из всех троих, сидящих на кровати, сутулится только он, и выпрямил спину. «Нужно изучать последний день более внимательно», — заявил он. «На ровном месте такие события не происходят. Это я вам как автор говорю. Корни должны быть. Они и сейчас уже, наверное, видны, только мы не туда смотрим». «Этим путем мы идем и без тебя. Ты нужен проекту для другого», — возразил Куратор. «Продолжай искать ошибки. С тридцать первым числом какая-то нездоровая история. Оно не может быть скрыто полностью. Ладно, некоторые события непредсказуемые, допустим. Но почему индекс не показывает пустые города, как обычно? Дома, улицы. Это ведь никуда не денется. И через месяц в индексе это снова появится, только уже засыпанное снегом. Я думаю, здесь что-то вроде запрета или поправки в алгоритме. Вроде той, которая не позволяет скрипту копировать самого себя. Вот что тебе нужно искать, Витя. Следить за политическими новостями или проверять ядерные объекты — этим всем и так давно занимаются. Не думай о причинах заката. Выкинь их из головы. Просто сделай так, чтобы мы смогли увидеть сам закат. Тогда и причины станут понятны. «Ты же, в конце концов, особенный», — закончил Коновалов, «то нам человека, который принес больного ребенка к знахарю, потому что врачи оказались бессильны». «Я не утаиваю от вас гениальные идеи. У меня их просто нет», — подавленно вымолвил Сигалов. «Чувствовать свою беспомощность — это хуже всего, как с Майской». Куратор тихонько пихнул его в бок, но продолжать Виктор и не собирался. Сказать ему было нечего. «Вспомните, что это всего лишь скрипт», — предложил Керенский. «Попытайтесь взглянуть на него не как на гениальное творение, а как на любой креатив. Глазами бета-тестера, а не восхищенного автора. Поищите конструктивные изъяны, логические несоответствия, не знаю, да любые ошибки». «Провокации», — кинул Сигалов. «Уже искал». «Сам же говоришь, не туда смотрим», — вступился Коновалов. «Вот и попробуй посмотреть куда-нибудь, не туда, куда раньше». «Давай, Витя, ну, выдай нам что-нибудь парадоксальное, ты же умеешь». «Хотите парадоксов? Пожалуйста». «Я загружал чужие персонажи в настоящем времени и свой в будущем. Но я никогда не был в индексе самим собой в данную минуту. Это и будет посмотреть куда-нибудь не туда, как вы просите. Мне надо посмотреть на самого себя». «Это же и есть слепая зона», — сказал куратор. «В скрипте нет своего индекса и, соответственно, всего нашего проекта. Для него этот офис — пустующий торговый центр, и у тебя нет причин здесь находиться. Ни у кого из нас». «Хорошо, хорошо», — покладисто отозвался Виктор. «Вот на это все я и собираюсь полюбоваться. Как в индексе реализована идея о том, что меня нет? Как это сделано?» «Наблюдатели говорят, что они ничего не видели. Совсем ничего». «Ничего не видели? Как и в день заката или как-то иначе?» «А что?» — вдруг встрепенулся Керенский. «Если мы найдем здесь параллели, это может стать новой версией». «Куда нам еще новых версий, Александр Александрович?» — сплеснул руками куратор. «Со старыми разобраться бы». «Велели мне копать от скрипта, а не от реальных причин. Вот и копаю», — недовольно произнес Сигалов. «Поправка. Не дополнительные условия, а запрет на уровне алгоритма», — высказался Коновалов. «Это не рекомендация игнорировать какую-то часть реальности. Даже не приказ. Поправка прямо сообщает скрипту. Индекса и всего, что с этим связано, не существует. Иначе он тут же начнет строить внутри своего мира бесконечную матрешку. «Никакой информации о себе в настоящий момент ты получить не сможешь, потому что ее нет у индекса. Она не искажена и не скрыта. Ее просто нет», — раздраженно закончил куратор. «Сколько их всего ваших поправок? И на что они влияют? Не может ли так получиться, что как раз из-за них 31 число и не видно? Что, если они вызывают в скрипте какой-то глобальный сбой?» «Все поправки согласованы с активным ядром. Я хотел сказать с Кириллом». «Игорь Сергеевич, пусть он попробует», — решился Керенский. «Быстрее бы уже загрузили, чем спорить». «Еще немного потерянного времени нам уже не повредит». Не то согласился, не то огрызнулся куратор и достал из внутреннего кармана трубку. «На какой срок?» — спросил он у Виктора. «На пару часов», — бездумно ответил тот. «Два часа? И что ты там собираешься делать? Висеть в пустоте?» «Одного часа хватит за глаза», — отрезал Коновалов. Керенский встал с кровати и похлопал куратора по руке, чтобы тот тоже освободил место. Сигалов снова лег и дотянулся до немоля на полке. «Ты ничего там не увидишь», — устало повторил Коновалов. «В лучшем случае молоко». Виктор хотел спросить, почему молоко, но лишь отмахнулся и надвинул обруч на лоб. Эпизод шестнадцатый Куратор выразился максимально точно. Это напоминало молоко. Все пространство было залито белесым туманом, настолько плотным, что Сигалов удивился, почему кожа не чувствует соприкосновения с жидкостью. Виктор лежал на бетонном полу посреди пустого ангара, который казался намного больше, чем нижний этаж в офисе компании. Стен он не видел, но отчего-то был уверен, что они далеко. И главное, что они существуют. Сигалов прикоснулся к полу и почувствовал пальцами все неровности и песчинки. Он прочел поверхность, как слепой читает азбуку Брайля, и сразу узнал работу мастера, единственного автора на свете, который мог тратить на создание вымышленного мира всю свою жизнь. Это и было настоящей жизнью Кирилла, а не прозябание в реальности, где у него не осталось ничего, кроме функционирующего мозга. Пол был холодным, совсем не как снег, в котором Виктор валялся, споткнувшись осанки. Он осторожно устал на ноги и вдруг заметил в тумане, два тёмных пятна. Одновременно раздался голос, неживой, механический, но тем не менее узнаваемый. — Кстати, Саша, он узнал про Лаврика. — Всё? — другой голос, тоже знакомый. — Почти всё. — От кого? — От меня. — Мне бы удивиться, но я ожидал чего-то подобного. — Лучше от меня, чем от чужих людей. У нас и так проблемы с доверием. Он был в одном шаге, и я решил не тянуть. — Возможно, ты прав. Я тебя не осуждаю. И надо что-то делать с Лавриком. Я думаю об этом. Надо не думать, а делать. Игорь, ты сам знаешь, насколько всё сложно. Глухие голоса вязли в пространстве, точно разговаривали сквозь подушку. Виктор постепенно, сантиметр за сантиметром, приближался к тёмному пятну, пока не разобрал черты лица Коновалова. Вторым пятном, пониже и поуже, был Керенский. Оба стояли на тех же местах, возле кровати. Только кровати уже не было. И ничего не было. Ни стен палаты, ни капельницы, ни выключенного за ненадобностью дефибриллятора. От всего этажа остался только бетонный пол. Коновалов и Керенский продолжали разговаривать, стоя неподвижно, как манекены с восковыми масками вместо лиц. Сигалов различал голоса только по тональности и потому, с какой стороны сходил затухающий звук. Виктор даже не был уверен, что они шевелят губами. Хотя, возможно, он просто не мог этого рассмотреть. Подходить к ним вплотную он не решался. «Теперь ты согласен, что я был прав». Это, кажется, опять Коновалов. «Поможет или нет, поглядим». Но у него светлая голова и низкая самооценка, несмотря на все его творческие понты. «Игорь, я и тогда был не против, но есть опасения. Риск-то огромен». «Его легко контролировать. Поначалу всех легко. А потом как с Лавриком». Без посторонних руководителей обращались друг к другу на «ты». И Сигалов не видел в этом ничего удивительного. Но все же его это почему-то задевало. Выходит, он оставался для них чужаком. «Идея проверить, как индекс реагирует на поправки, не такая уж нелепая». Пусть проверит, чего уж. Мне просто не хочется бестолку торчать тут целый час, пока он там барахтается. А если не барахтается? Все барахтаются. Сигалов не все. Если честно, меня тоже смущают вторжения в алгоритм. Индекс – целостная система. Поправки могут что-то в ней нарушить. Что-то такое, чего мы не замечаем или не понимаем. Насчет поправок, я давно уже задумал упразднить один лишний персонаж. И как ты ему это объяснишь? Я перед ним не отчитываюсь, но исправная работа индекса в его же интересах. Виктор уже не понимал, о чем идет речь, и даже перестал следить за тем, кто и что говорит. Когда фигура покрупнее подняла руку. Сигалов отшатнулся. Этого он от манекена никак не ожидал. На расстоянии двух шагов он уже ничего не слышал. Слова сливались в монотонный гул. Когда Виктор снова приблизился, Конобалов заканчивал разговор по монолитной, как кирпич, трубке. Снятие поправки подтверждаю. Александр Александрович рядом, он в курсе. И вот еще что. Сократите время Сигалову. Делать ему там совершенно нечего. Сам же спасибо скажет. Насколько сократить? Ну, например... Эй, не надо! Воскликнул Виктор. Тут не совсем пустота. Тут кое-что есть. И ни в каком молоке я не барах. Куратор его не слышал. Сбросив вызов, он снова замер с коммуникатором в руке. Виктор помахал у него перед глазами ладонью, и Конобалов, не меняя выражение лица, поднял голову, как будто искал на потолке комара, существовании которого не был уверен. Тебе давно установили клиент, почему ты им не пользуешься? Пробубнил Керенский. Я уже по старинке, голосом. А если придется давать команды иного рода? У нас все люди проверенные. Ты про Шмелева это говорил. Со Шмелевым виноват, не спорю. Долго ты меня еще попрекать собираешься? Пока не активируешь персональное приложение в трубке. Небезопасно. И не люблю я эти игрушки. Трубку можно посеять. Палец не посеешь. Без авторизации никто в систему не войдет. Сколько их установлено? У меня, у тебя и у него. Керенский поднял руку вверх. Очевидно, имея в виду некое большое начальство. Очень большое. Вот и хорошо. И у тебя, и у него пусть будет, а я голосом покомандую. Ладно, пойду я. А тебе счастливо поскучать. Не оставляй его. Как закончит, сразу доклад. Истукан пониже сдвинулся с места и размеренно, как робот, пошел в туман. Сигалов, не задумываясь, отправился за Керенским. Оставаться здесь не было никаких причин. Уйти стоило еще раньше. Но ребяческое желание подслушать разговоры начальства пересилило. Теперь он об этом жалел. Страшных тайн выведать не удалось, а время было потрачено. К тому же куратор сократил продолжительность сессии, насколько Сигалов не расслышал. В груди нарастало тянущее чувство, что он не успевает, хотя Виктор понятия не имел, куда можно успеть или опоздать в этом кромешном тумане. Впрочем, уже не в кромешном. Ему показалось, что молоко вокруг становится, если не прозрачней, то жиже, словно в него по капле добавляли воду. Отследить это неуловимо медленный процесс было невозможно. Однако, если раньше Сигалов не видел даже вытянутую руку, то теперь Белая Марева расступалась значительно дальше. Спина Керенского отчетливо маячила в паре метров от Виктора. Александр Александрович вдруг замедлился и сделал такое движение, будто открывал дверь. Дверей, как и стен, впереди не было. Сигалов по-прежнему находился в пугающе просторном подвале и до сих пор различал позади шкафообразный силуэт Коновалова, но с точки зрения Керенского они вышли из палаты в коридор. Дальше был прямой отрезок, после которого Александр Александрович немотивированно повернул на 90 градусов. Наверное, в этом месте воображаемый коридор изгибался, но поручиться Виктор не мог. Он был здесь всего лишь второй раз. В него мелькнуло сомнение. Откуда индекс может знать, что сейчас происходит на этом уровне и о чем говорили Керенский с Коноваловым? Вопрос показался несложным, за ним сразу же забрежжила догадка, но ее задавило ощущение подступающей тошноты. Сигалов надеялся, что это уже не повторится, но приступ надвигался с пугающей определенностью. То, что происходило с ним в лифте, а потом и в квартире Кирилла, вновь приближалось. Чем сильнее рассеивался туман, тем меньше Виктор понимал в происходящем. Он чувствовал себя таким же манекеном, как и шагающий впереди Керенский, пустой оболочкой, которая повинуется чужой воле. Не то, чтобы кто-то ему приказывал, никаких голосов свыше Сигалов не слышал, но он не мог избавиться от мысли, что его ведет какая-то внешняя сила. Он шел самостоятельно, ноги ему подчинялись, но вот куда он шел и зачем, Виктор не знал. Прекратив преследовать Керенского, Сигалов вскоре потерял его из вида. Сквозь белесую пелену уже можно было различить обшарпанные подвальные стены и вправду далекие, точно это был подземный аэродром. Виктор дошел до угла, того самого, где останавливался лифт и начал размеренно вышагивать по ступеням винтовой лестницы, потому что никакого лифта здесь не было и в помине. Сделав три полных оборота, он оказался наверху, еще не под открытым небом, но уже на площадке с окнами. Подниматься дальше не имело смысла, поскольку выходить на крышу он не планировал. Виктор вообще ничего не планировал. Он двигался, следуя безотчетному чувству необходимости, как человек, мучимый жаждой, идет на звук ручья, даже если подозревает, что это слуховая галлюцинация. Стекол в огромных окнах не было, и Сигалов, не тратя времени на поиски выхода, покинул здание через ближайший проем в стене. Строительный мусор превратил прилегающую территорию в мертвую степь. Вероятно, торговый центр хотели реконструировать, но что-то помешало, и работы забросили. От непроницаемого молока осталась лишь легкая дымка, вызывавшая желание протереть глаза, но ощущение подчиненности чужой воли не исчезло, хотя и слегка притупилось. Это почти не мешало, если не задаваться вопросами, куда и зачем идешь. Зацементированный насмерть газон был отгорожен от улицы высоким забором. Перелезая через шатающийся пластиковый щит, Виктор заметил на ближайших столбах две камеры. Одна следила за сквериком через дорогу, вторая смотрела ему в лицо. На всякий случай он подмигнул, но сделал это ненавязчиво, как бы между прочим. Спрыгнув на тротуар, Сигалов чуть не столкнулся с озадаченным подростком в наушниках. Паренек часом вперед так целеустремленно, что Виктор едва успел посторониться. Молодой человек на него даже не взглянул, и это подхлестнуло чувство неуверенности. Он подумал, что люди могут вообще его не видеть, как Керенский с Коноваловым. На противоположной стороне прогуливалась бабуся с мелкой собаченцей в цветных косичках, но кричать ей через дорогу Виктор постеснялся, а других прохожих на тихой улочке не было. Он решил выяснить это иначе и поднял руку перед проезжавшим мимо такси. Машина моментально затормозила. Какое-то время Виктор не шевелился, силясь понять, была ли это реакция на его жест, или таксист остановился просто так, по собственному разумению. Водитель устал ждать и, опустив правой двери стекло, заявил. «Давайте я включу счетчик и постоим вместе!» Не раздумываясь, Галов уселся в машину и неожиданно для себя сказал. «Мы тищи!» «Какая улица?» «На месте покажу», – ответил Виктор, вновь удивляясь. В том районе он не бывал сроду и не знал там ни одного адреса. «Простите, я похож на пьяного?» «Нисколько!» – доброжелательно отозвался таксист, даже не взглянув. «А на кого я похож?» На сей раз мужчина за рулем все-таки посмотрел в зеркало, более пристально, чем Виктору хотелось бы. «Ни на кого не похожи!» – заверил водитель и немедленно включил радио. Салон наполнился объемным звуком. Виктор подумал, что если бы музыка была жидкой, то они с таксистом превратились бы в аквариумных рыбок. И вдруг испугался, не сказал ли он это вслух. Мужчина и так реагировал странновато. Давать ему лишний повод для подозрений было бы неразумно. Сигалов решил, что вот теперь он точно сказал это вслух. Однако таксист продолжал делать вид, что ничего не происходит. Музыка помогала ему убаюкивать бдительность пассажиров. Но как только Виктор отметил этот очевидный факт, звуки сразу стихли. По радио затороторили про сосиски, но Сигалов не уловил сути. Потом другой голос, такой же ненастоящий, похвалил кетчуп. А затем вернулся предыдущий с рассказом про душистый чай. — Эти сообщения специально подбирают комплектами, — спросил Виктор. — Какие сообщения? — не понял водитель. — Какие сообщения? — недоуменно повторил Сигалов. — Вы тоже об этом думаете? — Нет. Это вы говорили про сообщения. — Я. Виктор тревожно оглянулся, но тугая спинка сиденья не позволила ему посмотреть назад. — Значит, я все-таки сказал это. Звук из радио — вот какие сообщения. — А, так это же просто реклама. — Я знаю, что это реклама, — раздраженно произнес Сигалов, — но она все время идет блоками — сосиски, кетчуп и чай на закуску. — Разве чаем закусывают? Таксист опять посмотрел в зеркало и начал смеяться. Виктор понял, что мужчина смеется над ним, но сдержался и ничего не ответил, лишь сказал. — По-моему, они нас зомбируют. Всех нас. Принужденно кашлянув, таксист переключил канал и попал на точно такой же рассказ про чай уже на самый конец, однако Сигалов опознал его без труда. — Да что же это такое? — пробормотал Виктор. — Что? — не раз слышал водитель. — Снова чай. — Вроде нет. — Там было про чай, — уверенно произнес Сигалов, — а до этого про сосиски и кетчуп, но мы не успели. В салон вернулась музыка, еще гуще, чем прежде. Басы ухали Виктору прямо в спину, сбивая сердце с ритма, и он почувствовал себя мембраной, безропотно подстраивающейся под любой звук. Сигала выставил перед собой ладонь, чтобы проверить, будет ли она вибрировать в такт музыке. Он старался держать руку как можно тверже, но при каждом повороте машины ладонь отклонялась в сторону, и Виктору приходилось начинать все сначала. После нескольких неудачных попыток он сделал вывод, что таксист поворачивает специально, с целью провалить эксперимент. Виктору кратко взглянул в зеркало и обнаружил, что водитель давно и пристально за ним наблюдает. Вспомнив про руку, Сигалов быстро опустил ее на колено и весь внутренне сжался. Ему хотелось исчезнуть или спрятаться за передней спинкой, но он боялся пошевелиться. От этого движения дверь могла распахнуться, и тогда машина уехала бы в мытище без него. С каждой секундой Виктору становилось все хуже, но внезапно музыка прервалась, и кто-то заговорил. Как всегда в это время краткие новости. Компания «Гипностик», ведущий производитель и продавец «Марфоскриптов» снова теряет деньги. Сегодня на торгах цена одной акции опустилась еще на 12 пунктов. Биржевые эксперты подтверждают, что если от этих бумаг не избавиться сейчас, то в дальнейшем убытки будут возрастать, поскольку дно еще не достигнуто, и где оно находится, спрогнозировать пока невозможно. Руководство «Гипностика» заявляет, что падение акций компании – это результат спланированной атаки недобросовестных конкурентов. Высший менеджмент «Гипностика» требует обратить внимание на невыясненные обстоятельства гибели скандально известного трейдера Георгия Зубаткина и на то, что расследование идет крайне медленно. Зубаткин мог сообщить комиссии по ценным бумагам фамилии заинтересованных лиц, поэтому его смерть была выгодна многим. Это, напоминаю, было заявление руководства «Гипностика». Орбитальное кольцо, построенное на высоте 700 километров, встречает очередные смены монтажных бригад. Вчера и сегодня состоялось 20 плановых запусков ракет-носителей, которые вывели на орбиту новые модули. На днях начнется строительство первого орбитального лифта. Специалисты говорят, что это самый опасный этап работ, но мы вместе с нашими слушателями будем надеяться, что у космических монтажников все под контролем. Так называемое «движение против зомбирования» вчера сообщило об открытии своего первого информационного ресурса. До сих пор это неформальное объединение было одним из самых закрытых и загадочных. Теперь оно обзавелось собственной площадкой в сети, на которой активисты планируют сообщать гражданам о готовящихся мероприятиях. К открытию ресурса была приурочена публикация промо-ролика, набравшего рекордное количество загрузок и признанного лучшей вирусной рекламой прошедших суток. Добавим от себя, что этот морфоскрипт сделан на высочайшем профессиональном уровне, и неудивительно, что он стал хитом. «Складывается впечатление, что против распространения скриптов выступают сами морфоскриптеры. Согласитесь, это выглядит немного необычно». «Куда мы едем?» – встрепенулся Виктор. «В Матище?» – ответил таксист. «Или уже нет?» Сигалов задумался. Что-то вело его от самого офиса и продолжало вести сейчас. На пелену в глазах он уже не обращал внимания, а вот с чувством зависимости было сложнее. Это ощущение не имело четких признаков, как любое ощущение. Оно было исключительно субъективным, поэтому Виктор не мог сказать определенно, продолжает ли он его испытывать или уже нет. «Так едем в Матище-то?» – спросил водитель. «Конечно», – не моргнув сказал Сигалов. Похоже, это и был ответ. Он перестал замечать чужое влияние, но само влияние от этого не исчезло. Оно заставляло Виктора двигаться в неизвестном направлении, и, наверное, в идеале он должен был подчиняться без размышлений, как персонаж скрипта. Впрочем, с точки зрения индекса он и был обычным персонажем, никем иным. Значит, и вел его тот, кто управляет индексом. Активное ядро по имени Кирилл. Возможно, брату что-то было от него нужно. Посмотрев в окно, Сигалов прищурился. Район казался ему как будто знакомым. «Это уже мытищи?» – осведомился он. «Да мытищ, пилить и пилить! Мы даже половину не проехали!» На параллельной улице, мелькнувшей за пешеходной перемычкой, Виктор заметил угол разрисованного бетонного забора. Увидеть он ничего не сумел, просвет уже остался позади, и справа снова тянулся дом, широкий, как растянутый баян. К следующему переулку Сигалов подготовился и успел таки рассмотреть граффити на школьном заборе. Это был дородный старик со злым лицом и немулем, стягивающим густые спутанные патлы. «Направо!» – отрывисто бросил Виктор. «А мытищи позже!» «Сейчас направо, пожалуйста!» «И вон за те дома!» Водитель что-то пробурчал, но сбавил скорость и нацелился на рукав эстакады. Выписав по развязке петлю, машина поехала прямо на кота Базилио в косухе и черных круглых очках. «Вот же дети!» – с осуждением бросил таксист. «Пусть развлекаются. Заборы для того и ставят, чтобы их кто-то расписывал. Перед школой повернем налево». Сигалов узнавал эти места как родные, хотя прошел здесь всего один раз. Неподалеку была квартира Кирилла, из которой Виктор отправился в свое первое путешествие по улицам Индекса, окончившееся под колесами школьного автобуса. По рули вокруг тихих дворов такси остановилось возле того самого подъезда. «Я скоро вернусь», – пообещал Сигалов и вышел из машины. «Можно не скоро. Вы, главное, вернитесь», – отозвался водитель. Виктор не слушал. Он уже рисовал себе встречу с братом. Тот сказал, что сразу почувствует его присутствие в скрипте, и Сигалова разбирала любопытство, как это будет выглядеть. Он не стремился застать Кирилла врасплох и вначале даже не помышлял о том, чтобы заехать к нему домой. Виктор и адрес это не знал. Возможно, именно это и подразумевалось под поездкой в Мытище. Что если Индекс не мог указать дорогу к Кириллу более доступным способом и просто вынудил его проехать мимо этого района? Такое объяснение Сигалову понравилось, оно было вполне в духе брата. Виктор прошел по дорожке к дому мимо садика со скамейками. — Привет! — крикнул он молодой женщине с детской коляской, и, отдумавшись, повторил еще раз уже громким шепотом. — Ой, извини. — Привет, — говорю. — Да ничего, мы не спим, — ответила мамаша, поднимая голову. У нее на лице отразилось смущение, как будто она ожидала увидеть кого-то другого. — Здравствуйте. Странно. В прошлый раз она поздоровалась первой, только поэтому Виктор ее и запомнил. Не отвлекаясь больше на мелочи, он заскочил в подъезд и поднялся на лифте. Первое, что бросилось ему в глаза — желтая лента, к которой была оклеена дверь. Не крест-накрест, как принято, а часто лесенкой. Нижняя полоска была с одного края оторвана и стелилась по полу. Наверное, жильцы на этаже постоянно задевали ее ногами. Какую-то секунду Сигалов еще тешил себя надеждой, что эта квартира другая, не Кирилла. Ведь от лифта он к ней никогда не подходил и мог что-то напутать. Однако уже через мгновение Виктор понял, что это именно та дверь, за которой он ел чужие пирожки с вишней, смотрел новости по чужому телевизору, курил чужие сигареты. Они принадлежали брату, а он попал в аварию аж пять лет назад и сейчас никак не мог находиться у себя дома, а значит, и в зеркале ему тоже места не было, даже крошечного уголка. Да, он так и сказал при встрече, крошечный уголок. В целом мире, который он сам же и создал, всего лишь крошечный уголок. У Кирилла его больше не было. Сигалов смутно помнил, как куратор что-то говорил о снятой поправке. Там, в молоке. Может, это оно и было, а может, нет. Теперь это не имело значения. Виктор не заметил, как рядом открылась дверь. Из соседней квартиры в коридор вышла девочка лет трех-четырех. В прихожей кто-то возился, собираясь на улицу. Скорее всего, женщина либо подкрашивала губы, либо искала ключ. Сигалов слышал ее близкое присутствие. «Саш, ну все, мы поехали». Действительно, женщина. «Ага», — раздалось из глубины. «Жирафу привет! Не перекамливайте его там и возвращайтесь быстрее». Женщина еще чем-то пошуршала и показалась наружу, тут же схватив дочку за руку. «Ну стой же смирно», — сказала она. Это была соседка. Та самая. Только выглядела она постарше и одета была посерьезнее, но Сигалов ее узнал. Она мельком на него взглянула и занялась замком. Потом замерла и что-то беззвучно прошептала. И, наконец, решилась посмотреть ему в лицо. «Кирилл?» Соседка снова раскрыла рот, но лишь хлопнула губами, как рыба. «Кирилл?» — повторила она, изумленно качая головой. «Но ты же ум... ум... умер?» — недовольно подсказал Виктор. Женщина прислонилась плечом к стене и шумно сползла на пол. «Что вы там уронили?» — крикнул из квартиры мужчина. «Маму!» — звонко ответила девочка. «Что?» Внутри раздался грохот сметаемого на пути стула и Сигалов, не дожидаясь лифта, бросился к лестнице. Выбежав на улицу, он домчался до такси, пулей влетел на заднее сиденье и, словно за ним, гнались и ступленно выдохнул. «Поехали!» «В мытищи? Ну а куда же?» Водитель вырулил из дворов и встроился в плотный поток на дороге. «Где мы сейчас были?» — требовательно произнес Сигалов. «Это вы у меня спрашиваете?» — удивился таксист. «Улица, как называется?» «А, секунду!» Мужчина тронул экран навигатора. «Улица профессора Овчинникова!» «Профессора Овчинникова!» — запоминая, повторил Виктор. Таксист истолковал его реплику по-своему и ткнул пальцем в справку. «Овчинников первым провел всесторонние исследования электронных нейромедиаторов, известных как виртуальные наркотики», — принялся цитировать он. «В результате была создана фундаментальная научная база для классификации нелегальных морфоскриптов». Сигалов хоть и не занимался подобным, но про квадрат Овчинникова мог рассказать куда больше, чем сетевая энциклопедия. Однако он даже не предполагал, что это тот самый Овчинников, и что именем славного старика уже названа улица в Москве. «В то же время утечка этих данных позволила морфоскриптерам-нелегалам существенно разнообразить ассортимент запрещенного контента», — увлеченно продолжал водитель. Подобно таблице Менделеева, классификатор содержал еще не созданные, но принципиально возможные нейромедиаторные композиции. «Впоследствии база данных получила неофициальное название «Квадрат Овчинникова», хотя научное сообщество неоднократно пыталось добиться запрета. «Не надо все это читать», — прервал его Сигалов. «Смотри, пожалуйста, на дорогу». «Боюсь, теперь не успеем», — озадаченно промолвил таксист. «Куда не успеем?» — насторожился Виктор. «Мытищи эти ваши. Сейчас пробки начнутся. Нет, ну, то есть успеем, конечно, но только вот...» Они впрямь не успели. Сигалов увидел над собой тяжелое лицо куратора. Коновалов склонил голову, и его щеки по бульдожье отвисли. Казалось, что из багровых губ сейчас просочится и капнет слюна. Виктор прикрылся рукой, а чтобы это не выглядело как брезгливость, тем же движением стянул с головы обруч. «Как успехи!» — кисло поинтересовался куратор, отстраняясь от кровати и позволяя Сигалову встать. «Вы были правы», — признался тот. «Сплошное молоко. Могли бы пораньше выгрузить». «А я предупреждал», — с удовлетворением сказал Коновалов. «На то вы и начальство. А где, Сан Саныч?» Виктор постарался, чтобы вопрос звучал непринужденно. «У Керенского слишком много дел, чтобы стеречь твой сон. Особенно, если сессия заведомо бесполезная», — мстительно уточнил куратор. «Ну, отчего ушли, к тому и пришли, да, Витя?» «Орбитальное кольцо», — внезапно выдал Сигалов. «Вот что может привести к глобальной катастрофе. Точнее, к закату», — сказал он, понизив голос, хотя в палате больше никого не было. «Ты опять за свое? Перебирать версии?» «Проверяли все. И кольцо это проверяли тоже. И даже если проблема в нем, там есть кому мониторить обстановку. Думай лучше про скрипт». «Тогда остается одно. Он сам приведет к закату. Индекс. И есть причина». «Морфоскрипт?» — не поверил куратор. «Вечно темень и снег с пеплом круглый год. Все из-за скрипта. Как ты себе это представляешь?» «Пока никак. Но я не понимаю, почему он не показывает 31 мая. Единственное предположение — в этот день произойдет что-то с ним самим. Что-то случится с индексом». «Что с ним может случиться?» «Это один из самых охраняемых объектов». «Вы забетонировали офис, поставили тут крутой лифт и теперь считаете, что индекс в безопасности?» «Ты за дурака-то меня не держи, Витя». «При чем тут офис? Индекс не бриллиант, который лежит где-то в сейфе. Он распределен по всей сети. Думаешь, если мне скоро на пенсию, так я, значит, при лучине родился и ничего не смыслил?» «Да я начинал в сети, когда тебя еще в проекте не было». «Первые деньги я заработал в 9 лет. На таком, о чем ты и понятия не имеешь. И я даже не могу тебе объяснить эту схему, потому что сеть уже 20 раз изменилась, а все свои иронические замечания ты можешь вставить себе в дисковод». «Во что?» «И поглубже». «Я примерно об этом и говорил», — проблил Сигалов, догоняя куратора на пути к выходу. «Как бы вы не защищали индекс, а так она сеть отнимет у него ресурсы. Физически со скриптом ничего не случится, но без вычислительной мощности он остановится и превратится в мертвый код. А так она всю сеть?» «Крайне сомнительно. Да и чем остановка индекса грозит миру? Он, слава богу, ни на что не влияет». «Тунгутский дата-центр успеет достроить до конца мая?» «Давно уже построен. Сейчас там финальная стадия. Все практически готово». «До заката закончат?» «Неизвестно. Но где-то в этих числах примерно. Ты опять увлекаешься поиском причины в реальности?» «Да нет, Игорь Сергеевич. Это я как раз о скрипте я думаю. Только не уловлю никак, что так крутится такое очевидное, ясное, но схватить не могу. А вы, значит, верите в лучшее, если накануне заката собираетесь новый дата-центр запускать?» «Надеемся. Что еще остается? Или мы должны, как Зубаткин, затариться блондинками и, в последний отрыв, они вышли из лифта на этаже офисных клетушек с прозрачными перегородками. Работа кипела. Менеджеры в белых рубашках висели на связи или гипнотизировали мониторы. У Виктора вновь появилось ощущение, что он находится в какой-то финансовой конторе. «Я хочу видеть брата», — сказал он. «Исключено», — твердо ответил куратор. «Почему?» «Там, где он находится. В общем, это не место для экскурсий. Ты же знаешь, в каком он состоянии. Считай, что его там нет». Коновалов остановился и повернулся к Сигалову. «Его действительно нет на этом свете. Ты должен смириться с этим, что Кирилл погиб еще пять лет назад. То, что от него осталось, часть плоти, в которой удерживается сознание, это не твой брат. Получается, даже хорошо, что вы не были знакомы. Это совсем не то, что потерять близкого человека. Уж поверь. Тогда мне нужно будет загрузить тридцать первое мая. Не сейчас. Позже». За последнюю минуту в коридор никто не выходил. Тем не менее, куратор быстро оглянулся по сторонам. «Опять в молоко?» — полушепотом спросил он. «Зачем?» «Что ты там не видел?» «Ничего не видел. Но мне кажется, я что-то почувствовал». «В каком смысле?» Коновалов нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Вот что, Витя, никто не против, чтобы ты работал и искал ответ. И не просто искал, а чтобы вовремя нашел. Ты для этого здесь и нужен. Но все твои ощущения с предчувствиями и прочий воздух, нам это не поможет. Ясно?» «Мне кажется...» «Пардон, конечно, но это самое правильное слово. Кажется. Короче, я думаю, что индексу известна причина заката, и он специально прячет от нас этот день». «Зачем? Чтобы мы не сумели предотвратить закат?» «Или для чего-то другого». «Для чего?» «Для другого», — взвился куратор. «Вы воспринимаете индекс как предаток нашему миру, а с его точки зрения все может быть наоборот». «У него нет никаких точек зрения. Это строки кода и ничего больше». «Я не про скрипт. Я про Кирилла. Про то, что от него осталось». «Допустим, Кирилл. И что дальше?» «Нам нужно как-то спровоцировать индекс. Поставить его в то же положение, в котором находимся мы, чтобы он оказался на пороге заката». «Он там и находится. Вместе с нами. На самом пороге. Без сети, морфоскрипт — ничто. А сеть без электричества не работает. Отключатся сервера. Индекс исчезнет. Хотите бесплатный прогноз от родного брата активного ядра?» Сигалов нагло улыбнулся. «Тунгусский дата-центр вместе с обслуживающей его атомной электростанцией будет веден в строй 31 мая. Поэтому вы и не уверены, успеют ли там закончить. Если бы можно было выяснить, вы бы давно знали. Ведь это поважнее, чем пробки на дорогах разгонять. Сколько ваша АЭС может проработать в автономном режиме?» Коновалова задаченно посмотрел в пол. «Насчет энергоблока не в курсе», — обронил он. «Точно знаю, что это самая современная техника. Самая надежная. Но если ты предлагаешь остановить пуск, то это полное безумие. 31 число — не просто дата в календаре. Это 24 длинных часа. Плохо, что мы не можем туда заглянуть. Но, возможно, когда мы доживем до этого дня, нам удастся получить прогноз хотя бы на часик вперед. На 15 минут. И это может все решить. Вместе с новым дата-центром индекс получит огромные ресурсы в дополнение к тому, что у него есть сейчас. Возможно, это что-то изменит. Возможно, нет. Но мы не станем отнимать у себя последний шанс. Этого я не предлагаю. Я бы тоже еще пожил, если вы сомневаетесь. Мы не будем останавливать работы. Нам нужно всего лишь напугать скрипт». «Напугать скрипт? Витя, ты слышишь, что ты говоришь?» «Кирилла», — мрачно произнес Сигалов. «Нам нужно напугать Кирилла. Организуем слив информации. Мол, выявлены неполадки. Все замораживается на неопределенный срок. Только есть одна проблема. Индекс формирует базу данных не из новостей, а из реальности. Чтобы он поверил в какую-то неисправность, нам придется имитировать ее максимально правдоподобно. А это само по себе опасно. Думайте, что можно сделать. Реальность ваша епархия, не так ли? Не обязательно электростанция. Пусть будет дата-центр. Угробьте там несколько серверов. Если хотите, у меня есть толковый специалист. Таких специалистов у нас самих под завязку», — отмахнулся куратор. «Починить не всегда могут, а угробить — это они с радостью. Индекс должен предельно ясно понимать, что без нас его тоже не будет». «Я думал, это очевидно. Да вот не совсем. Нужно объяснить ему, что мы погибнем или выживем только вместе. И посмотрим, изменится ли что-нибудь». «Эти изменения ты хочешь найти в слепой зоне? Почему там?» «Там они будут видны лучше всего. Либо да, либо нет. И не тяните с этим, Игорь Сергеевич. Бремени-то у нас осталось всего неделя», — скорбно произнес тот. Виктор вышел на улицу в таком настроении, словно все самое худшее уже случилось. Куратор выкинул из индекса уютный уголок Кирилла, и как близнец на это отреагирует, сам индекс не предскажет. То они боятся его потревожить лишней встречи с братом, а то вдруг режут по-живому. Не вступиться за Кирилла, и даже обсудить это с начальством Сигалов не мог. Зачем-то сходу ляпнул про молоко, а потом уже было поздно. Доверие теряется только один раз. И зачем он это сделал? Не хотел говорить про поездку в мытище? Так можно было и не говорить, а все остальное рассказать. Или не все? Увидев такси, Виктор механически сел в машину и также механически произнес. «Мытище!» «Какая улица?» – спросил водитель. Сигалова бросила в жар. Он подумал, что все еще находится в морфоскрипте, но перестал это осознавать. А поскольку индекс воспринимался как реальность и не имел стандартных элементов управления, то и проверить было невозможно. «Мытища! Куда конкретно?» – уточнил таксист. Виктор рассмотрелся, как будто это могло что-то прояснить. Нет, кажется, это был не индекс. Но, конечно, нет. Сигалов не чувствовал никакого давления, а про мытища брякнул, потому что только о них и думал. «Давайте так сделаем», – промолвил он. «Едем, и по дороге я вспоминаю адрес. Если получается, хорошо. Если нет, поворачиваем домой. Оригинальный вы пассажир. Что ж, давайте покатаемся. У меня рабочий день не скоро заканчивается». «А у меня вообще никогда», – в полголоса обронил Сигалов. Некоторое время он еще сомневался в затее. Но чем дальше отъезжал от офиса, тем отчетливее понимал, что поступил правильно. В скрипте его вела воля индекса, настойчиво тащила в мытище, ничего не проясняя заранее. Но и там Виктор не колебался ни секунды. Он знал, что в нужный момент найдется и улица, и дом. Либо по каким-то приметам, либо в виде всплывших воспоминаний. Здесь, в реальности, подсказок ждать было нет кого. Но все же Сигалов рассчитывал, что скрипт оставил у него в памяти какие-то следы. Пусть это проявится как интуиция. Неважно. Лишь бы доехать и понять, куда его влекло. — Музыку включу. Не возражаете? — осведомился водитель. В салоне зазвучал джаз, легкий до прозрачности. Виктор вспомнил, какой Рэй в месиво долбил его таксиста в индексе и окончательно успокоился. После пары композиций пошли новости. Сразу. Без рекламы. Диктор тараторил о том, что руководство гипностика заявило, будто падение акций компании является результатом спланированной атаки недобросовестных конкурентов и что высший менеджмент гипностика требует обратить внимание на невыясненные обстоятельства гибели скандально известного трейдера Георгия Зубаткина. — Но хоть вы-то нервы не трепите, — с тоской подумал Сигалов. Мир летит в пропасть, а вы все о деньгах. Глядя в окно, он поймал себя на том, что еще не прощается с городом, но уже готовится к этому. И готовится встретиться с новой Москвой, засыпанной пепельным снегом. Москвой с пустыми черными окнами и протопанными в сугробах тропинками между единственно важными объектами. Где пить, где жрать и где прятаться. — Не вспомнили? — спросил таксист. — О чем? — Ах да. — Нет, не вспомнил. — Поедем на улицу профессора Овчинникова. — Домой? — Почти. Женщина с коляской все еще прогуливалась у подъезда. Виктор не стал с ней здороваться. Она на него тоже не взглянула. Выйдя из лифта, Сигалов увидел ровно то, что и ожидал. Лесенку из желтых полосок на двери, за которой когда-то жил его брат. Один край нижней ленты отклеился и валялся на полу. Точно так же, как в индексе. Хотя нет. Это в индексе стало точно так же, как в реальности. А здесь-то ничего не менялось уже пять лет. Виктор тяжко вздохнул. И зачем приехал? Что хотел тут найти? Он постоял в коридоре еще немного, посмотрел на закрытую соседнюю дверь и мрачно сказал. — Правильно. Обойдемся без обмороков. Он спустился вниз и, едва оказавшись на улице, услышал возле подъезда детский голос. — Жираф есть не хотел. А черепаха хотела. Черепаха все съела. Отступать было поздно. Соседка, болтавшая с подругой, уже отвернулась от коляски и теперь смотрела прямо на него. — Кирилл, ты? — Нет, нет, — резко ответил он. — Не Кирилл. — Да не надо падать. Виктор не успел ее подхватить, и она завалилась на газон. Эпизод семнадцатый — Как там, Альвина твоя? Не объявилась пока? — спросил Шагов, платоядно поглядывая на бутылку Джека Дэниелса. Виктор тоже посмотрел на виски, потом на два приготовленных стакана изобразил рукой полный отказ. — Не объявлялась. — И она не моя. — Переживаешь? — Не так, чтобы очень, но... На ее месте осталась дырка. Сигалов похлопал себя по сердцу. И запомнить ее нечем. Алексею надоело облизывать взглядом закрытую емкость, и он со вздохом переставил ее на полку. — Ты опять в этот скрипт намылился? — сказал он без удивления. — Не надоело тебе еще? — Я вроде даже привык. Жду, когда официально оформишь меня кондуктором. Тем более, что ставка у нас твердая. Шагов снова покосился на то место, где стояла бутылка и убрал со стола стаканы. — В общем, да. Ты больше похож на безработного, чем на крутого инженера. Как ни заеду, ты все дома. — Отгулы! — не углубляясь, пояснил Алексей. — Кстати, ты говорил, Мальвина твоя из движения. — Не моя, но, кажется, она с ними. — Кажется ему. — А промо-ролик для кого скреативил? — Сляпал. Было дело. — И ты даже не знаешь, что он в топе второй день? Шагов лукаво улыбнулся. Слышал что-то об этом. Не интересовался. Я сам его три раза загружал. — Да что в нем такого особенного? Вот в этом и загадка. Интриги нет. Мотивации нет. Экшена нет. — Загнул Алексей три пальца, начиная с мизинца. И у него получился пистолетик из указательного и большого. — Только чистый драйв. Он ткнул этим пистолетиком Сигалова. — Стоишь среди прекрасных людей и хочешь быть таким же прекрасным. — Но это я под впечатлением от... — Виктору Молк. — Отчего? — спросил Шагов. — Джентльмены это не обсуждают. — Как скажешь, родной. Но судя по результатам, впечатления остались очень даже. — Да, я чего вспомнил-то? Говорят, эти клоуны какую-то акцию готовят. Вот прям глобальную говорят. Нарисует вместо одного плаката четыре. Сарказмом проговорил Виктор. — Тоже думаю, что ерунда. Но их присутствие как-то раздражает. Перекрати смотреть новости, и присутствие закончится. Сигалов вдруг вспомнил, что Мальвина во время последней встречи тоже рассказывала о каком-то крупном мероприятии. И это ему не понравилось. — А, и еще гипностик твой волну поднять пытается, — заявил Алексей. — Я только не понял, чего они хотят. Акции у них падают, делом бы занимались. — Гипностик тоже немой, — отозвался Виктор и чуть не добавил. Это компания Кирилла, но вовремя прикусил язык. Я тоже ничего не понимаю. В последние дни все действительно как-то слиплось. Или Сигалову только казалось. Но если и Леха это отмечал, значит, не казалось. Все навалилось со всех сторон, и все такое мелочное. Если бы люди знали, как мало им осталось жить в тепле и при ясном солнце. Виктор думал об этом постоянно, даже когда не думал вообще ни о чем. Подспудно он продолжал перебирать причины, которые могли бы привести к глобальной катастрофе. И, по ходу, уже приблизился к той стадии тихой истерики, когда опасность мерещится везде и всюду. — Ладно, чего рассиживаться? — Сигалов поднялся из-за стола. — Ты, Леха, извини, что я тебя так эксплуатирую, но когда-нибудь я тебе все расскажу. — Обещал уже, повторяешься. — Значит, расскажу два раза. — Ошутился Виктор и направился в кабинет. — Я одного никак не пойму, — сказал ему в спину шагов. — Ты проходишь тот же самый путь до полицейского участка, попасть в который заведомо невозможно. Ты испытываешь радость от самого процесса, что ли? — Какой участок? — А, в скрипте? — Нет. — Давно уже нет. Там много путей, и с каждым разом все интересней. Сигалов надел немуль и уселся в кресло. — Не балуйся там! — на путь ствол шагов. — Так и до клаустрофобии недалеко, — заметил Виктор, озираясь в зеркальной кабине лифта. Капитан Коновалов сосредоточенно убирал коммуникатор в глубокий карман плаща и реплику арестованного пропустил мимо ушей, но голос услышал. — Чего говоришь? — Он повернулся к Сигалову. — Наручники снимите, Игорь Сергеевич. Неудобно. Виктор протянул ему руки. Коновалов безропотно достал ключ и, расстегнув браслеты, передал их рыжему полицейскому. Тот отнесся к этому спокойно и убрал наручники в чехол на поясе. Не исключено, что Виктор мог приказать ему сберить шевелюру под корень, и рыжий послушался бы, но таких экспериментов в планах у Сигалова не было. Внизу Виктор поприветствовал Керенского с неизменным кожаным портфельчиком и понебратски хлопнул его по плечу. — Вы знаете, куда меня отвезти, Сан Саныч. В трех пискарях один столик почему-то оказался занят. Спиной к двери сидел худой мужчина с наметившимся на макушке просветом. На появление Виктора с Керенским он никак не реагировал. — Пойду руки сполосну, — зачем-то сообщил Александр Александрович, удаляясь в служебное помещение. Сигалов подошел к незнакомцу за столом и долго в него вглядывался, пытаясь найти хоть что-то общее с Кириллом. — Я не стремился к портретному сходству, — сказал мужчина. — Так было бы еще хуже. — Пусть уж просто человек. Надеюсь, моя новая внешность тебя не смущает. Старой все равно больше нет. — Почему ты мне сразу не сказал про закат? — спросил Сигалов, усаживаясь за стол. — Может, поздороваемся вначале? — с иронией произнес Кирилл. — Мы и так, считай, не расстаемся. Каждый раз, когда загружаю индекс. Это ты, я чувствую, но все равно привет. Кстати, зачем мне нужно было попасть в мытищи? — Привет, брат, привет. Незнакомый мужчина с улыбкой потупился. — Так мытищи или закат, что важнее? — У меня миллион вопросов, — воскликнул Виктор. — В мытищи ты успеешь, не волнуйся. Пришлось переиграть кое-что. Там пока без тебя справятся. Слово «переиграть» резонуло Сигалову слух. Уж очень гладко оно легло на все его сомнения. Последнее время он не мог отделаться от мысли, что индекс, то есть Кирилл, ведет собственную игру. — Почему никто не может загрузить 31 мая? — спросил Сигалов. — Да, я опять прыгаю по разным темам, но темы не разные. Это один и тот же вопрос. Только я не могу на него ответить, брат. — Почему? — Кирилл развел руками. Объяснить можно только знания. Незнания объяснить нельзя. Я предполагаю, что 31 числа совпадут несколько факторов, каждый из которых отдельная лотерея. То ли сбудется, то ли нет. А все вместе они складываются во что-то совершенно неопределенное. Но это просто догадка. Вам нужно работать самим. Представьте, что индекса не существует. Ведь жили же как-то до него. Целое тысячелетие прожили без индекса. И нормально. Поэтому я не спешил тебе рассказывать про закат. Я бы и сейчас не стал. Будь моя воля. Все равно я ничем не помогу. И даже предположений нет. Хотя бы под триггером, а? Хоть какой-нибудь намек бы. Начаться может с орбитального кольца. Но это вы и сами знаете. Я ничего нового не скажу. Например, метеорит, которого в индексе нет и быть не может, разрушит какой-нибудь важный узел. И все кольцо посыплется на Землю. Огромные секции будут раскаляться в атмосфере и падать как бомбы. Ни одна защита от такого не спасет. Пострадают несколько реакторов. Почти одновременно. Это может вызвать сейсмическую активность там, где ее никогда не ждали. И волной пойдут аварии на других атомных станциях. Вот вам и ядерная зима. А если еще и система раннего оповещения дадут сбой, хотя бы одна из них. Кирилл достал сигареты, закурил и бросил пачку на стол. Но дело в том, сказал он после второй затяжки, что если бы события развивались так, они и были бы так показаны в индексе, значит все будет не совсем так или даже совсем не так. Возможно, орбитальное кольцо ни при чем. Это может быть большая война. Ее так долго ждали и к ней так долго готовились, что она просто обязана когда-нибудь начаться. Или нет. Или да, но не в этот раз. Я не знаю, все решится в последний момент. Что выпадет? Орел или решка мы увидим, когда монетка ляжет в ладонь. Пробормотал Виктор. Но когда она ляжет, все уже случится. И что бы ни выпало, впереди зима. У этой монетки нет хороших сторон. Кирилл еще раз затянулся и подвинул к себе пепельницу, которой, Сигалов мог бы поклясться, еще секунду назад на столе не было. Как у тебя это получается? Сощурился Виктор. Не заставляй фокусника раскрывать свои секреты. Это негуманно и не так интересно, как кажется. Колись давай. Пепельница стоит здесь всегда, просто в том месте ее не видно. И все, разочаровался Сигалов. Я предупреждал, что ничего захватывающего тут нет. Так, хохма ради хохмы. Других чудес я сюда не закладывал, чтобы не превращать этот мир в балаган. Не выпить ли нам? Вот что я думаю. Неожиданно проговорил Кирилл. Эй, человек! Из подсобки выглянул Керенский в белом фартуке и на крахмаленом белом берете, который смотрелся с его усиками удивительно гармонично. Мне, как всегда, а моему брату, думаю, двойной Джек Дэниелс. Или нет? Обратился Кирилл к Виктору. Он может принести какой-нибудь блю-лейбл, или я не знаю, что там у вас котируется. Никогда в вискаре не разбирался. Мне нравится Джек, кинул Сигалов. Только откуда тебе это известно? Грузовик. В одной из версий этого скрипта фура была заполнена не апельсинами, а бутылками. Это не я редактировал. Знаю. Но пьете-то вы вместе. Керенский подбежал к столу и с поклонами выставил перед Кириллом бокал красного вина, а перед Виктором тяжелый хрустальный стакан. «Изволите что-нибудь еще?» Халуйский произнес он. «Изволю, чтоб ты скрылся», заявил Кирилл. Александр Александрович развернулся на каблуке и, пританцовывая, засеменил прочь. «Нехорошо это», заметил Виктор, оборачиваясь. «Зачем ты с ним так?» «А они со мной хорошо?» «Ты уже съездил, посмотрел. И что там теперь?» Кирилл подергал себя за рубашку, имея в виду не только одежду. Сигалов понял, о чем говорит брат, но ответить оказалось не так-то просто. «Там то, что должно быть», выдавил Виктор, глядя в стакан. «Давно опечатанная дверь и повзрослевшая соседка. Я даже сравнил с реальностью, сам не знаю зачем. Теперь твоя квартира такое же зеркало, как и весь индекс. А хуже всего, что я знал заранее, когда они снимут эту поправку. Как будто она кому-то мешала. Меня выкинули из моего индекса, и что изменилось? Ничего и не могло измениться. Зато теперь у меня нет собственного тела в моем же мире. Я как бесплотный дух, вселяюсь в кого попало. В реальности я и есть бесплотный дух, но зачем надо было снимать поправку в индексе? Я не знаю, что сказать. Но у тебя остался этот скрипт. Это пародия, а не мир. Здесь хуже, чем в пустоте, и меня здесь нет. Я сюда захожу для того, чтобы встретиться с тобой. Обычный линейный квест. Капитан полиции везет арестованного по бесконечной дороге. Больше тут ничего не происходит. Жить в этом скрипте невозможно. Кирилл помолчал, выписывая окурком в пепельнице неспешные вензеля. Я бы давно убил себя, сказал он. Оставил бы вам индекс в наследство. Ну-ка прекрати. Если бы я только мог это сделать. Но меня уже нельзя отделить от активного ядра, а программа не способна себя уничтожить. Он невесело улыбнулся. Пытался подсчитать, на сколько процентов я человеческое сознание, а на сколько код. Не сумел. Ладно, потерплю. Посмотрю, как все закончится. Единственное, чего я не знаю, как все это закончится. Хотя потом тоже будет жизнь. По колено в черном снегу. Ну уж точно, без меня. Это действительно настолько невыносимо, осторожно спросил Виктор. То, что ты испытываешь. Кирилл тягостно помолчал. Это хуже всего, что ты можешь вообразить, проговорил он. Это вообще нельзя описать. Найди камеру сенсорной депривации и ложись туда на месяц. Или завяжи себе глаза и ходи так целый день. А вечером представь, что не снимешь повязку никогда. Никогда. Повторил Кирилл. Почувствуй это, окунись в ад. Вот что ты мне хотел тогда сказать. Граффити на школьном заборе. Я видел. Не хотел. Но иногда нельзя не кричать. Не получается. Я не должен был создавать индекс. Если бы не он, я бы оставался обычным пациентом. И меня уже давно бы отключили. Просто дали бы мне уйти. Ведь все люди когда-нибудь уходят. Так устроена жизнь. А меня зачем-то потянуло в креатив. Наверное, некоторые мечты должны оставаться мечтами. На последней фразе Виктор застыл и оторвал от губ стакан. Что-то подобное он уже слышал про мечты. И тут же вспомнил, что сам говорил это Шагову, когда плакал сам Альвине. Такие разные темы и такие похожие мысли. Извини, что развел тут сопли. Кирилл глотнул вина и вытряс из пачки новую сигарету. Перед кем-нибудь другим можно было бы и поныть, но ты же знаешь про закат. И тебе самому не до смеха. Он вдруг притих и склонил голову на бок, словно вслушивался в шепот за стеной. Внезапные проблемки с силовым кабелем в Тунгусском дата-центре, объявил Кирилл. Похоже, до заката открыть его уже не успеют. Коновалов совершенно ни при чем. Все получилось само собой. Он заговорщически подмигнул. Сигалов почувствовал, как у него запылало лицо. Господа начальнички захотели проверить, испугаюсь ли я за свою шкуру, иронически заметил Кирилл. Не испугаюсь, потому что шкуры у меня больше нет. Даже виртуальной. Или они решили, что закат – моя выдумка? Брат говорил, будто бы в никуда, но при этом неотрывно смотрел Виктору в глаза. Совсем осатанели. Уже не знают, кого и в чем подозревать. Я у них теперь главный саботажник? Сами у себя отнимают время. Кирилл откинулся назад и подвигал пепельницу так, что она то исчезала, то вновь появлялась. Я думаю, все это бесполезно. Закат неизбежен, какими бы причинами он ни был вызван. Мне хотелось бы встретиться с тобой еще раз. Успеем? Почему же нет? Еще три дня или даже четыре, смотря как считать. Да, уже скоро. Совсем скоро. Но я вернусь, обещаю. Не обмани, брат. Ты мне нужен. До встречи. Кирилл допил вино и поставил бокал на стол. Сан Саныч, ваш выход. Иду, иду. Один момент. Залебезил Керенский, вынимая из портфеля пистолет. Коммуникатор загудел раньше, чем Виктор успел снять немуль. Выходи на улицу, сказал Коновалов. Я сейчас не дома, Игорь Сергеевич. Я знаю, ответил куратор и сбросил вызов. Сигалов торопливо попрощался с Алексеем и выскочил из квартиры. Судя по голосу, Коновалов спешил, но Виктор все-таки отправился вниз пешком. Лифт в доме Шагова он по понятным причинам не любил. Лимузин куратора припарковался прямо у подъезда, на том самом месте, где в скрипте про арест всегда стояли два полицейских автомобиля. Сигалова эта ассоциация обескуражила, но отступать было некуда, и он направился к машине. Коновалова внутри не оказалась. Садитесь, Виктор Андреевич, сказал водитель. Куда едем? Невинно поинтересовался Сигалов. Игорь Сергеевич вас ждет. На этом разговор был окончен. Насколько Виктор ориентировался, машина поехала не к центру, а наоборот. Какое-то время он надеялся, что водитель объезжает пробки, но вскоре стало ясно, его везли не в офис. Сигалов незаметно вытера сидение влажной ладони и покрутил головой, рассматривая в тонированных окнах незнакомый район с преобладанием высоких заборов. Автомобиль миновал мощные ворота и въехал на территорию, засаженную соснами. Узкая дорога вела к трехэтажному параллелепипеду, облицованному таким же темным стеклом, как и в лимузине. Не доезжая метров двадцати, машина остановилась. «Оставайтесь внутри, пожалуйста», попросил водитель. «Если мне туда, я могу и сам», начал Сигалов, указывая на здание. «Оставайтесь, пожалуйста, внутри», с нажимом повторил шофер. Он легонько побарабанил по рулю, как будто ожидал сигнала регулировщика, и тронулся дальше. За мгновение до этого Виктору показалось, что один из осветительных столбиков у дороги подмигнул. Автомобиль подкатил к строению и, плавно заехав на короткий пандус, остановился. «Теперь можно выходить», проговорил водитель. «На улице не задерживайтесь». Сигала выбрался наружу и прошел три метра до стеклянной, но непроницаемой двери. Раньше, чем он успел до нее дотянуться, дверь щелкнула и приоткрылась. Внутри все было иначе. По холлу, не опасаясь посторонних глаз, расхаживали вооруженные охранники. Их было всего трое, но они умудрялись создавать видимость хаотичного движения. Еще один человек сидел за высокой стойкой администратора и что-то подсказывало Виктору, что руки этого менеджера лежат скорее на пулеметных гашетках, чем на клавиатуре. Из-за квадратной колонны вышел Коновалов и, молча поманив, Сигалова направился вниз по наклонному коридору. «Здрасте еще раз», – растерянно шепнул Виктор, догоняя куратора. «Где это мы?» «Ты просил?» «Я?» «Носки нерванные?» «Там разуваться надо будет. Я не стал предупреждать. Ты все равно был в гостях». «Кстати, да. Откуда вы узнали?» «Да брось, Витя. Наивностью мне будет разыгрывать. Вот сюда, налево». Коновалов дернул его за рукав и торопливо свернул в боковой проход. После двух автоматических дверей и двух новых поворотов они оказались у жерла массивной трубы диаметром в человеческий рост. Сбоку за столиком сидел скучный тип в зеленой больничной шапочке. Он выставил два пластмассовых лотка, положил в каждую упаковку с бахилами и бесцветно произнес «Содержимое всех карманов, пожалуйста. Также обувь, ремни, галстуки, подтяжки». Сигалов послушно выгреб у себя все, включая носовой платок. Затем разулся. «Пирсинг, бижутерия, протезы, имплантанты, коронки», перечислил мужчина. «Нет», — сказал Коновалов. «Нет», — повторил за ним Виктор. «Все, что могло не войти в этот список, не сдавался дежурный. Любые проводники, вспоминайте, не спешите, это важно». «Нет». «Нет». «Витя, ты уверен?» спросил Коновалов. «Если останется хоть один металлический волосок, будет больно». «Так это...» «Молния у меня в брюках, железная». «Спасибо, что вспомнили». Тип в шапке протянул Сигалову одноразовые полотняные штаны. «Тьфу ты!» «Зачем из кармана вынимал тогда?» Виктор отошел к столу и быстро переоделся. «Что-нибудь еще?» — проговорил дежурный. «Мы готовы», — заверил куратор. Из трубы раздалось угрожающее, волнообразное гудение. «Идите спокойно, не останавливайтесь, это не опасно». «Давай вперед!» Куратор подтолкнул Сигалова и пошел следом. Оказавшись в тоннеле, Виктор почувствовал легкий зуд сразу везде. «Потерпи!» — проскрепил сзади Коновалов. «У меня тоже нос чешется, зато, говорят, здесь некоторые болезни даже проходят». «У меня чешутся уши», — поделился Сигалов, не рискуя оборачиваться. «Шагай быстрее. Теперь понимаешь, что каждый день сюда не набегаешься». «Ничего я не понимаю, Игорь Сергеевич». «Дуралей! Я к брату тебя веду! Ты же хотел!» «А почему заранее не сказали?» «И что? Ты бы яблоки ему принес!» «Не нужны ему ни яблоки твои, ни ты сам! Это не для него, это для тебя экскурсия! Надеюсь, больше не попросишься!» С облегчением покинув трубу, Виктор остановился перед двумя створками — бокс А и бокс Б. «А!» — сказал Коновалов и прошел вперед. За следующей дверью оказалось пустое помещение с огромным бронированным аквариумом в центре. Вот там-то, в аквариуме, все и находилось. Из-за приборов, назначения которых Виктор не представлял даже близко, он не сразу увидел кровать с телом. «Внутрь не попадем!» — сказал куратор. Сигалов обошел куб по периметру и прижался к толстому стеклу. Кирилл был похож на мумию, из которой высасывали остатки жизни. В разрезы на желтушной, загрубевшей коже вползали трубки и провода, но крови видно не было. Бритая голова казалась непропорционально большой, к ней плотно прилегала треугольная металлическая пластина, основанием закрепленная на лбу, а узкой частью уходившая к макушке. Лицо Кирилла ничего не выражало, словно он спал без сновидений, вот только выглядел близнец лет на двадцать старше, из-за худобы и цвета кожи. Он казался смертельно уставшим. «Все беспокоится, что его в банку какую-то перенесут», — подал голос куратор. «Прям бредит этой своей банкой. Со временем, наверное, так и будет, если закат переживем. А пока врачи говорят, что собственное тело, даже если оно совсем не функционирует, лучшая среда для мозга. Его тут снабжают всем необходимым, плюс немножко стимуляторов. В меру, в меру», — быстро оговорился Коновалов. «Наркозависимый он будет не нужен. Это как для тебя чашка кофе или порция виски. Немножко, иногда». «Игорь Сергеевич, я не интересовался, но, в принципе, пересадка мозга. Насколько это реально?» «Если врачи научатся такому, то не скоро. Мы наводили справки, естественно. Нас приняли за полоумных. Это вы, скриптеры, фантазиями своими головы людям забили. Никто уже не понимает, где наука, а где вымысел». Коновалов прогулялся вдоль прозрачной стенки, зачем-то потрогал едва заметную дверь и отвернулся в сторону, как бы позволяя Сигалову побыть наедине с братом. Это напоминало скорее кладбищенский ритуал, чем больничный. «Поехали на работу, видите?» – сказал куратор после длинной паузы. «Для тебя есть еще кое-что». Обратный путь был короче, обошлось без трубы. Сигалов получил свои брюки, переобулся и поспешил за куратором на выход. По дороге к офису оба тягостно молчали. Виктор не выдержал первым. Всю ночь мучился, не мог успокоиться. «Чем вы зарабатывали в девять лет, Игорь Сергеевич?» «Жалеешь об упущенном времени?» – усмехнулся Коновалов. «Аки брутфорсил. Что еще мог делать в младших классах?» «Ммм, а можно по-русски. Взламывал аккаунты в социальных сетях». «И как вас в комитет, интересно, взяли?» «Именно так и взяли. Но не в девять лет, а позже, когда начались истории посерьезней. Еще какие вопросы, мой юный друг?» «Есть еще один», – покивал Виктор. «Неожиданный и, наверное, глупый». «И почему я не удивлен?» «Что находится в мытищах, Игорь Сергеевич?» «Еще раз». «Что находится в мытищах?» – проговорил Виктор громче и медленнее, как для слабоумного старика. Коновалов это оценил. «Спасибо, Витя. Ну, в мытищах, очевидно, находятся мытищи. Тысяча триста человек и сколько-то там домов, деревьев. А ты какого ответа ждал?» «Что-нибудь значимое хотел услышать? Важный объект, не имеющий адреса». «Значимое, но без адреса», – скептически крякнул Коновалов и, запустив руку во внутренний карман пиджака, вытащил коммуникатор. Против обыкновения вызывать он никого не стал, а зашел в какую-то базу данных. «Мытищи, смотри-ка», – удивленно протянул он. «А с чего вдруг такой интерес?» «А с чего вы взяли, что я про это спрашивал?» – парировал Сигалов. «Про что про это?» «Про то, что вы там нашли». «Ты знаешь, что я нашел?» «Нет, конечно. Откуда?» «Так, Витя», – раздраженно вздохнул куратор. «А, хотя ладно». Он передумал и убрал трубку обратно. «Сейчас уже доедем, на месте и поговорим». Коновалов замкнулся и до самого офиса не произнес ни слова. Сигалова разбирала любопытство, но спрашивать еще раз он не решался. Куратор всем своим видом показывал, что шутить больше не намерен. Тем сильнее Виктору хотелось узнать, что же там такое нашлось в комитетской базе. Про объект без адреса он ляпнул наугад, предположив, что не помнит, куда стремился попасть, потому что индекс не мог дать точные координаты. Индекс мог только перевести его за руку, и Сигалов верил, что добрался бы, по явным или скрытым знаком, если бы ему в тот раз хватило времени. Он и подумать не мог, что в итоге все окажется настолько просто. Или не просто? Виктор так и не понял, что за объект разыскал по своим каналам Куратор. Не заходя в кабинет, Игорь Сергеевич сразу повел Сигалова на рабочее место наблюдателя, хотя к комнате с откидными креслами тот так и не привык. «И уже не успею», – флегматично подумал Виктор. «Сейчас отправишься на немножко вперед», – выразился Коновалов. «На немножко это на сколько?» «Ну а сколько нам всем осталось?» «Немножко», – повторил Куратор. «Никому там не мешай, ни с кем не болтай. Просто смотри, сам все увидишь». Эпизод 18 У Сигалова под ногой хрустнула ветка, и это его огорчило. Хрустеть, хлистать и даже качаться ветки не должны. Это признаки чужака. В лесу нужно вести себя так, чтобы он тебя не замечал. Тогда и противник не заметит. Еще недавно Виктор это умел. Но как только перевелся с военной службы на гражданскую, начал терять навыки, которые нарабатывал годами. Теперь он был подай-перенеси, хоть и одевался в бутике на Смоленской. Они все там одевались, вся служба охраны. Отдельная примерочная, понимающие продавцы и никаких забот с оплатой. Форма за государственный счет. Виктор снова наступил на ветку, но лишь цыкнул зубом. Черт с ней, плевать. Остальные пятеро тоже не разбирали дороги. Загребали ногами листья, сбивали мухоморы и с шумом продирались там, где можно было пройти неслышно. В одинаковых черных свитерах и серых куртках, в одинаковой обуви, каждой с розовой гарнитурой за левым ухом. Они углублялись в лес, и Виктор шел вместе с ними. Он даже знал их имена. Всех пятерых. И свое тоже. Димон и Димыч вели кого-то с мешком на голове. Ясное дело, они были тезками, но обращаться по имени-отчеству слишком длинно, а по фамилии не положено. Так и получилось. Димыч и Димон. Надо же их было различать. Почему-то их всегда посылали парой. Сигалов не знал, как появилась эта традиция, но если была работа для двоих, никто не сомневался. Пойдут Димон и Димыч. Сейчас они вели какого-то мужика. Тот не сопротивлялся, но с каждым случаем норовил споткнуться и обмякнуть. Весел он немного, справиться с ним можно было и в одиночку. Но зачем, когда есть Димон и Димыч? Сигалов мотнул головой. Это было что-то новенькое. Индекс взял его в оборот с первой секунды. Еще два охранника несли просто мешок. Без человека, но с чем-то округлым и увесистым внутри. Камень, вспомнил Виктор. Там лежал камень. Он сам выбрал его на старом карьере, а потом долго счищал ножом налипшую глину, чтобы не испачкать куртку. И все равно испачкал. Но пес с ней, с курткой. Зато сейчас он шел налегке. Он и еще Вовчик. Но тому было не положено напрягаться. Вовчик никогда ничего не делал руками. Он прикрывал Александра Александровича. Всегда и везде. Прикрывал даже от своих. Керенский шел позади, безмятежно оглядывая верхушки деревьев и щуречно пробивающиеся сквозь листья солнца. Кажется, он разговаривал сам с собой. Его тонкие усики забавно двигались из стороны в сторону. Под подошвой чавкнуло, и след в моховом ковре начал наполняться водой. Виктор давно отметил, что они спускаются к низине, но не думал, что придется лезть в самую топь. Мужчина с мешком на голове промок и запричитал. Димыч заткнул его тычком под ребра. Болотов было все ближе. Ноги погружались уже не в сырой мох, а прямиком в холодную воду. Где-то застучал дятел. И Керенский, словно принял этот сигнал, распорядился. Вон туда, на кочку. Димон и Димыч доволокли пленника до покатого бугра и сдернули с него мешок. Это был лаврик. Охранники отвернулись в разные стороны. Все, кроме Димона и Димыча, которые удерживали лаврика на коленях. Сигалову тоже пришлось развернуться, но он, как мухлюющий в прятке ребенок, встал под углом и продолжал поглядывать на кочку. Александр Александрович подошел к лаврику, и Виктор вдруг обнаружил, что они дьявольски похожи. Не лицами, а телосложением. Пластикой. «Ты понимаешь, что сейчас будет?» сухо произнес Керенский. «Ты понимаешь, за что?» «Дядя Саша!» схлипнул лаврик. «Дай мне... дай мне шанс. Я хоть в монастырь... Хоть куда?» «Сначала я делал вид, что ничего не знаю. Потом мне пришлось тебя прикрывать. А потом... Дальше что? Это мне урок, Лаврентий. Мне, не тебе. А с тобой-то...» Александр Александрович тягостно вздохнул. «С тобой давно все кончено. Ты с детства был шакалом. И если бы я не поклялся твоему отцу...» «Дядя Саша!» «Последний раз!» «Ну, последний!» Охранники упорно любовались деревьями. Никто ничего не замечал. Даже Димыч с Димоном смотрели куда-то вверх. Сигалов поймал себя на мысли, что лучше бы ему загрузили одного из них, Димона или Димыча. Без разницы. Как бы он хотел сейчас оказаться на их месте, с каким удовольствием он держал бы Лаврика и чувствовал бы, как тот трясется. Левашова и Максимова Виктор не знал, но вот за Майскую, за убийство Милы, Сигалов придушил бы Лаврика сам. «Я многое обещал твоему отцу!» Сказал Керенский. «И многое выполнил, но одного не сумел. Я дал слово сделать из тебя человека, Лаврентий. У меня не получилось!» Он сделал шаг назад и сунул руку в карман. «Спасите!» Сипло крикнул Лаврик. «Не будь таким жалким!» Александр Александрович поднял пистолет. Димон и Димыч отстранились от пленника, чтобы их не забрызгало кровью. Сигалов опустил глаза. Несколько секунд он ждал выстрела, но выстрела все не было. Он посмотрел под ноги и осторожно покосился на Керенского. Тот так и стоял с вытянутой рукой. «Костик!» позвал Александр Александрович. Виктор встрепенулся. Обращались к нему. «Осилишь!» «Сделаю, Сан Саныч!» «Я, похоже, и тут не справился!» бессильно произнес Керенский и, спрятав оружие, пошел обратно к дороге. Сигалов достал из наплечных кобуры пистолет, приблизился к Лаврику сзади и лишь потом клацнул перед охранителем, чтобы тот услышал. «Нельзя так!» заныл Лаврик. «Это беспредел!» «Это радость!» шепнул Виктор и выстрелил ему в затылок. Димон тут же накинул Лаврику мешок на голову и затянул горловину. «Вон до тех березок, а за ними омут!» деловито проговорил он. «Работаем!» Тело подхватили подмышки и потащили через открытую проплешину, заросшую высокой травой. Вот это оказалось почти по колено, но грунт был твердым. Еще двое охранников несли мешок с камнем. Вовчик и Керенский уже скрылись за деревьями. «Костик, и сколько ты таких в своем спецназе исполнил?» поинтересовался Димыч. «Много будешь знать, кровью будешь ссать», безлобно огрызнулся Сигалов. «Правда, Димыч, ты нашел, о чем спрашивать», вступился Димон. «А что такого? С этой мразью давно надо было кончать. Не знаю, чего Сан Саныч тянул». «При чем тут, Сан Саныч?» возмутился Димон. «Надо же всех сразу накрывать. Одного, какой смысл?» «Не в этом дело. Одного или не одного?» пропыхтел сзади Алик, надрывавшийся с мешком. Камень действительно был тяжелый. Виктор не схалтурил. «Это Сан Саныч по родственному с Лаврентием решил. Не в полицию же его везти». «Так они все равно всех положили. И банду, и движение». «Ну так Лаврентий всех и знал. Бухгалтера своего, инженера, в охрану. Всех до единого. А Сан Саныч уже с полицией поделился. Он последнюю неделю сам не свой. Как будто старые долги закрывает подчистую. Чуть-фу. Не сглазить». «Точно, точно!» — воскликнул Олег, помогавшись мешком Алику. «Мне вчера сотню вернул. Брал еще в прошлом году. Я не думал, что отдаст. Он тогда ради смеха, как бы сказал. Олежка, займи сотню до получки. А вчера возвращает и говорит. Ты тоже рассчитайся, если кому должен. Что за дела, парни?» «Какую банду?» «Какое движение?» Сигалов остановился и бросил ноги Лаврика в воду. «Кто кого положил?» «Ну что вы, как маленькие!» — надменно улыбнулся Димон. «Хрычи из гипностика на ночной пресс-конференции ясно сказали. Это просто бизнес. Я спрашиваю, кто кого положил?» «Полиция. Всех. Некоторых снайперы повыбивали. Где ты был, Костик? Проспал?» Лаврентий и на движение их вывел. «При чем тут движение? После блэкаута они себе сами приговор подписали. Всю неделю обещали мегашоу и вот, учудили. Идиоты же!» «Какой еще блэкаут? Вы о чем?» Сигалов, кажется, не сказал ничего странного, но четверо сослуживцев посмотрели на него, как на больного. «Ты что, Костик, разыгрываешь?» спросил Димыч. «Это у него юмор такой», подтвердил Димон. «Ответить Сигалов не успел. Рядом с креслом стоял куратор, чуть запыхавшийся. В руке он держал снятый с Виктора Немуль. «Рано, Игорь Сергеевич!» «Наоборот. Отвлекли, пришлось отойти». «Какое число мне сейчас загружали?» «Будущее, Витя. Этого еще не случилось, но ты видел людей? Видел?» «Да». «Значит, это уже определено. Так все и произойдет». «Какое число?» повторил Сигалов. «Я думал, ты выразишь... Ну, немного удивления, немного благодарности. Херенский это сделает не ради тебя. Но он это сделает. Он уже решил, когда и во сколько, иначе как бы тебе загрузили точное время». «Я понял, понял». Витар посидел, сутулившись и растер лицо руками. «Не знаю, случайно так получилось или это задумка Сан Саныча, но вы передайте, что лучшего я и ожидать не мог. Только я сейчас о другом, Игорь Сергеевич. Мне надо знать, какое это было число. Вернее, будет. Для меня это важно». «А что для меня важно, тебя не волнует?» «Для меня?» «Для проекта?» «Для человечества?» «Прости за пафос. Не волнует ни капли?» «Я весь к вашим услугам. Но сначала...» «Никаких сначала и никаких но!» Внезапно заорал куратор. «Хватит уже условий!» «Ты щенок драный!» «Ты что о себе возомнил, а?» «Игры играешь тут!» «Миллионы человек подохнут, остальные будут жить как волки, будут деградировать, будут жрать друг друга. Такие сведения тоже есть. Для тебя это все казиношная фишка, козырная карта». Побагровевший Коновалов прошелся мимо двери от стенки до стенки, словно демонстрируя, что выпускать Виктора не намерен. «Чего ты добиваешься?» «Ну, давай, скажи в открытую. Может, сторгуемся?» «Зачем торговаться?» «Я бы отдал даром», признался Сигалов. «Но мне нечего предложить, Игорь Сергеевич. У меня нет ответа на ваш вопрос». «Подумай сам! Человек, спасший всю землю!» Звучит не просто гордо. Это такая слава, которой на внуков и правнуков хватит. Монументов из чистого золота не обещаю, но, в общем, как-то так. А может, и поставят парочку, чем черт не шутит, а? Мы все равно найдем решение, если оно существует. Но почему ты не хочешь помочь, Витя? «Да за кого вы меня принимаете?» Сигалов, не выдержав, тоже перешел на крик. «За второго Кирилла!» «Я, как и вы, ничего не знаю. Я тоже работаю и тоже ищу. Игорь Сергеевич, назовите дату, я вас прошу. Какой день мне загружали?» Коновалов прекратил бороздить комнату и сунул руки в карманы брюк, из-за чего застегнутый пиджак стал похож на мешок с камнем. «Твой бункер затопят сегодня же!» произнес он с ледяным спокойствием. «Какой еще бункер?» взвыл Сигалов. «В мытищах, Витя!» «Объект без адреса!» «Центр раннего оповещения!» «Бункер связи попросту!» «Его затопят!» «Ты не сможешь укрыться в этой норе!» «Сколько ты там планировал просидеть?» «Месяц?» «Два?» «На ведь закат будет длиться годы!» «Да вы!» Виктор запнулся. Дальше рвался только мат. Ни одного приличного слова для куратора у него не осталось. Сделав несколько глубоких вдохов, он все же попробовал продолжить. «Вы, Игорь Сергеевич, мозг, видать, уже на пенсию отправили. Если это моя секретная нора, зачем я у вас про нее спрашивал? Я бы сейчас консервы туда завозил, если бы собирался там пересидеть». «Нор у тебя, может быть, несколько. Одна реальная, остальные для отвода глаз – ложные цели. Но мы найдем их все, не сомневайся. Ты разделишь судьбу человечества, поэтому тебе придется с нами работать». «Да я и не увольняюсь. Мне на колени падать, чтобы вы меня услышали, или драться с вами». «Я работаю», – «и спастись единолично, я не надеюсь. Почему вы мне не верите?» «Потому что ты не все рассказываешь». «Мне нечего пока рассказать. Я нащупал. Я уже практически держу в руках». Сигалов проиллюстрировал это хватательными движениями, и тут вспомнил, что Кирилл раскрыл ему фокус с исчезающей пепельницей. «Почти держу, но не могу понять, что это такое». «Подробнее про бункер можно?» «Про мой бункер», – сарказмом уточнил он. Коновалов вздохнул и сел рядом. «Резервный центр системы раннего оповещения. Такое раньше любили строить в Подмосковье, а мытищи тогда еще не были частью Москвы. Оборудование давно демонтировано, коммуникации законсервированы. Это вы про связь? И про нее тоже. Там еще оптоволокно проложено, но вроде хорошее. Значит, в сеть оттуда выйти реально? Тогда это не простой бункер. Его можно использовать как командный центр. Оборудование вывезено, говорю же. Вообще-то, да, ты прав. Но какой смысл? Выйдешь оттуда в сеть и что? Прочитаешь молитву, и с неба посыплется черный снег? Не знаю». Виктор бездумно пошаркал подошвами. «Может, так и есть. Ложная цель, как вы сказали». «Да может, вообще не бункер», – оживился он. «Вы же сами мне голову задурили своим бункером. Я только спросил, что в мытищах не имеет адреса, а вы мне сразу бункер». «Опять что-то ты мутишь, Витя». «И еще. Какое число вы мне сейчас загружали?» «Слушай, неужели тебе так важно, когда будет покончено с Лавриком?» «Тридцатого мая. Доволен?» «Спасибо, Игорь Сергеевич», – жарко произнес Сигалов, но вдруг задумался. «Тридцатого мая охранники Керенского будут обсуждать неведомый блэкаут и последовавшую за ним расправу над движением. Только они не уточняли, когда, с их точки зрения, все это произошло. День назад или два, или... Это могло случиться сегодня, через час или с минуты на минуту. Еще они говорили о снайперах. Или нет, про снайперов было сказано в связи с бандой Лаврика. Бухгалтеры, инженеры... Виктор не мог вспомнить, все смешалось, и Лаврик, и движение, и какая-то пресс-конференция. Какая нахрен пресс-конференция? Слова от движения и снайперы столкнулись в одной фразе, вергли Сигалова в ужас. Мысль о том, что кто-то, лежа на крыше, может целиться в Мальвину, заставила его впиться ногтями в обивку кресла. Виктор вскочил, дошел до двери и отчаянно посмотрел на Коновалова. «Мне надо бежать. Прямо сейчас». «Я так и понял», скорбно ответил куратор. «Не знаю, как это выглядит». «По-скотски». «Я с вами, Игорь Сергеевич, и как только я все выясню, так сразу и позвонишь», уверенно произнес Коновалов. Сигалов уже собрался выйти, но снова повернулся к куратору. «Вы мне все-таки не верите». «Обидно». «Нельзя сказать, что я тебе не верю. Но сомнения есть. Просто не дай им подтвердиться. Не используй свое особое положение. Тебя это не спасет. Судьба у всех будет одна. И только так». Виктор выбежал на улицу, бешено размахивая рукой, словно пытался остановить все такси в районе. Вторая рука была занята коммуникатором. Шагов ответил не сразу. «Проси меня скорее, железный гуру», выпалил Сигалов. «Блэкаут. Это что еще за фигня?» «Полный или сетевой?» уточнил Алексей. «Сетевой». «Ну, это гипотетическая, критическая перегрузка общей сети». «Неспешно начал Шагов». «Критическая, гипотетическая», передразнил Виктор. «Ты мне статью, что ли, зачитываешь?» «Нет. Рассказываю по памяти». «В энциклопедию я и сам могу зайти. Погоди». К тротуару подкатила машина и Сигалов запрыгнул внутрь. «Леха, адрес твоей работы. Быстро». «Так я же не на работе сейчас». Помявшись, ответил Шагов. «Неважно, просто адрес». Алексей назвал улицу и дом. Сигалов пулеметом повторил для таксиста. «Дальше по блэкауту. Только короче, Леха». «Это ситуация, при которой вся вычислительная мощность сети оказывается занята, а новые задачи продолжают поступать, и все сервера виснут». «И чем это грозит?» «Да особо ничем. Потеряем процессы, висящие в оперативной памяти, но это не смертельно». «А легко перегрузить сеть?» «В теории или на практике?» «Хватит балаболить, Леха. Сейчас не время». «Я не балаболю. Тебе зачем это надо? Креатив про сеть сочинять собрался, что ли? Или что?» «Или что?» «Значит, говорим о практике». «Решил Алексей». «Тогда невозможно. Иначе школьники блэкаут нам устраивали бы по два раза на дню. Это же весело, не правда ли?» Виктор попытался сосредоточиться, но в суматохе никак не получалось. «А если поумнее подойти?» «Спросил он. Если не школьники?» «Да хоть кто. На твоей памяти блэкауты были?» «Не откажется», растерялся Сигалов. «Не кажется, а точно не было. Простые парни, как я, присматривают за миром. Пока мы на страже, земля может спать спокойно. Вот теперь шучу, да. Мы почти ни при чем. Сить сама себе заботится и не позволяет себя перегружать». «Ты ручаешься, что блэкаут невозможен?» «Я гарантирую это». «Спасибо, Лех». Сигалов сбросил вызов и постучал себя трубкой по ноге. «Уже не спешим?» спросил таксист, понимающий, глядя в зеркало. «Постойте, дайте подумать». Водитель воспринял ответ буквально и зарулил на парковку у торгового центра. Виктор, покусывая кулак, сидел в позе роденовского мыслителя, хотя кроме позы от мыслителя в нем ничего не было. Мысли разбредались бестолковыми барашками. Скоро полиция проведет арест участников движения за то, что они вызвали блэкаут, который возможен только в теории. «Всех положат!» на батом стучало в висках. Сигалов не сразу сообразил, что это ухают басы в соседнем автомобиле. Молодой человек за рулем дожидался кого-то из магазина и попутно насиловал окрестности своей музыкой. Окна в такси были закрыты, но бас все равно прорывался и долбил, долбил Виктора по голове. Трек закончился, и Сигалов попробовал снова сосредоточиться, но тут услышал. Активисты движения против зомбирования объявили о готовности провести новую акцию. Они давно будоражили сеть туманными намеками, и сегодня наконец-то стали известны некоторые подробности. Виктор ткнул в кнопку стеклоподъемника и, проклиная медлительный механизм, открыл дверь. Название заявленной акции «Светопредставление». Необходимо заметить, что многие произносят это слово неправильно, вставляя в него звук «Д». В результате получается некое представление света, что можно понимать как фейерверк или салют. На самом же деле звук «Д» здесь отсутствует. Это не представление, а представление, устаревшее обозначение смерти. Таким образом, светопредставление это вовсе не световое шоу, как кажется некоторым нашим слушателям, а гибель мира. Активисты движения против зомбирования сообщили, что светопредставление состоится на закате. Однако нам удалось выяснить... Молодой человек убавил громкость и вышел из машины, встречая подругу с сумками. «Верни! Верни радио!» потребовал Сигалов. «Что она бурчит? Не слышу! Ты слышишь, что они выяснили? Что она говорит? Где? Когда? Во сколько?» Парень укладывал сумки в багажник, строго поглядывая на Виктора и раздумывая, содержит ли его бессвязные выкрики повод для драки или клинического идиота можно игнорировать без потери авторитета. Решив, что можно, он вернулся за руль и вместе со счастливой подругой укатил прочь. Виктор медленно прихлопнул дверь и некоторое время таращился на пустое парковочное место, пока его не занял малиновый леди-баг. «Поедем дальше», попросил он, закрывая окно. «Что-то изменилось?» сочувственно произнес таксист. «Наоборот». Сигалов непонимающе посмотрел на трубку в руке и снова вызвал Шагова. «Лёх, ты мне снова нужен». «Мы инженеры всегда и всем». «Брось трепаться. Выкладывай теорию про блэкаут». «Значит, всё-таки креативишь». С удовлетворением отметил Шагов. «Так бы сразу и сказал. У меня, кстати, есть интересный сюжет». «Лёха!» простонал Сигалов. «Ладно, ладно. Теоретически вызвать блэкаут очень просто. Нужно выполнить всего два условия. Первая – непосильная задача». «Насколько она должна быть сложная?» «Дело не в сложности, а в том, чтобы выполнение этой задачи автоматически её усложняло». «Как-то я не очень это представляю». «Ага. Забыл, что с гуманитарием разговариваю. Ну, вот тебе пример. Ты проводишь перепись населения в каком-то городе, ходишь по домам и заполняешь анкеты. Но каждый раз, когда анкета оказывается заполнена, в городе рождается ещё два человека. А срок выполнения у тебя остаётся тот же. Смекаешь, нет? Чтобы успеть, тебе приходится работать быстрее, а работа не кончается. Её на каждом этапе становится всё больше. Какой бы ты ни был шустрый переписчик населения, однажды ты дойдёшь до предела своих возможностей. И даже если в городе миллион таких переписчиков, количество не имеет значения. Главное, что оно не бесконечно. Картина всё та же. Чем больше вы работаете, тем больше у вас возникает новых задач. Сколько бы у вас ни было ресурсов, рано или поздно они закончатся. В случае с сетью это займёт минуты, а то и секунды. Теперь более-менее ясно, кажется. На самом деле поставить такую задачу много ума не надо. Люди их создают сплошь и рядом. По ошибке, конечно. Поэтому для блокаута важнее всего условия доступ. Чтобы заставить сеть выполнять непосильную задачу, нужны, грубо говоря, права верховного администратора, который скажет, я знаю, что задача некорректная, но ты её всё-таки выполняй. Я приказываю. Локальную сеть завалить таким образом расплюнуть, а общую нельзя. Почему? У неё нет верховного администратора. Никто не может сказать всем птицам в мире, а ну-ка летите влево. Сетью такая же петрушка. У неё нет хозяина. Так что, Витёк, придётся тебе поднапрячь фантазию. Неожиданно закончил шагом. Но ты справишься. Я в тебя верю. Ты о чём это? Но ты же скрипт будешь сочинять. Как будто я не допёр. Алексей хрипло рассмеялся. Если что, обращайся. Бутылку я твою уже открыл. Вези новую. Будет тебе новая, бросил Сигалов. Мы можем ехать побыстрее? Спросил он у водителя. Уже нет смысла, обронил тот. Это почему? Виктор спрятал коммуникатор и нервно побарабанил по коленям. Мы на месте, сообщил таксист. По адресу, который назвал Шагов, стояли четыре офисных здания, но Виктора интересовали не они. Через угловой проход открывался большой внутренний двор, в котором могли разместиться хоть два манифестанта, хоть двести. Сигалов пробежал по дорожке и, оказавшись внутри, зарычал от злости. Люди были, митингов не было. Он снова достал трубку. Лёха, где тут демонстрация? Какая демонстрация? И где тут? Судя по голосу Шагова, от бутылки Джека уже ничего не осталось. Ты говорил, что возле твоей работы всё время толкутся люди из движения. А, ну да, не у работы, а по дороге, и не всегда. А так да, всё время. Виктор бессильно присел на корточке возле газона и, не удержав равновесие, завалился на спину. Трава была мягкой, вставать не хотелось. Я из-за тебя убил около часа, сказал он, глядя в небо. Может, у меня всего-то и был час, а может, и столько не было. Ведь они пойдут на опережение, это ясно. Кто? Икнул Шагов. Те, кто положит всех. Ты кого там ищешь? Кого-нибудь из движения. У них же свой портал открылся. Там нет ни адресов, ни номеров. Я смотрел. А Мальвина твоя? Она не отвечает. А люди из твоей компании. Уж они-то могли бы. Если к ним обратиться, станет только хуже. Хватит перебирать варианты, я не тупее. У меня был единственный шанс приехать сюда и застать тех обормотов, про которых ты рассказывал. Но ты не предупредил, что возле нашего офиса означает где-то по дороге, а каждый день это на самом деле не всегда. Я не знал, что ты так дословно шагов. Придумай, только проспись сначала. Сигал выключил трубку и откинул руку в сторону и ударился пальцами от чей-то ботинок. Рядом на газоне кто-то стоял. Узнать человека, глядя снизу вверх, было сложно, и Виктор поднялся, не понимая зачем. Лицо парня выглядело странно знакомым, но вспомнить его не удавалось. Молодой человек мог играть на гитаре в любом парке, такое он производил впечатление. Ты Сигалов? Тот самый? Осведомился он. Это был второй раз в жизни, когда Виктора узнали на улице. И это было приятно, даже сейчас, в такой момент. Дать автограф? Не, я скрипты не гоняю. Тогда в чем проблема? Это у тебя проблема, сочувственно проговорил незнакомец. Пойдем со мной. Не дожидаясь ответа, он двинулся к черному микроавтобусу возле дорожки. Какого? Возмущенно начал Сигалов, но посмотрел ему в спину и умолк. Со спины Виктор его опознал. Этот самый парень был с Мальвиной на площади Чехова во время первого свидания. Сигалов его и не видел толком, лишь сверлил взглядом спину, когда он уходил. Тебе повезло, мы уже сворачивались, сказал незнакомец. Случайно тебя заметил? Случайно, многозначительно повторил Виктор, но я все равно рад, потому что а я так как рад. Молодой человек внезапно развернулся и ударил Сигалова костлявым кулаком в живот. Виктор задохнулся, но отметил, что удар был далеко не пушечным и уже собрался прописать ответочку в нос, когда створка черного вена сдвинулась в сторону, а на асфальт выпрыгнули еще двое. Вот это было и впрямь неожиданно. Хотя, если вдуматься, человек предупредил, что они куда-то собирались, имея в виду множественное число. Эти и другие мысли успели пронестись в голове у Сигалова, пока трое студентов выколачивали из него душу в тесном пространстве между автобусом и джипом. По лицу его, однако, не били, можно сказать, они вели себя благородно, в некоторой степени. прекратилось. Я надеюсь, ты понял, что это было? Отдышавшись, бросил незнакомец. Скрипт не понравился, проскрежетал Сигалов. Вот, кстати, да. Второй активист схватил его за руку и восхищенно потряс. Скрипт отличный, спасибо. Автографы точно не нужны, угрюмо спросил Виктор. Обращайтесь, распишусь на рылах. Он невольно заглянул в микроавтобус и обнаружил внутри моток ткани с двумя торчавшими древками. Транспарант ваш? Вы на самом деле тут демонстрацию проводите? Это пикет, а не демонстрация. Зря на Леху наехал, пробормотал Виктор. Нет, ты правда не понял, воскликнул заводила. Ну ты, дуб, Джульетта уже неделю опухшая ходит. Какая Джу? Ах, мальвина. Почему опухшая? От слез, урод, подсказал второй активист. Отчего? Виктор потерянно пересел на порожек Вэна. Она плачет? Нет, хохочет она. Сигалов решительно встал и подергал переднюю дверь. Поехали, живо, распорядился он. Быстрее, у вас же есть штаб-квартира или как вы ее называете, я не знаю, сарай-коптерка на теплотрассе, что там у вас, где вы собираетесь? Ты ей не нужен. Я вам всем нужен. Виктор уселся рядом с водительским местом и, между прочим, отметил, что новый немецкий вэн не очень-то вяжется с теплотрассой. Я серьезно, времени нет. Вожак обошел машину спереди и открыл его дверь. Сигалов решил, что сейчас его станут вытаскивать на улицу и намертво вцепился в сиденье, но активист лишь захлопнул дверь плотнее и вернулся за руль. Куда едем-то, спросил Виктор. Далеко? Не близко. В мытище. У Сигалова появилось ощущение, что он уже знает, где окончится путь. И ощущение это не проходило всю дорогу, пока микроавтобус не остановился возле убогого панельного здания с вывеской «Аналоговая библиотека». Сверху кто-то намалевал краской последнее, что никак не добавляло учреждению респектабельности. Спасти библиотеку было уже невозможно. Зайдя внутрь, Виктор закашлялся от удушливого запаха пыли. Масляная краска на стенах вспучилась крупными струбьями. Там, где пузыри прорвались, была видна сырая штукатурка с зеленоватыми узорами грибка. Из мрачно анфилады слышались приглушенные голоса, в том числе женские, и Сигалов быстро пошел вперед. Его окружали стеллажи с потрепанными корешками книг, которым не хотелось даже прикасаться. В читальном зале сидело человек двадцать. Разбившись на три группы, люди что-то негромко обсуждали. Здесь было несколько студентов, таких же, как и те, что приехали с Виктором. Была пара интеллигентных пенсионерок, еще какие-то неприметные физиономии. Мальвины не было. «Это Сигалов, автор нашего скрипта», представила его активист. В читальном зале раздались жидкие аплодисменты, все повернулись к Виктору. «Вам нужно уходить отсюда», отрывисто произнес он, «и забудьте о своем движении, его больше нет». На лицах отразилось разочарование, присутствующие ждали от него чего-то другого. «Вы слишком дорого заплатите за свой блэкаут, пока не поздно уходите». «За свой, простите, что?» спросила какая-то старушка, «за светопреставления». «Мы готовы к штрафам, мы уже нашли адвоката и собрали деньги, мы готовы ко всему». «Какие штрафы!» в ужасе прокричал Сигалов, «вас расстреляют при захвате». «Такого вздора я еще не слышала, вы, молодой человек, заигрались и потеряли связь с реальностью». Читальный зал загудел. «Вот это реальность!» Виктор махнул рукой на неровные стеллажи. «Это, это же... Куда ты меня привел?» ряфкнул он на активиста. «Мы поздороваться остановились, а вообще-то нам дальше», показал тот на узкий коридор. Виктор бросился вперед, толкнул дверь и очутился по другую сторону здания в каком-то захламленном пространстве. Сюда же выходил хозяйственный двор овощной лавки, терпевший, судя по амбре, колоссальные убытки. Вокруг был только неровный забор, покосившиеся стальные ворота и недуши». Сигалов устремился к воротам. Снаружи оказалась узкая асфальтовая дорога, опоясавшая склады и служебные территории магазинов. За этой улицей без названия начинался огромный пустырь, упиравшись в далекую новостройку. В паре сотен метров от дороги стояли два контейнера, вокруг копошились какие-то люди. «Да-да», подтвердил активист, «она там, но лучше бы ты ее не трогал, скриптер. Если снова ее расстроишь, нас не затруднит объяснить еще раз. Втроем даже ребра сломать не смогли», отважно подумал Сигалов, пускаясь в забег по пересеченной местности. Все здоровье на книжке угробили, рыцари, буквы и пыли. Виктор кривил душой, бока у него ныли изрядно и внутри что-то екало, с каждым шагом все сильнее. Но с каждым шагом Сигалов был все ближе к Мальвине, поэтому он не останавливался до тех пор, пока не дотянулся до ее плеча. Она вздрогнула и обернулась. Посмотрела на его ладонь, потом в глаза и молча сбросила руку. «Ну вот что», строго сказал Виктор, «это все оставим на потом, а сейчас мы просто уедем отсюда. И все эти люди тоже. Пацаны, расходимся», объявил он. На него даже не взглянули. Несколько человек продолжали выгружать из контейнеров старые автомобильные покрышки. Двое мужчины разносили лысую резину по размеченной колышками площадке. Работали они быстро и слаженно. На первый взгляд могло показаться, что они заняты чем-то осмысленным. Мальвина стояла в сторонке и изредка снимала эту деятельность на коммуникатор. Над башенными кранами вдалеке пролетел вертолет. Полицейский или нет, на расстоянии Сигалов не понял. Он обошел Мальвину и встал прямо перед ней. Она попыталась отодвинуться, но Виктор ей не позволил. «Где ваши специалисты?» спросил он. «Какие еще специалисты?» нехотя отозвалась Мальвина. «По обрушению сети. Инженеры, кодеры и все остальные». «Сигалов, уймись!» неприязненно проговорила она. «Там старухи в избе читальни. Я даже не пробовал их убедить, но тебя обязан. Это ваше шоу, которым вы собрались привлечь внимание, оно будет воспринято совсем не так, потому что есть что-то такое, чего вы не знаете. Никто не знает, но те, кто знает, запишут вас в террористы и поступят с вами, как с террористами, потому что вы на самом деле угрожаете всему человечеству». Мальвина отклонилась в сторону и, выставив трубку, крикнула. «Вадик, улыбнись! Повыше колесо поднимите, ты ведь можешь!» «Наверное, нескладно вышло», пробормотал Сигалов, «но я не успею все объяснить. Если начинать с самого начала, это займет... Ванечка, теперь ты!» Мальвина снова вывернулась, чтобы сделать еще один снимок. «Давайте вдвоем!» «Нет, так Пашку не видно!» «Что они делают?» Виктор нервно оглянулся. «А что ты здесь и лишь сейчас заметил, что стоит в луже и мгновенно вспомнил, как тащили комуту убитого лаврика. Из всей жизни, из всех впечатлений почему-то всплыло именно это, фрагмент скрипта, загруженный от лица другого персонажа. Наверное, это было неспроста, наверное, он за что-то расплачивался. Он только не мог понять, за что». Сигалов взял Мальвину за талию, нагнулся и резко завалил ее себе на плечо, как мешок с картошкой, затем встряхнул, укладывая поудобней и направился обратно к библиотеке. Он думал, Мальвина будет брыкаться, но она не сопротивлялась. Только тихо спросила, когда он прошел уже метров двадцать. «Чего творишь-то? Всех я спасти не могу, только тебя, а ты можешь спасти остальных. Скажи им, пусть разбегаются, цветопреставления вам не простят». «Да что в нем такого? Это мелкое хулиганство. Мы с адвокатом проконсультировались. Будет штраф, переживем. Будет спецназ, и он всех положит». «За что? За костер на пустыре?» «А как же светопреставление?» «Это оно и есть. До вечера выложим покрышки, когда стемнеет подожжем». «И зачем?» буркнул Сигалов. «Тебе длинный ответ или короткий?» Виктор поднял голову. «Доворот было еще далеко». «Длинный», сказал он. «Горячий логотип даже из космоса. Его заснимет куча спутников. Завтра все это будет в сети». «Поддержка бренда?» «Ясно. Гипностику, рост акций, движение, бесплатная реклама и еще так, на карманы расходы. Они восстановят библиотеку». «Ради чего?» Мальвина промолчала. «Не устал?» спросила она еще через полсотни шагов. «От тебя нет». Под ребрами что-то отчетливо пульсировало, и Сигалов решил, что это должно быть селезенка, хотя он понятия не имел, где она находится. «Позвони своим, пока не поздно», сказал Виктор. «Пусть все отменят». «Они не послушают, я им не начальница». «А кто ты им?» «Да никто». «Сочувствующая девушка со связями». «Они тебя любят, они молодцы, несмотря на то, что идиоты». «Почему идиоты?» «Что ты к этим покрышкам привязался?» «Да если б к ним». «Про покрышки знаешь только ты, несколько мужиков и бабуля в библиотеке». «А комитет видит не костер на пустыре, комитет видит блэкаут». «Почему?» «Потому что индекс так показывает, а индексу верят больше, чем тебе». «Так и задумано, поняла?» «Ни слова», призналась Мальвина. Виктор пересек пустую дорогу, прошел через ворота и оказался в пахучем дворе. «Дальше я сама». «Нет», отрезал он. «Я бы еще повисела вниз головой, но не хочу, чтобы в библиотеке видели». «Самому туда неохота». Сигалов свернул к эстакаде овощного магазина. «Когда он с Мальвиной на плече появился в торговом зале, два продавца и три покупателя сначала растерялись, а потом устроили овацию. «Я сегодня прям звезда», заметил Виктор. Он с удовольствием бы раскланялся, но сил оставалось только на то, чтобы кое-как переставлять ноги и удерживать на плече ношу. Сигалов прошел магазин насквозь и встал на тротуаре. «Вытяни руку, мы ловим такси», сказал он. «Куда едем? Подальше отсюда». «А если ты не прав?» Виктор присмотрелся к баражирующему в небе вертолету. «Я прав». Таксисты этот район, похоже, не любили. Сигалов невольно вспомнил, как лихо он тормознул на дороге кроссовер в тот раз, когда у него был пистолет. Тогда он тоже увозил Мальвину, и это было одним из самых светлых воспоминаний, хоть и таким же ненастоящим, как и большинство других. Достав свободной рукой коммуникатор, он пролистал список контактов. «Ну все, отпусти, уже не смешно», попросила Мальвина. «Я и не смеюсь. Отпущу, когда буду уверен, что ты едешь со мной». Коновалов ответил так быстро, что наверняка услышал окончание фразы. «Хорошо, что позвонил. Я сам уже собирался». Голос куратора Виктору не понравился. «Игорь Сергеевич, я нашел ответ». «Любопытно. Просвети». У тротуара наконец-то остановилось такси. Виктор сгрузил Мальвину на сиденье и жестом попросив водителя подождать, отошел в сторону. «Выключите индекс», сказал он куратору. «Немедленно». «Такой у тебя ответ. Это и есть решение проблемы». «Вы как будто разочарованы». «Это еще слабо сказано. Ты знаешь, как мы относимся к предателям. Хуже нет, когда бьют в спину». «Что?» «Кто предатель? Вы на кого намекаете, Игорь Сергеевич?» «Разве намекаю? Я говорю прямо». «Объясните». «Может, это ты объяснишь. Как там бункер поживает? Ой, какой еще бункер, правда?» «Что? Какой еще бункер?» «Вот», удовлетворенно протянул Коновалов. «Играй до конца, если уж начал. Только помни, с кем играешь, щенок. Думаешь, так сложно отслеживать твои перемещения? Ты два раза прошел рядом». «Рядом с чем?» опешил Виктор. «С бункером». «Господи, да это же подстава! При чем тут бункер?» «Игорь Сергеевич, послушайте меня, просто послушайте. Рамку помните? Рамку для фотографии, из-за которой я увидел, что случилось с Майской. Рамки не было. Это ложный прогноз, ее не могло быть. Но это не ошибка, нет, он это сделал специально. И с движением он делает то же самое. Вы ждете блэкаута? Прогноз уже видели, да? Не будет никакого блэкаута, они там покрышки старые жгут». Сигалов расхохотался. «Это все, на что они способны, сожгут мусор и по домам. Отзовите полицию, там одни старики да студенты». «А что ты о них печешься? Испугался, что заказов от движения больше не будет? Да, как видишь, это тоже известно. У тебя ни от кого заказов не будет. В ближайшие три дня ты безработный, а дальше сам знаешь». «Вы меня уже с движением связали?» «Ты сам себя связал». «Индекс вас отвлекает, как вы не понимаете. Он подсовывает вам ложные цели, дает фальшивые прогнозы, это не ошибки. Он таким образом формирует реальность. Индекс не может на нее повлиять физически, он все делает вашими руками. Якобы спасенные рейсы, вы уверены, что те самолеты упали бы. Вы же так и не выяснили, были там поломки или нет, но перестраховались и ладно, никто не пострадал. А сейчас, через три дня будет закат и его вызовет индекс». «Я не сомневался, что ты дойдешь и до этой теории». «Это не теория, это план, который он выполняет шаг за шагом. Сначала он приучил вас верить в свои прогнозы и, скорее всего, он не врал. Если вы где-то его не послушали, то потом могли убедиться, что он был прав. А когда вы оказались у него на крючке, индекс начал скармливать вам всякую чепуху вроде авиакатастроф. Проверять вам уже было страшно, проще подчиняться по его воле, чем рисковать людьми. А дальше он заставит вас самих совершить ошибку. Это произойдет 31 числа. Знаете, почему вы не видите этот день в индексе? Потому что он еще не решил, по какому пути идти. У него для вас есть несколько ложных прогнозов, и один из них будет выбран случайным образом в последний момент, когда у вас не останется времени. Эта монетка, зависшая в воздухе, он специально не дает ей упасть. Индекс приучил вас верить всему, что он показывает. Смотрите, сейчас полиция начнет расправляться с кучкой сумасшедших, до которых еще вчера не было никому дела. Все вашими руками. Вы сами устроите его слушать. Не надо из меня тут изверга делать. Нас тоже шокировала жестокость полиции в прогнозе, и чтобы не доводить до такой крайности, чтобы не было жертв, мы действуем на опережение. Мы не допустим блэкаута, и не будет никакой стрельбы. Вы всех арестуете, и прогноз о жертвах станет неверным. Вы это знаете, но все равно действуете, исходя из прогноза. Вам может показать вам что угодно, вне всякой логики, и вы поверите. Он превратил вас в наркоманов, вы жить без него не можете. Отключите индекс, Игорь Сергеевич. Если бы захотел, не смог бы. У меня нет таких прав. Тогда поезжайте в клинику, отключите Кирилла. В трубке повисла тишина, настолько глубокая, что Виктор проверил коммуникатор. Связь не прерывалась. Я и правда старею, нарушил молчание Коновалов. С Шмелевым ошибся, с тобой ошибся. Молись на брата. Если бы мы не боялись его разозлить, тебя самого уже два раза отключили бы и закопали. Больше не звони, твой пропуск аннулирован. Да, и напоминаю, на всякий случай, бункер будет затоплен. Ты так ничего и не понял, старый осел! Коновалов уже сбросил звонок. Таксист медленно тронулся и подъехал к Сигалову. Мальвина открыла дверь. Надо уезжать, встревоженно сказала она. Виктор сел в машину и водитель с радостью нажал на газ. По встречной полосе уже катила полицейская колонна, а в небе давно висел второй вертолет. Сигалов увидел, как Мальвина провожает зачарованным взглядом броневики и прижал ее к себе. В конце колонны ехало два пустых автобуса для задержанных. Это вселяло надежду. Что же теперь будет? спросила Мальвина. До конца мая все будет прекрасно. А в конце тридцатого у меня день рождения, улыбнулся Виктор. А потом дальше. Дальше тоже будет неплохо, пообещал он. Но сначала скрестил в кармане пальцы. Эпизод девятнадцатый Последние два дня были самыми счастливыми. Наверное потому и счастливыми, что последними. Виктор никому не звонил и сам ни от кого звонков не ждал. И ему не звонили тоже. Мир за окном словно замер, набирая воздуха перед прыжком в прорубь. У Мальвины была лоджия, выходив на тихую улочку и даже если на выездах из города уже давились в пробках груженные скарбом джипы, то здесь в районе сиреней и тополей все оставалось по-прежнему. Квартира у Мальвины была даже меньше, чем у Сигалова, но гораздо уютнее. Впрочем, мужских рук она явно не ведала и это Виктору страшно нравилось. Он то и дело начинал прикидывать, что куда передвинуть и что как перевесить, потом неизбежно вспоминал о закате и бросал эти мысли, но через минуту, забывшись, возвращался к ним вновь. Он не мог смириться с тем, что время уходит и проклинал тот час, когда обо всем узнал, и хотя он старался не подавать вида, Мальвина что-то такое уловила. Она ни о чем не спрашивала, но постоянно просматривала новости в коммуникаторе, объясняя это профессиональной необходимостью. Паники, конечно же, не было. Ни давки на трассах, ни провокационных сообщений в сети. Комитет свое дело знал. О движении против зомбирования говорилось вскользь, мол, полиция задержала несколько хулиганов, пытавшихся поджечь свалку на окраине. Виктор все еще поглядывал на часы и, приняв решение, с обеда начал дозваниваться до Шагова. Алексей не отвечал, то ли обиделся на упреки в пьянстве, то ли продолжал Сигалов, понял, что придется ехать. «Вернусь через два часа», сказал он Мальвине. «А если не вернешься, тогда позвоню. А если не позвонишь, значит, меня нет в живых», улыбнулся Виктор. «Тебе нужно что-то делать с чувством юмора», строго проговорила Мальвина. «Я к твоим детским шуткам никогда не привыкну». Он и не шутил. По дороге Сигалов то и дело оборачивался, но слежки не заметил. Он хотел даже попросить таксиста сделать крюк, но вовремя одумался. В кармане лежал коммуникатор, лучший шпион в мире. Виктор протер рубашку и кран, еще раз набрал Алексея, снова бестолку, и дал себе слово больше не нервничать. Задержать или застрелить его могли еще позавчера. Было бы желание, но пока комитет зависел от Кирилла, бояться Виктору было нечего. Вот только покоя эти рассуждения не приносили. Он каждую секунду чего-то ждал, но ничего особенного не происходило, и это лишь усиливало напряжение. Виктор словно скользил по оледенелой лестнице. Обратного пути не было, он знал это еще утром, когда решился. Теперь же, поднявшись в квартиру Шагова, Сигалов получил зримое подтверждение. Входная дверь была выбита и кое-как приставлена на место, а проем переклеен желтой лентой, крест-накрест, точно за ней что-то перечеркнули, окончательно, навсегда. Виктор сдвинул тяжелую дверь и протиснулся внутрь. Шагов редко занимался уборкой, но чистый пол был его пунктиком, здесь всегда ходили босиком. Сейчас в квартире была натоптана, как в конюшне. Сигалов заглянул на кухню, все шкафы были раскрыты, даже микроволновка зияла темной, запекшейся пастью. Леха питался полуфабрикатами и не любил выносить пустые бутылки. Вот какой вывод напрашивался после беглого осмотра, но что здесь можно было искать? Сигалов перешел в кабинет, ему сразу бросилось в глаза отсутствие рабочей станции. Кровь он заметил уже потом. Большое пятно, накрытое черной пленкой. Крови было много, она вытекла из-под пластика двумя ручьями и собралась в лужице, и уже успела высохнуть. Виктор суеверно оглянулся на окно и сразу заметил что-то на стекле, в том самом месте, о котором знал заранее. Круглое отверстие в тонких лучиках трещин. Сигалов его уже видел. Он повернулся к постеру на противоположной стене и обнаружил темные засохшие потеки на стальной груди робота-романтика. Некоторых выбивали снайперы, так сказал один из охранников Керенского. О чем он тогда говорил? О движении или нет? Виктор не мог вспомнить и даже не пытался, потому что за этим маячило такое открытие, которое ему делать не хотелось. Сигалов обошел пятно по кругу. Снова посмотрел на окно и на стену. Картина повторяла начало скрипта, которым наивный Леха пытался его удивить, вот только плакат с роботом был не оттуда. Этот плакат был из реальности и все остальное сейчас тоже оказалось по-настоящему. Кирилл был скупым сочинителем, он мало что выдумывал, предпочитал все брать из жизни. Виктор приблизился к столу. От рабочей станции остался пыльный прямоугольник, ящики были выдвинуты, а все их содержимое перерыто. Полка болталась на одной петле, и книги свалились в кучу. Виктор принялся их разбирать, пока не нашел брошюру, как стать успешным морфоскриптером. бестселлеров. Это было бы чудом, Сигалов и не надеялся. Закрыв глаза, он перевернул книгу корешком вверх и медленно пролистал ее над столешницей, пока не услышал тонкий звук упавшей пластмассовой карточки. Кто бы не проводил здесь обыск, отсюда вынесли все, на чем можно было записать хотя бы байт, забрали даже старые немули, но карту памяти со скриптом Шагова они так и не нашли. Виктор судорожно схватился за коммуникатор и понял, что задерживаться здесь больше нельзя. Ехать к себе домой было тоже опасно, а квартиру Мальвины он и вовсе не рассматривал. Сигалов перебрал все возможные варианты и с сожалением признал, что в свои без малого 25 не может обратиться за помощью никому. Мальвине он все-таки позвонил, но не раньше, чем добрался до крыши многоэтажки на площади Чехова. «Даже не опоздал», заметила она. «Приезжай посмотреть на Луну», сказал Виктор. «В прошлый раз не получилось, а сейчас должно, скоро стемнеет». «Ты это серьезно?» «Очень». «Ну, хорошо». Сигалов стиснул зубы. Он был уверен, что его прослушивают, а понимать друг друга с полуслова они с Мальвина еще не научились. Он не знал, как ей намекнуть, чтобы она привезла рабочую станцию. «Кстати, пока тебя не было, я скрипт сочинила. Уже второй, он лучше». «Так быстро?» «Я его давно креативила, сейчас закончила». «Отлично, бери его с собой». «А разве трубка скрипт потянет?» «Трубка нет, конечно. Бери рабочую станцию, она же у тебя маленькая». «Вот прям со станции ехать», усомнилась Мальвина. «Обязательно. И немуль не забудь». Виктор нетерпеливо прошелся по крыше туда-сюда и плюхнулся на старый диван без ножек. Посидел, пока не устала поясница, снова вскочил, снова прогулялся от края до края и почесал спину об угол жестяной надстройки. За этим занятием Мальвина его и застала. «Привезла?» спросил Сигалов. «Зачем ты замок выломал? Дождался бы меня. Вместе бы вышли. А теперь и не замок сменят. Надо будет новый ключ доставать». «Привезла?» повторил Виктор. «Обещала же. Только пока рано». «Рано?» «Как бы поздно не оказалось. Уже ведь половина одиннадцатого», кивнула Мальвина. «Еще склеротик? Вот наступит и отдам. Это же подарок. Скрипт, а не станция», пояснила она со смехом. «Не будем формалистами». «Будем. Раньше нельзя. Плохая примета». Мальвина села на диван и положила сумочку рядом. Виктор заглянул внутрь. Станция была там, немуль тоже. Полтора часа. Еще полтора часа? Он вздохнул и тоже уселся. «Почему крыша?» сказал он. «Что здесь такого?» «Это ты у меня спрашиваешь?» «В первый раз, когда ты меня сюда привела. Тогда ты не стала отвечать». «Я и сейчас не хочу. Это немножко глупо». «То, что надо». «Пара глупых историй не повредит, а то я уже комплексовать начинаю». «Сам нарвался», мстительно проговорила Мальвина. У движения был один помощник, сочувствующий, вроде меня. «Не знаю, откуда он, чуть ли не с комитета сетевой безопасности». Виктор напрягся. «Этот помощник сказал, что где-то построена машина», продолжала она, «которая предсказывает будущее». Виктор понял, что напрягался рано, а вот сейчас, кажется, было самое время. «И он иногда сообщал нам о событиях, которые произойдут через несколько дней», добавила Мальвина. «Что конкретно?», прохлепел Сигалов. «Всякое, в основном ерунда, но она сбывалась. Результаты футбольных матчей, например. Наши сначала не верили, а потом стали на тотализаторе играть и всегда выигрывали». «Да, это тебе не лотерея, рассказывай дальше». Потом он начал предсказывать акции. «В смысле, на бирже? Курсы акций?» «Да нет же, акции движения. Они сами ничего толкового придумать не могли, все». Помощник подавал идеи, значит. Он их предсказывал. А никого не смущало, что тут получается логическая петля. Ты поджигаешь покрышки, потому что кто-то предсказал, что ты подожжешь покрышки. Что в этом особенного? «Ты правда не понимаешь?» загорячился Виктор. «Вот живет человек, собирается прожить еще долго. И тут ему говорят, завтра ты спрыгнешь с крыши. Таково предначертания. Он лезет на крышу и бросается вниз. Выходит, что Оракул был прав, все сбылось. Но сбылось только потому, что он рассказал будущее. Если бы Оракул помалкивал, тому человеку и в голову не пришло бы прыгать с крыши. Постой-ка, это то, что я подумал про крышу? Мальвина опустила глаза. Он сказал, что первый рекламный скрипт для движения сделает Сигалов. Мы понятия не имели, кто такой Сигалов. Извини. Потом навели справки и выяснили, что это самый крутой морфоскриптер. Не надо лезть. Эти мозоли давно отдавлены. Да какая лезть? Никто ему не поверил, конечно. Тогда он сказал, что Сигалов сам подойдет ко мне в Останкино и назовет меня Джульеттой. Чужие этого имени не знают. Оно как пароль. И ты подошел и назвал. Про крышу тоже было предсказано. Раньше я здесь часто бывала. Решила, почему бы и нет. Лучше, чем выхлестать пять чашек кофе и потом бегать по туалетам. Значит, из-за того, что все было предсказано. Только не начинай снова, слышишь? Я не получала инструкции ложиться с тобой в постель. Я могла неожиданно рассмеялась. И больше про нас ничего предсказано не было. Виктор испытал леденящее чувство, похожее на детский ужас от бесконечного звездного неба. Оказывается, что даже погрузившись в индекс с головой, он увидел лишь малую часть из того, что было спланировано и разыграно. Сколько событий произошло по единственной причине, по воле индекса, он не мог и представить. С покрышками-то что было предсказано, поинтересовался Сигалов. Идиотская ведь затея. Со всех сторон идиотская. Безвкусно, никто не спорит, но помощник сказал, что все пройдет на ура, гипностик отвалит движению денег, и те отремонтируют старую библиотеку. Вообще-то она им не нужна, книг они тоже не читают, но им хочется совершать благородные поступки, а мир предлагает только одно, быть винтиком в системе. Ты уходишь в свои вымышленные миры, а что делать с остальным, кто не умеет или не хочет? Сигалов вдруг подумал, что Мальвина одной фразой описала всю его жизнь. Она видела его насквозь и оставалась с ним. Где бы он еще нашел такую девушку? Таких больше не было. Я, наверное, только из-за этого движением интересовалась, проговорила Мальвина. Какая из меня активистка? Однажды полчаса постояла с ними на площади и уехала, надоела. Тем более скрипты сама пишу. Кривенько пока, но я же начинающая. Научусь тоже зомбировать население буду, хмыкнула она. Виктор не знал, благодарить ли ему индекс за то, что заморочил голову и вынудил разыскать Мальвину, или проклинать за то, что так легко их поссорил, подбросив ненаписанную записку в несуществующие рамки, или все-таки благодарить, что напугал до смерти лживыми прогнозами о блэкауте и заставил вытаскивать Мальвину из мясорубки, которую никто устраивать и не собирался. Главное, чего страшился Сигалов, это следующие звенья в цепи, о которых он пока не догадывался. Какие бы потери, какие бы приобретения не были запланированы индексом, все это нужно было прекратить. «Эй, ты не слышишь, что ли?» Мальвина опихнула его коленкой в ногу. «С днем рождения!» «Уже 30-е!» «Быстро время пролетело, да?» «Вот и последние сутки пошли», с грустью отметил Сигалов. «Ну, сколько еще намекать? Забыл?» «Нет, конечно», бодро произнес Виктор. «Давай его сюда». Мальвина достала из сумочки портативную станцию и, прижав к груди, предупредила. «Только не смеяться!» «А, и про гипностик еще вспомнила!» «Я уже выходила, не успела посмотреть, они там что-то эпохальное затевают, пресс-конференцию ночную собрали, умеют же люди пузыри надувать!» «Ночную?» В память у Виктора откликнулось что-то смутное, но крайне тревожное. «И о чем она?» «Посмотри сам, наверное, уже все закончилось». Сигалов оторвался от рабочей станции и достал коммуникатор. «Где это искать?» спросил он. «Ты что, маленький совсем?» «Это как телевизор, только в кармане». «Телевизор, который всегда с тобой», усмехнулся Виктор. «Я такие новости не смотрю». «Да вот же!» Виктор торопливо пролистал снимки. Те, кого можно было принять за журналистов, оказались участниками пресс-конференции. Журналистов было значительно меньше, и они, похоже, вообще не поняли, для чего их собрали. За длинным столом в лучших традициях официоза восседало руководство гипностика. Сигалов просмотрел панораму до конца и уже собрался перейти к следующему кадру, когда вдруг заметил за столом еще одну личность, не менее знакомую. Александр Александрович Керенский со скудным видом теребил свои усики. Виктор медленно прокрутил панораму обратно и во втором ряду разглядел Коновалова, сидевшего между Аркашей Авериным и Егором Тумановым. Сигалов увеличил кадр и без труда узнал остальных. Всех, для кого он тестировал скрипты, с кем когда-либо креативил в соавторстве или вместе выпивал, или просто здоровался в коридорах гипностика. Компания мобилизовала лучших авторов, чтобы объявить о запуске самого масштабного и самого дорогого сериала в истории. Люди из КСБ были представлены как разработчики новой мультимедийной платформы. «Это что-то важное?» спросила Мальвина. «Почему ночью? Зачем такая горячка?» «Потому что горячка и есть», мысленно ответил Виктор, но вслух ничего не сказал. Это был отчаянный шаг комитета в последние ясные сутки перед закатом. Что будет 31-го числа не знал уже никто. Но многие так или иначе оказались посвящены в проблему и их нужно было успокоить. Вот и снялся Керенский на фоне армии скриптеров, мол, все под контролем, работа кипит. Однако если бы он действительно что-то контролировал, то не привлекал бы новых людей. Что они изменят? В лучшем случае утром их всех уложат на места наблюдателей и попросят искать в индексе что-нибудь необычное, как до этого просили Виктора. Сигалов не знал, какой фокус им покажет Кирилл, но мог поручиться, что выглядеть это будет убедительно. Если прогноз увидит не один скриптер, а сразу сотня, кто станет в нем сомневаться? Возможно, вот так закат и начнется. Зачем проводить пресс-конференцию ночью, не унималась Мальвина? Что все это значит? Ровным счетом ничего. Завтра будет много пробок, вернее немного, столько, сколько положено. Виктор надел немуль. Ну что, где твое творение? Перед тобой. Это было как стихи. Он летел сквозь поток образов, не связанных ничем, кроме одного чувства, и это было о них двоих. И это было бесконечно. Он проходил тот же путь снова и снова, каждый раз удивляясь чему-то неизвестному, возникавшему ниоткуда, из тех же образов, что он видел секунду назад, но иначе, с другой стороны. И это было невыразимо. Это была тайна и сожаление, и ускользающий горизонт, и возвращение назад, и снова, единственное, неповторимое сейчас. Он хотел бы сказать Мальвине то же самое, но он не знал таких слов. Виктор снял немуль, и долго решал, что на это ответить. Смотрел то под ноги, то в небо, потом понял, что подбирать слова действительно бесполезно, и просто обнял ее. «Если ты не будешь продолжать писать такое, я запру тебя в подвале и заставлю силой, поняла?» «Поняла», пискнула Мальвина, «а помогать будешь?» «Я не могу это трогать. Это мотыльки, а моими руками только уголь грузить, но я буду твоим поклонником, вечным и строгим, так что не расслабляйся, а сейчас у меня есть еще одно дело». Виктор извлек из кармана карту памяти и, вставив ее в рабочую станцию, снова натянул на лоб обруч. «Смотри, а вот и луна!» Мальвина показала пальцем на огромный светлый диск. «Прямо к нам подкатилась». Сигалов на секунду задумался и внес в скрипт Шагова поправку. Незначительную, но без нее было бы трудно, хотя все равно будет трудно, он это знал. «Получается, не стоило нам слушать помощника?» спросила вдруг Мальвина. «Ну того, с рассказами о будущем». «Не стоило», подтвердил Сигалов. «Но не слушать вы не могли, так это и работает». «Я как чувствовала. Кстати, если верить Данте, то гадалки и прорицатели томятся в предпоследнем круге ада». «А кто в последнем?» «Предавшие родственников, ну и вообще любых доверившихся». «Зря спросил», подумал Виктор. «Но если не получится, окажемся с братом вместе». Он поправил немуль и прислонился к стене. «Ни при каких условиях не выключай станцию и не снимай с меня обруч». Мальвина в шутку помахала ему рукой. «Не волнуйся, я буду ждать». «Это самый лучший драйвер», сказал Виктор. «Значит, вернусь». Эпизод двадцатый Под огромным фикусом стоял поцарапанный белый рояль. На улице то и дело проезжали трамваи, пыльное стекло в рассовшейся деревянной раме непрерывно дребезжало. Эта вибрация передавалась стенам, ползла по полу, казалось, что она стремится заразить всю комнату. Солнце даже сквозь муть немытого окна неистово жгло затылок, словно вбивало в него горячие гвозди. Виктор тронул голую лампочку на длинном шнуре, та печально звякнула и закачалась, как одинокая елочная игрушка. Леха любил свои креативы. Каждую ерунду он делал с душой. «Ерунда, но с душой», вслух повторил Сигалов. Он решительно подошел к стене и снял с нее ружье. На выгоревших обоях осталась тень от двустволки, провисевшей тут по замыслу Шагова не один десяток лет. У Виктора же в руках было нечто иное, единственная поправка, которую он позволил себе внести в скрипт Алексея, не идти же с охотничьим ружьем в самом-то деле. Виктор щелкнул пальцами и слева возникло контрольное меню. Он повернулся. Список команд проследовал за ним, оставаясь под левой рукой и выбрал выход. Старые обои протаяли до гладкой стены и Сигалов оказался лицом к лицу с мальвиной. Воительница на постере смотрела ему прямо в глаза, уверенно и бесстрастно. На ее ресницах тускло мерцал пепельный снег. Снег завалил все вокруг. За спиной девушки не осталось ничего, кроме снежных холмов, серых на солнце и черных в тени. По бокам от нее сидели два волка в стальных масках, призванных скрыть их абсолютное сходство. На этом плакате все было сказано сразу, с самого начала, но так, что понять это Сигалов смог лишь сейчас. Он был в правильном месте. Виктор сравнил свое ружье с тем, что держала нарисованная мальвина. Он не был уверен, что безошибочно воспроизвел хайтековский рельеф из ствола и хотя принципиального значения это не имело, Сигалов стремился, чтобы его оружие вышло таким же, как на постере. Ведь это и было его оружие. Пузатые застренные цилиндры в патронташе оказались не боеприпасами, а сменными батареями к пушке Гаусса. Патроны же были и вовсе не нужны. Пушка стреляла твердым кислородом, который она аккумулировала из воздуха. Эта идея могла бы воодушевить конструкторов из оборонки, но в представлении 12-летнего Вити Сигалова, сочинявшего постапокалиптический эпос «Окунись в ад», устройство ружья было безупречным. И сейчас он просто вернул свою собственность, поместив в пыльный декадентский пролог Шагова то, что могло пригодиться здесь, в скрипте близнеца. Уж очень ему не хотелось опять таранить фуру с апельсинами, он это делал столько раз, что опасался заработать диатез, поэтому план был немного другой. Сигалов развернулся к окну и придавил удобный спусковой крючок. Стекло вздулось пузырем и, распавшись на тысячи осколков, с грохотом вылетело наружу. Теперь следовало подождать, когда люди на улице сообразят вызвать полицию. А чтобы соображалось быстрее, Сигалов выглянул из оконного проема и сделал еще три выстрела, превратив три машины на стоянке в смятые конфетные фантики. Стрелять из пушки Гаусса было легко и приятно. Неудивительно? Ведь такой он ее и придумал. Вряд ли кто-то из патрульных осмелился бы палить снизу по окнам двадцать шестого этажа, но Виктор решил не скушать судьбу и, отойдя вглубь комнаты, присел на стол. В отличие от реальности рабочую станцию Шагова здесь никто не изымал и в ящиках не копался. Полка висела ровно, книжки на ней стояли плотно и аккуратно. Только одной, кажется, не хватало. Брошюра, как стать успешным морфоскриптером, лежала рядом со станцией, будто хозяин кабинета пользовался ею постоянно и не хотел убирать. Сигалов машинально взял ее в руки и пролистал. Вначале ему показалось, что самоучитель превратился в поэтический сборник. Он видел только узкие столбцы текста, сдвинутые к центру, но, прочитав первые же две строчки, Виктор понял, что стихами тут не пахнет. Кроме этих двух строк в книжке ничего не было. Они повторялись на всех страницах от первой до последней. Мне пришлось это сделать и мне придется продолжать. Скотина! выдавил Сигалов и запустил книжкой в окно. Полиция, как выяснилось, уже подоспела. В доме напротив устанавливали высокий станок, похожий на штатив для подзорной трубы. Они даже не опустили жалюзи, значит, квартира Шагова была уже заблокирована. Рассеянность снайпера, что обустраивался через дорогу, можно было принять и за пустую угрозу, если бы Виктор не знал, что случилось с Лехой. Вероятно, все было именно так. Неспешное приготовление, доклад, ожидание приказа, подтверждение приказа, палец на спуск и клок волос медленно сползает по постеру вниз. Виктор скинул ружье и выстрелил не целясь от живота. Окно в противоположной башне лопнуло и облако стеклянных осколков поршнем вошло в комнату, измельчив все, что там находилось. Сразу после этого на коммуникатор пришел вызов. Виктор Андреевич Сигалов? Да, это я. С вами говорит полковник Белкин. Давайте обсудим ваши условия. Полковник, простите за хлопоты, но разговаривать я буду с капитаном Коноваловым. До полковника я еще не дорос. И кстати, не нужно взрывать дверь. Могут пострадать люди. Сколько у вас заложников? Зовите Коновалова, он и посчитает. Надеюсь, капитан Коновалов в московской полиции только один, иначе устроим кастинг на вылет. Но Виктор Андреевич все. Сигалов убрал коммуникатор и на мгновение выглянув из-за простенка, сделал несколько выстрелов по полицейским автомобилям. Попутно он отметил, что внизу уже подъехала пара броневиков, но задерживаться в окне не стал, снайперы готовились не только в доме напротив. Коновалов перезвонил меньше, чем через минуту. Виктор Андреевич, можно просто Витя, мне так привычней. Хорошо, Витя. Коновалов помялся. Вы действительно готовы вести переговоры только со мной? Вас информировали верно, Игорь Сергеевич. Мы знакомы? Капитан старался держаться, но голос дрогнул. Нет, пока еще нет. Сколько у вас заложников и какие у вас требования? Вы неправильно поняли, Игорь Сергеевич. Разговаривать мы с вами будем не по коммуникатору, а лично, только лично. Я уже выезжаю, но я на другом конце города. Так поторопитесь же, господин капитан. Виктор пальнул в небо и сбросил вызов. Трубка тот час загудела опять. Это полковник Белкин. Мы выполнили ваши условия, связали вас... Мои условия? Вы их еще не слышали. И не звоните мне, полковник. Вы знаете, кто у вас переговорщик? Сигалов положил коммуникатор на стол. Трубка тут же завибрировала и поползла к краю, но Виктор дал себе лишнюю секунду, чтобы отдышаться и вытереть взмокшую ладонь. Рука со стволом устала гораздо меньше. Возможно, ему надо было податься не в скриптеры, а в оружейные инженеры. Да, Игорь Сергеевич, ответил Виктор. Я еду. Отрадно слышать. Виктор, то есть Витя, откуда вам известно мое имя? Что нас связывает? Во-первых, давайте будем последовательны. Витя это ты, а не вы. Иначе проваливаете со стилистикой. Во-вторых, что за хрень ты мне тут паришь, взорвался Коновалов. Щенок сопливый, ты что творишь? Бросай оружие и сдавайся, пока тебе мозги не вышибли. Наконец-то, Игорь Сергеевич, наконец-то. Как же я рад. Хотя переговорщик из вас посредственный. Краснобай третьей категории, я бы сказал. Тебе 24 года всего, оказывается. Уже 25. Но я обойдусь без ваших поздравлений, не нужно лицемерить. Коновалов ненадолго умолк, видимо, с кем-то совещался. Послушай, Витя, у нас есть информация, что ты там один. Виктор искренне рассмеялся. Я по-вашему сумасшедший? В точку. Ты просто сумасшедший сочинитель, слетевший с катушек на почве своих креативов. Ладно, капитан, считайте до трех. На счет три, по вашему сигналу в окно пойдет первая ласочка. Я к этому готов. А вы? Коновалов снова замолчал, а когда вернулся, от прежнего тона не осталось и следа. Ты сказал во-первых, во-вторых, будет? Чего ты хочешь, Витя? Записывайте. Полицейский броневик с полным баком, плюс еще две канистры, большая упаковка воды, десять килограммов золота в слитках, слитки должны лежать в прочной спортивной сумке и никаких жучков, естественно. Далее. Ну-ну, не разгоняйся, буркнул Коновалов. У меня тоже кое-что есть. Вопросы, всего лишь вопросы. Сколько человек у тебя в заложниках? Есть ли среди них женщины или дети, не дай бог? В каком они состоянии? Есть ли раненые? Нуждается ли кто-нибудь в помощи? Вы все увидите сами, раздельно произнес Сигалов. Быстрее готовьте броневик и сами там поднажмите. В знак доброй воли я отпущу первого человека, но не раньше, чем вы приедете. Осталось немного, сообщил капитан, вкладывая в эту фразу все возможные смыслы. Тогда до связи. Сигалов осмотрелся в кабинете. Штор на окнах не было, и это сильно все осложняло, но не настолько, чтобы Виктор отказался от своей затеи. Он сходил на кухню, выпил чашку воды, машинально заглянул в холодильник, захлопнул дверцу и вернулся в кабинет. Очередной звонок не заставил себя долго ждать. «Броневик готов», сказал Коновалов. «И золото уже погрузили», поинтересовался Виктор. «В спортивной сумке, как ты просил», уверенно соврал капитан. «Пусть они выведут броневик на середину улицы у меня под окнами, прямо на разделительную полосу, и чтобы ближе ста метров никого не было. Мой друг подойдет, проверит, все ли на месте, ну а я сверху посмотрю». «Что еще за новые условия?» возмутился Коновалов. «Я не прошу ничего сложного». «Для начала мне нужно знать, сколько у тебя заложников. Ты так и не ответил». «Я ответил. Вы пересчитаете их сами, когда приедете». «Мне остался буквально квартал». «Тогда тормозите прямо там и переключите меня на полковника Белкина». «Это Белкин», после паузы проскрежетало в трубке. «На чем основано ваше требование десяти килограммов золота? Вы блефуете, никаких заложников у вас нет». «Торговаться я буду только с капитаном», заявил Сигалов, «а вам я сейчас расскажу, как он попадет в квартиру с заминированной дверью. Это довольно просто». Виктор вкратце изложил свою идею и, не слушая ответ, выключил трубку. Затем еще раз сходил на кухню, напился воды и встал в дверном проеме перед кабинетом. Вертолет показался в небе минут через десять. Сигалов подозревал, что все это время ушло не на поиски борта. Он кружил над улицей уже давно, а на уговоры Коновалова. Капитан висел на 30-метровом тросе, а его плащ развивался как у супергероя. Издали перекошенное от ужаса лицо казалось волевым и решительным. Обе двери у вертолета были сдвинуты и кабина просматривалась насквозь. В ней находились только пилот и механик. Сигалов закинул ружье за спину и затянул магнитный ремень так сильно, как только смог. Вертолет завис над улицей. Коновалов раскачивался на тросе параллельно стене, громоздким матерящимся маятником, носясь под окном из стороны в сторону. Наконец его перестало болтать и механик включил лебедку, поднимая капитана до уровня этажа. От стены дома его отделяло метров семь. Виктор выглянул наверх и жестом велел пилоту приблизиться. Тот сдвинул машину так, что часть фюзеляжа зашла на крышу. Расстояние до Коновалова сократилось, но Виктор по-прежнему не был уверен в успехе. Пришлось снова перезванивать полковнику. «Свяжитесь с пилотом, скажите, чтобы он прижался еще ближе», велел Сигало. «Пилот опасается, что заденет тросом стену». «А за капитана полиции он не опасается? Мне лишних грехов не нужно. Если Коновалов сорвется, это будет не по моей вине». «Здесь все по вашей вине», ответил Белкин. Однако пилота он убедил, и вертолет подлетел еще метра на два, скрывшись из вида полностью. Сигало встретился взглядом с Коноваловым. «Повесите минутку, я всех приведу», заверил Виктор. «Я не запрыгну на подоконник», крикнул капитан. «Воздушного гимнаста, что ли, нашел? Мне на пенсию скоро, щенок ты! Стой! Стой!» Коновалов понял, что задумал Виктор, и вытянул руку, протест». Сигалов отошел к дальней стене и в последний раз, взглянув на постер с Мальвиной, разбежался до окна. Свободный полет занял меньше секунды. Готовясь к прыжку, Виктор объяснял себе, что главное не смотреть вниз, а как дошло до дела, он и не успел никуда посмотреть. Оттолкнулся ногой от края и тут же схватился за Коновалова. «Прикажите им, чтобы поднимали», сказал Сигалов капитану. «У меня руки заняты. Надеюсь, мои объятия вас не слишком шокируют». Коновалов взмахнул плащом, как летучая мышь, и высоко над головой включилась лебедка. Убедившись, что он держится крепко, Виктор начал раскачиваться. Первые движения дались с трудом и не принесли результата. Получилось лишь бессмысленное дерганье, однако вскоре амплитуда начала расти и дальше было намного легче. «Ты что творишь?» проорал Коновалов. «Мешаю снайперам», чистосердечно ответил Виктор. Дождавшись, когда они окажутся в крайней точке и сила тяжести станет поменьше, Сигалов на мгновение отпустил одну руку и сунул ее капитану в карман. Пистолет полетел в пропасть улицы. На крыше их встречала группа захвата. Трое бойцов с закрепленными страховками, уже готовые к броску, тросе парой тел. Лебедка продолжала работать, болтанка прекратилась, но теперь Виктор висел под самым фюзеляжем и вряд ли кто-то рискнул бы выстрелить, кроме разве что механика, свесившегося из кресла и тыкавшего в Сигалова стволом винтовки. Виктор завел руку за спину, нащупал на пушке спусковой крючок и, отклонившись, выстрелил. Заряд обжег ему ухо, снес механику над дверью. Обезглавленное тело вывалилось из кабины, но за мгновение до того, как оно отправилось вниз, Сигалову вдруг почудилось, что из разорванного горла торчит золотистая древесная стружка. Впрочем, нет. Кабина была забрызгана кровью так густо, что пилота уже не пришлось ни в чем убеждать. Забравшись в кабину первым, Виктор подал Коновалову руку, но прежде достал из-за спины ружье, вид которого был убедительней тысячи слов. Когда двери закрылись, в вертолете оказалось на удивление тихо. Сигалов ожидал совсем другого. «Летим отсюда», распорядился он, постукивая пилота по плечу, еще не остывшим после выстрела стволом. «Куда?» спросил тот. «Это нам капитан подскажет». «Правда, Игорь Сергеевич?» Коновалов, еще не отошедший от воздушного приключения, опустился на пол и растерянно хлопал себя по карманам. Сигалов устроился на откидном сидении позади пилота. Так он мог наблюдать за обоими полицейскими. Логичнее было бы усадить капитана вперед, благо место рядом с пилотом освободилось, но тогда Виктор не смог бы смотреть Коновалову в глаза, а ему хотелось. «Летим к вам в участок, Игорь Сергеевич». «Зачем?» напишил тот. «Может, я намерен сдаться?» «Так не сдаются», покачал головой Коновалов. «Три трупа на тебе, трое полицейских. Ты смертник, Витя. Считай это свершившимся фактом». У Виктора зазвонил коммуникатор. Он посмотрел на экран и, приоткрыв дверь, выкинул трубку в окно. «Полковник Белкин интересуется, будет ли четвертый и пятый?» пояснил он. «Ну так что?» «Не верите вы, значит, в раскаяние злодеев. Игорь Сергеевич». «При чем тут мой участок? Это дело городское, если не федеральное уже». «Вы скажете пилоту адрес, или он так и будет кружить, пока топливо не кончится?» «Почему это на меня свалилось?» спросил Коновалов. «Адрес!» крикнул Сигалов, наводя на него оружие. «Я...» «Я не помню». С ужасом проговорил капитан. «Давно там служите?» «Больше двадцати лет и не могу вспомнить». Коновалов посмотрел на Сигалова так, что тот поверил. «Не расстраивайтесь, объект без адреса, это бывает. Дорогу-то покажете?» «Чего же не показать? Сначала до таганки, а над развязкой налево». «Слышал?» обратился Виктор к пилоту. «Строго над дорогой, углы не срезать. Никаких газонов. Машину водишь?» «Да-да», энергично закивал тот, «вот и представь, что ты за рулем». «Почему я?» повторил Коновалов. «Зачем я тебе понадобился? Мы ведь не знакомы». Бабушка завещала мне найти и наказать того негодяя, который угнал ее Инстаграм. «Что?» «Что за хинею ты опять понес?» «Когда это было? Полвека назад и я не помню, что я брутфорсил Инстаграм. Хотя все возможно, конечно. Сколько лет прошло». Сигалов подсокал языком от восторга. Персонаж не был скопирован из реальности как набор формальных признаков. Кирилл прописал его на совесть. Впрочем, когда это он халтурил? «Твой броневик!» воскликнул капитан. «Тебе предоставили, что ты хотел? Зачем вот ты же сученыш!» скрилился Коновалов. Виктор задумался, не врезать ли ему прикладом по зубам, однако не стал этого делать или просто не успел. У капитана в плаще раздался вызов. Тот порылся в глубоком кармане и извлек трубку, но Сигалов ее тут же отнял. Беспокоил, разумеется, полковник Белкин. Виктор выставил статус «недоступен для всех абонентов» и просмотрел установленное в коммуникаторе приложение. То, что его интересовало, нашлось в самом конце. Они даже не старались мудрить с названием. Приложение «Закат» требовало активации. «Что это?» спросил Виктор, показывая капитану экран. «Не знаю», отмахнулся тот. «Какая-то игра, наверное. У меня полно мусора в трубке, никак не очищем». «Приложите палец. Вот к этому прямоугольнику». «Что, решил мы банковский счет выдать?» «Такая же мелочная мразь. Палец, пожалуйста», стальным голосом повторил Сигалов. «Да подавись», Коновалов прикоснулся к экрану. Виктор посмотрел на трубку. Активированное приложение не требовало ни пароля, ни дополнительной авторизации. Что с этим делать дальше, Сигалов пока не знал, поэтому, не выключая коммуникатор, спрятал его в кармане. «Уже таганка», сообщил пилот. «От развязки влево?» «Влево», подтвердил Коновалов. «Ого, а что там впереди? Авария? Как будто разлито что-то». «Рассыпано», мрачно произнес вопрос Виктор. «Апельсины». «И сколько машин-то побилось, боже мой!» «Тут памятник поставят». «Ну, не тут, конечно, в этом месте, я хотел сказать». «Слушай, Витя», нерешительно начал капитан, «вот смотрю я на тебя, ты вроде не похож на параноика, все у тебя продумано, все осмысленно, но как начнешь говорить», Сигалов рассмеялся. «Параноик самый мотивированный человек на свете, он тем от вас и отличается, что знает свою задачу, вот вы, Игорь Сергеевич, знаете свою задачу, а ведь она у вас есть в этом мире, и она до обидного мелкая, но вам кажется, что вы свободны в своем выборе, сами все решаете, а у меня наоборот, я реально свободен, но ясно сознаю свою задачу, и сейчас я ее выполняю, несмотря на то, что весь этот мир создан с единственной целью помешать мне. «Тебя ждет дурка, Витя, просто повтори это врачам, и ты не сядешь в тюрьму, ты заедешь в больничку, полагаю навсегда, надеюсь на это». Я очень долго мучился, зачем проложен этот маршрут до вашего участка, для чего он создан, заведомо непреодолимый, еще я думал, как Кирилл попадает сюда из индекса. Его же здесь нет, он приходит на время. Я мог бы ломать голову целую вечность, хотя вы-то знаете, что вечности у нас в запасе нет. Хотя вы-то как раз этого не знаете, но неважно. Я не мог найти ответ, пока не сложил эти вопросы вместе. Зачем нужен непроходимый путь, и каким образом здесь оказывается Кирилл? Коновалов ни черта не понимал, только хлопал глазами и нервно следил за пушкой Гаусса, опасаясь, что Виктор случайно нажмет на спуск. И от этого тупого моргания Сигалов получал особенное удовольствие. Таким образом, он словно мстил куратору за все его недомолвки про индекс. Это же клапан, Игорь Сергеевич. Он пропускает только в одну сторону, из индекса сюда. Обратно пройти невозможно, но с вашей помощью я это сделаю. Зачем ты мне все это говоришь? В вашем участке находится портал в Большой Мир, с чем я вас и поздравляю. На самом деле, тот Второй Мир тоже не настоящий, но он почти так же прекрасен. Ну-ну, безразлично отозвался Коновалов. Не боишься проснуться и выяснить, что ты всего лишь забыл выпить на ночь свои таблетки? Виктор любовно погладил ружье и снова о чем-то задумался. Не надо считать, что я совсем спятил и разговариваю капитан оглянулся по сторонам. С вами, Игорь Сергеевич. Просто у меня чрезвычайно хорошее настроение. Я впервые в жизни делаю что-то нужное. А вот и он. Я уж думал, вы сбились с пути. Прямо по курсу снижался пассажирский самолет с горящим двигателем. Вверх! скомандовал Сигалов. Пилот начал быстро набирать высоту, но оказалось, что лайнер пикирует не так уж круто. Он по-прежнему летел вниз, на дорогу, но его курс изменился, и чем выше взбирался вертолет, тем плавнее становилась траектория падения лайнера. Господи! прошептал Коновалов. Он тут ни при чем, бросил Виктор. Уходим в сторону. Куда в сторону? Здесь дома! крикнул пилот. Тогда резче вверх! Не успеем! Лайнер летел прямо в лоб. Пилот вертолета предпринял отчаянную попытку снизиться, и пассажирский борт вновь начал заваливаться к земле. Сигалов рывком сдвинул дверь и, встав на самом краю, попробовал выглянуть из кабины. Держите меня, Игорь Сергеевич! Коновалов засуетился возле люка, выискивая, за что бы схватиться. Как держать? спросил он. Нежно! ряхнул Виктор. Сигалов не знал, каковы ТТХ его пушки, потому что 12-летний Витя не знал, что такое ТТХ. Оставалось лишь верить в лучшее и стрелять по ближайшему самолету так часто, как это позволял спусковой механизм. Нос лайнера в мгновение разлетелся, и корпус стал разрушаться уже сам под действием сопротивления воздуха. Но Сигалов не прекращал стрелять. Пришел черед крыльев, они отломились и начали складываться. Взорвался второй двигатель, и самолет превратился в рой путанных черной копотью. Тонны мусора, куски обшивки, вспоротые кресла, спутанные змеи проводов, все это продолжало лететь вперед, вращаясь дымя и расходясь широким конусом, от которого было уже не свернуть. Виктор успел лишь схватить Коновалова за воротник и даже не выпрыгнуть, просто шагнуть из кабины в пустоту. Крона дерева показалась ему пуховой периной, но это были самые тонкие ветви. Расступившись, они пропустили Виктора к следующим. Трескучим и острым, а за теми был уже и ствол. Сигалов со стуком ударился, схватился второй рукой за ружье и, обдирая живот, съехал вниз. Пару секунд он лежал на траве, не решаясь открыть глаза. Потом все же открыл и обнаружил, что мир вокруг еще существует. Болела левая нога выше колена, все остальное вроде бы уцелело, вот только грудь с животом и очевидно лицо были рассарапаны так, будто он пытался поймать сразу десять напуганных кошек и поймал. Виктор приподнялся на локте. Огненное облако, проглотившее вертолет, пронеслось еще метров сто и разбилось о многоуровневый мост, пересекавший дорогу по диагонали. Проезжая часть превратилась в сплошную черную кляксу с горящими островками машин и обломков лайнера. От путепровода остались только срезанные опоры и два грызка на противоположных сторонах улицы. Опираясь на ружье, Сигалов встал. Левая штанина висела треугольным лоскутом и таким же точно лоскутом, только поменьше, свисала кожа. Вероятно, это была минимальная цена за прыжок из вертолета. Коновалов за то же самое заплатил дороже. Капитан лежал по другую сторону от дерева и признаков жизни не подавал. Виктор доковылял до тела и опустился рядом. Царапину Коновалова оказалось поменьше, но из живота у него торчал обломок толстой ветки, вошедшей со спины. Прикасаться к капитану было страшно, тем не менее Виктор взял его за лацканы и приподнял. «Игорь Сергеевич, вы погодите, умирать-то вам нельзя. Вы что, спятили? Я этот путь заново не пройду. Я и сейчас-то не знаю, как жив остался. Игорь Сергеевич, вам надо поднапрячься, слышите? Как я найду ваш участок? Как же я без вас-то? Игорь Сергеевич, не ори!» выдохнул Коновалов. «Вон участок! Ты на него смотришь!» Метрах пятидесяти на двухэтажное здание. «Мы уже здесь?» Не поверил Виктор. «А эстакада как же? После самолета должна рухнуть эстакада!» «Она и рухнула!» Капитан шевельнул рукой, но показать не смог. «Мы пролетели!» «Вот это бонус! Вот спасибо!» Сигалов собрался идти дальше, но капитан схватил его за рукав. «Стой! Ты должен сказать! Откуда ты меня знаешь? Про школьные мои дела и прочее? Откуда?» то, что ты говорил про кукол, я, мол, кукла...» «Я вдруг подумал...» «Правильно подумали!» «Все так и есть!» «Выходит, я вроде плюшевого кота в коробке...» Коновалов нашел себе силы улыбнуться. «Забавно!» «Нет, вы не кот! Вас вообще не существует! Есть только коробка!» «Когда ее открывают, вы в ней появляетесь, а как закроют, вы снова исчезнете!» «Но ведь я всю жизнь...» «Нет у вас никакой жизни, Игорь Сергеевич!» «Ваша жизнь длится всего пару часов, с того момента, когда вы мне позвонили, и сейчас она заканчивается наилучшим образом, самым достойным!» «Тогда откуда мое детство?» «Я про него знаю! Даже ты про него знаешь!» «Это не ваше детство, оно принадлежит человеку, с которого вас скопировали! Вы просто его отражение!» «Настоящий Игорь Сергеевич не здесь!» «Настоящий!» «Зачарованно произнес Коновалов!» «И ты оттуда же!» «Из настоящего мира, где есть настоящий я!» «И как там?» «Что именно?» «Все!» «Я, например!» «Как там я?» «Вы такой же!» «Только званием повыше!» «Я не уточнял, но наверняка!» «Остальное и плащ, и этот пиджак, и коммуникатор!» «Копия во всем!» «Ну, передавай привет!» слабо шепнул капитан. «А моя коробка, она уже закрывается!» «Закрывается!» Виктор со смешанными чувствами постоял над телом и отправился к полицейскому участку. На первый выстрел он не обратил внимания. Просто возле уха что-то свистнуло, но вторая пуля уже черкнула по правому бедру. Сигалов захромал на вторую ногу и вот так походкой старого морского волка доковылял до угла здания. Участок не был предназначен для круговой обороны, но полицейские старались. Когда Виктор прошел вдоль стены и выглянул из-за другого угла, ему в лицо мгновенно брызнула бетонная крошка. Выстрелы были почти не слышны, тем коварней звучал свист пролетающих и стук рикошетящих пуль. Простояв с минуту в бесполезном ожидании, Виктор вынес из-за стены ружье и начал палить вслепую. Кто-то вскрикнул, Сигалов прекратил стрелять, прислушался и рискнул снова выглянуть. У служебного выхода никого не было. Проклиная ноги за боль, он подобрался к двери и чуть не споткнулся о какую-то продырявленную картонку, лежавшую перед крыльцом. Рядом валялась винтовка, с виду настоящая и вполне исправная. Сигалов откинул ее в сторону и собрался сунуться за дверь, но передумал. Виктор подобрал лист картона по форме похожей на ростовую мишень и вставил его в щель приоткрытой двери. Внутри тут же раздался выстрел и следом истошный вопль. «Ты кого убил, идиот? Я ж не знал!» Отчаянно прокричал кто-то в ответ. Сигалов распахнул дверь и сделал несколько выстрелов наугад, стараясь охватить все пространство коридора. Двое полицейских у дальней стены рухнули одновременно, один навзничь, второй успел повернуться на пол оборота, и оба вдруг стали плоскими, неуловимо быстро в падении. Только что это были обычные тела, но пола коснулись уже не люди, а фигурные куски картона. Тот, что упал на спину, превратился в отпечатанную мишень для тира, а второй, лежавший на животе, перекрасился в грубый темно-рыжий цвет, и его уже нельзя было отличить от разорванного ящика из-под яблок. Винтовки между тем метаморфозом Сигалов решить не успел. Боковая дверь в коридоре внезапно открылась, и он выпустил по ней новый заряд. Дверь сорвалась с петель, вертикально влетела в кабинет и прилипла к стене. Следующим выстрелом Виктор пробил дыру в груди какому-то офицеру, и тот также потерял объем, закрутился волчком на месте, показывая то размеченную лицевую сторону, то пустую обратную, пока не грохнулся на пол. Чтобы не рисковать, Сигалов прошел все кабинеты на этаже, открывая двери уже проверенным способом. Коридор наполнился пылью, дымом и какими-то тлеющими обрывками, взмывавшими вслед за сквозняком вверх по лестнице. Виктор хромая направился туда же. На втором этаже его встретили плотным огнем. Пришлось снова стрелять из-за угла, потихоньку продвигаясь вперед и отвоевывая метр за метром. Очередная пуля, выпущенная кем-то из полицейских, царапнула по руке и правый кулак перестал сжиматься. Пальцы едва слушались. Этого хватало, чтобы давить на спусковой крючок, но получится ли в случае необходимости набрать правой рукой чей-нибудь номер, Виктор уже не знал. Он боязливо ощупал в кармане трубку Коновалова. Экран не хрустел и не проминался, это был плюс, но до сих пор единственный. Покончив с зачисткой на втором этаже, Сигалов медленно прошелся по коридору. В конце стоял непомерно разросшийся фикус, избалованный всеобщим вниманием. На последней двери висела табличка с фамилией начальника. Виктор остановился и прислушался. Простояв так довольно долго, он ничего не услышал, но вдруг заметил, как под дверью мелькнула тень. Внутри кто-то был и выходить не собирался. Сигалов не дыша, проник в соседнее помещение и осмотрел стенку, за которой находился кабинет начальника. Угадать, где стоял офицер, было невозможно, да и кто сказал, что он будет стоять на месте. Виктор уселся во вращающееся кресло и пристроил пушку на подлокотнике. Правая кисть могла подвести, но доверять важную работу левой он не решился. Отталкиваясь от пола, он принялся медленно поворачиваться в кресле, пока ствол не оказался нацелен в самый край стены, почти в угол. Выждав еще немного, Виктор крутанулся в обратную сторону, превращая скоростную стрельбу одиночными в подобие очереди и затем сделал еще один проход снова до угла. В стене образовалась сплошная амбразура, сквозь которую Сигалов видел, как разломилась надвое прожженная по центру мишень. В кабинете начальника стояло лишь несколько стульев, компактный стол и тумба с сейфом, таким маленьким, что в нем едва уместился бы пистолет. Виктор тронул бронированную дверцу и там медленно отворилось. Не веря в удачу, он заглянул внутрь и понял, что радоваться нечему. Сейф оказался пуст. Сигалов запустил в него левую руку и суетливо обшарил, но пальцы нащупали только металлические опилки, прилипшие к маслянистому дну. Этот сейф был пустым всегда. В нем отродясь ничего не хранили, поэтому и не запирали. Фальшивка. Тупик. Виктор бессильно опустился на стол. В какой-то момент мелькнула мысль проверить ящики стола, но раньше, чем Сигалов успел ее додумать, он обнаружил, что ящика у стола нет, все его теории были ошибкой, он что-то не так понял, пошел не тем путем, но других путей Виктор не знал, запасного плана у него не было, и он слишком устал, чтобы начинать сначала. Он сидел за столом и отрешенно наблюдал, как вся его затея летит в пропасть. На деле же он бездумно пялился в окно, выходившее в глухой переулок. Взгляд за что-то уцепился, но Виктор никак не мог взять в толк, что его смущает. Пешеходная зона с одноэтажными домиками напоминала район, где он встречался в трех пескарях с Кириллом, однако этого было недостаточно. Он что-то видел на противоположной стороне, смотрел в упор и определенно видел, но не понимал, что же привлекает его внимание, мешали деревья, там было слишком много деревьев с плотными кудрявыми кронами. Сигалов поднялся, чтобы разглядеть получше. От сейфа было видно три строения. Пиццерию Папа Джонс, какой-то арт-салон без названия и бутик Джан-Франко Карло. Это ничего ему не дало, и Виктор снова рухнул на стул. Листья вновь закрыли обзор, оставив только первое слово из левой вывески и второе из правой. Ах, ты черт! От внезапного открытия у Сигалова перехватило дыхание. Именно так это и следовало читать, пропуская то, что заслоняли кроны Папа и Карло. Никто, кроме помешанного Кирилла, это место выбрать не мог. Черт! повторил Виктор, выскакивая из кабинета. Забыв о боли в ногах, Сигалов домчался до магазина и влетел внутрь. Он так и не понял, что это. Галерея, антикварная лавка или просто ломбард. Стены были заставлены разномастными стеллажами, повсюду тускло светила нечищенная медь, кое-где темнело старое серебро. Тысячи никчемных безделушек от портсигаров и подстаканников до здоровенных мятых самоваров. Над шкафами полно без просвета висели картины в деревянных рамах, какие-то лица, изредка пейзажи и снова лица, чужие, неизвестные, никому не нужные. В конце тесного зала едва втиснулся маленький прилавок, но за ним никого не было. Виктор стоял посередине, потерянно озираясь. Даже на то, чтобы бегло пересчитать все эти предметы, могла уйти целая жизнь. Сигалов направился к прилавку, но по пути остановился. Ему в глаза бросился странный ночурморт. На растеленной старой газете, кажется, еще советских времен стояла рабочая станция и бутылка Джека Дэниелса. Картина была единственной в своем роде, других таких здесь Виктор не видел. Сигалов прислонил свою пушку к шкафу и снял холст. Стена за ним выглядела гладкой, но это, скорее всего, была иллюзия. Виктор поставил картину на стремянку, словно на мольберт, и следующие пять минут посвятил простукиванию освободившегося участка стены. Звук был тихим и плотным. Снаружи послышался стрек от вертолетных винтов, затем нарастающий рев моторов. Виктор уже не надеялся, что сможет выбраться из этого квартала. Тем настойчивее он изучал стену, ведь не могло же так случиться, что после стольких правильных ходов он вновь забрел в тупик, на этот раз окончательный, полный. Он не представлял, как пройдет этот путь заново, но, похоже, выбора не оставалось. В отчаянии Сигалов схватил подсвечник поувесистей, размахнулся и поставил его обратно на полку. Бесполезно. Это была просто стена. Она поддерживала потолок, и ждать от нее чего-то большего было глупостью, как и весь его план. На улице хлопали двери машин, скулили служебные собаки, кто-то негромко раздавал приказы. Сигалов надеялся, что бойцы уже готовы и терпеть лишнюю боль ему не придется. Боли впереди было еще много. Виктор сделал пару шагов к выходу и вдруг схватился за шкаф, обрушив кучу железного барахла. Пол под ногами качнулся так резко, что он не успел ничего другого. Этот приступ оказался сильнее, чем все предыдущие. Сигалов опустился на пол и обнял руками голову. Просто переждать, а потом не важно. Потом он сам во всем разберется, а сейчас пересидеть на полу. Вот только кто велел ему сесть? И если он встанет наперекор посторонней воле, будет ли это его собственным решением или как раз этого от него и добивались? Мысли пились по кругу, и Виктор подозревал, что все эти сомнения тоже явились извне, хотя констатация чужеродности сомнений была такой же чуждой, внедренной насильно. Я могу вам помочь? раздалось из глубины зала. Все схлынуло разом, как боль после ударной дозы анальгетика. Виктор поднялся и двинулся к прилавку, за которым стоял какой-то старик, вероятно, ровесник всего этого хлама. Кожа у него на лице, словно отлита из воска, была испещрена множеством вертикальных морщинок, но глаза оставались яркими и удивительно живыми. Ах, это вы! Хозяин лавки мотнул седыми кудрями. Со спины то я вас не узнал. Виктор услышал, как в кармане пискнул коммуникатор Коновалова. Он достал трубку и обнаружил, что она с чем-то соединяется. Напрямую, без использования сети. Где-то рядом была включена рабочая станция, и она искала внешнее оборудование. Или эта трубка искала, а станция откликалась. Сигалов не смог разобраться, но он точно знал, что коннектиться тут не к чему. «Давно не виделись, Кирилл!» приветствовал его старик. «Кирилл?» Виктор остановился и вдруг заметил свое ружье, вернее то, во что оно превратилось. Пушки Гаусса больше не было. Вместо нее на том же месте стояла двустволка, поцарапанная, пыльная, с надорванным ремнем и треснувшим прикладом. «Кирилл?» переспросил Сигалов. «Да, да, вы говорили, что можете не вспомнить». «Я же в индексе», пробормотал Виктор. «Я прошел». Коммуникатор известил, что соединение установлено и на экране замигал зеленый индикатор. Боковым зрением Сигалов отметил в галерее какие-то ритмичные вспышки, но не сразу понял, что они пульсируют в такт спектрограммы на трубке Коновалова. А когда он все-таки осознал это, долго не решался повернуть голову. Зеленый огонек вспыхивал на рабочей станции из натюрморта. Станция оставалась нарисованной, причем не особо старательно, но светодиод на ее панели то загорался, то газ. На экране коммуникатора развернулось приложение закат. Подтвердить сброс поправок? Да, выбрал Сигалов. Индикаторы на трубке и на картине замигали быстрее. Давно вы меня знаете, спросил Виктор. Раньше вы ко мне частенько захаживали, ответил старик. Потом предупредили об отъезде. Вы не были уверены, что вернетесь, а если вернетесь, то можете кое-что позабыть, так вы сказали. Похоже, вы снова оказались правы. У вас все в порядке? Не знаю, обронил Сигалов. Наверное, это вы должны мне объяснить, все ли у меня в порядке. Вы снова вернулись, Кирилл, это самое главное. Значит, у вас получилось. Получилось? Что должно было получиться у Кирилла? Виктор судорожно взглянул на трубку. Приложение закат закрылось, доступа к нему больше не было. Индикаторы связи с внешним оборудованием погасли, и на экране, и на картине. Сигалов притронулся к холсту. Светодиод на рабочей станции оказался всего лишь небрежным мазком кистью. Ничего уже не вернуть. Поправка к алгоритму была снята. Запрет на создание зеркала внутри зеркала больше не действовал. Индекс начал копировать себя из реального мира, потому что он тоже был частью реальности. Внутреннее отражение, едва возникнув, принималось выполнять ту же задачу и создавало в себе еще одну копию, и это должно было повторяться снова и снова, пока перегруженная сеть не откажет. Такова была самоубийственная логика зеркала. Индекс словно живое существо с рождения стремился к гибели, но поправка к алгоритму это запрещало. Сбросив ее, Виктор позволил индексу приступить к самоуничтожению. Он не знал, что это произойдет мгновенно. Ресурсы сети были не безграничны, но велики, а проект комитета наверняка имел высокий приоритет. Что еще? Виктор запнулся. Что еще я вам говорил? Я заранее знал, что появлюсь здесь снова. Вы всегда все знаете заранее. Я давно перестал удивляться. С днем рождения, Кирилл! Старик выставил на прилавок бутылку Джека Дэниелса и пару стаканов. Сигалов лишь взглянул на этикетку и понял, что перехитрить близнеца ему не удалось. Все вышло наоборот. Кирилл ждал его в этом месте сегодня. Виктор сумел попасть в индекс через черный ход, но не вопреки воле близнеца, а благодаря ей. Из всех людей на земле он один мог одолеть этот маршрут. Окажись, скрипт в чужих руках, никто из пользователей не продвинулся бы дальше аварии с апельсинами. Близнец выстроил путь для одного единственного человека, и, похоже, путь этот начинался гораздо раньше, чем казалось Виктору. Кирилл подарил ему самое дорогое, затем с легкостью отнял, а после показал, что запросто превратит это в пыль. Записка в рамке для одного человека, блэкаут для всего комитета. Близнец создал идеальную ловушку. Она не заманивала, она отпугивала и сопротивлялась. Сигалов не мог в нее не зайти. Но зачем? проронил он. Вы это забыли? Странно. Хозяин лавки открыл бутылку и разлил виски. Перед каждым богом стоят две задачи. Первая создавать свой мир, и вторая ну же, Кирилл. Уничтожить свой мир, потеряно вымолвил Виктор, потому что некоторые мечты должны оставаться мечтами. кивнул старик. Но чтобы это понять, вначале нужно попробовать. Он оцалютовал стаканом и выпил. Разрушить собственное творение? Зачем? Чтобы ощутить все власти или чтобы избавиться от него? А разве это не одно и то же? Владелец хлама с грохотом поставил пустой стакан, и Сигалов заметил, что морщины у него на лице начали разглаживаться. В первую секунду это можно было принять за игру теней. Но вскоре на щеках старика остались лишь две вертикальные складки. Он не молодел. Он превращался в восковую куклу. Седые спутанные волосы распрямились, а глаза уставились в одну точку. И кажется, это происходило не только с хозяином лавки. Все вокруг теряло цвета, грани на квадратной бутылке скруглялись, а прозрачная этикетка растворялась и проглотил залпом, пока любимый напиток не превратился в ноунейм. Натюрморт, как и другие картины, стал монохромным, а медь в шкафах теперь была похожа на алюминий. В воздухе появилась легкая белесая дымка. Виктор направился к выходу, но туман сгущался так быстро, что дойти до двери он не успел. Через пару шагов Сигалов оказался в плотном мареве, ему пришлось вытянуть руки. Никаких ориентиров, кроме пола, у Виктора не осталось. Он прошел вслепую еще несколько метров, сознавая, что, скорее всего, потерял направление. Рука наткнулась на деревянную полку. Сигалов ожидал, что в следующую секунду послышится звон падающих металлических предметов, но стеллаж оказался пустым. Виктор провел рукой в обе стороны и ничего не нашел. Он развернулся вправо от витрины и, придерживаясь за полку, двинулся дальше. Наконец-то нащупал дверь, открыл ее и вышел куда-то в непроницаемое молоко. Щелчок в небе был таким коротким, что Сигалов не мог поручиться, слышал ли он этот звук на самом деле. Однако по щелчку все вокруг погрузилось во тьму и Виктор решил, что ему не померещилось. Какое-то время он стоял на месте, полагая, что вскоре все возникнет вновь, но чем дольше он ждал, тем яснее понимал, что ничего уже не возникнет. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Сигалов рассмеялся и сказал ватную тишину «Это же блэкаут!» Все закончилось, и индекса больше не было. Но Виктор почему-то продолжал оставаться внутри морфоскрипта, и, как назло, он просил Мальвину не снимать с него немуль. Рано или поздно ей придется это сделать, но когда? Через час, через сутки? Чтобы не торчать без толку, он снова пошел, как ему казалось, вперед, хотя в пространстве не было ни единого ориентира. Сигалов переступал по тверде, радуясь, что не проваливается, и выставив перед собой руки, чтобы не врезаться во что-нибудь лбом. Возможно, он не двигался, а скользил на месте, но поскольку понятие места в пустоте было такой же условностью, он предпочитал об этом не задумываться. Внезапно ладонь наткнулась на что-то гладкое. Это была вертикальная плоскость, не той с пластмассу, не той с стекла. Ощупывая теплую, идеальную гладкую поверхность, Сигалов шел вдоль нее, и ему казалось, что поход вслепую длится вечность. Второй щелчок застал его врасплох. Виктор снова не понял, явился ли этот звук откуда-то извне, или он был слуховой галлюцинацией, но как и с первым щелчком окружающее пространство начало меняться. Тьма постепенно рассеивалась, Виктор уже мог различить плоскость, которая вела его сквозь ничто. Она была действительно гладкой и однотонной, кажется темно-серой. Когда стало еще чуть светлей, Сигалов обнаружил, что находится рядом с огромным кубом. В пределах видимости оказалось еще несколько кубов и параллелепипедов. Виктор мог бы сказать, что это похоже на улицу, если бы его не пугала непроницаемость безмолвных геометрических фигур. Однако теперь он мог оставить свою путеводную плоскость и двигаться дальше. Он на прощание хлопнул по ней ладонью и вдруг почувствовал какую-то шероховатость. Присмотревшись, он увидел свою пятерню. Вдавленный отпечаток был неровным и он определенно имел фактуру. Сигалов провел рядом рукой и словно очистил поверхность от грязи. На ней остался рельеф. Он взглянул назад и убедился, что следы от его ладоней тянутся по всей стене от угла и до угла. Взмахивая руками, как автомобильными дворниками, Виктор пошел обратно. Затем отступил на пару шагов и оценил работу. Всю сторону куба пересекала метровая полоса обычной бетонной стены, на которой обозначились ниже края окон. «Вот так он это и делал!» раздался за спиной знакомый голос. Коновалов подошел к стене и легонько провел по ней пальцем. На серой поверхности осталась глубокая оранжевая борозда. «Нет, у меня не получается», сказал он. А Кирилл так и начинал. Все вручную. Потом научился как-то по-другому. Вернее, индекс научился сам. Кирилл только контролировал. Сигалов смотрел на куратора и не мог вымолвить ни слова. «Решил все-таки зайти», сообщил тот. «Работать с индексом и ни разу не побывать внутри это как-то непрофессионально даже. Но пока тут смотреть не на что. Хотя это еще не индекс, а так, заготовка». Коновалов перевел взгляд на Виктора. «Ему даже не нужны поправки. Он еще не стремится себя угробить. Но скоро начнет, конечно. Только мы не позволим». «Вы снова его включили?» не поверил Сигалов. «После блэкаута всегда происходит рестарт», пожал плечами куратор. «А Кирилл? Что с ним?» «Активное ядро и самосознание Кирилла — это неразделимые процессы в оперативной памяти. Ты их остановил». «Это и был его план. Он заставил меня это сделать. Кирилл больше не мог так существовать. Но я бы все равно не пошел на это, если бы не верил, что от него исходит угроза». «Реальных угроз не было». «Если вымышленные угрозы приводят Сигалов». «Твой друг Шагов, Алексей?» «Был друг. Но Кирилл показал мне, на что способен индекс. Очень внятная демонстрация силы получилась. Он не хотел, чтобы я останавливался. Он бы мне не позволил». «Думаю, ты прав. Но Шагова ты напрасно записываешь в жертвы». «Вы хотите сказать, что индекс его не подставил?» «Ничего я не хочу о нем говорить». «Кем ты помнишь своего друга?» «Одноклассником, собутыльником, толковым инженером, просто хорошим парнем. Вот пусть он таким для тебя и останется. Некоторые вещи про ушедших друзей лучше не узнавать». «Вы уже смотрели, что будет завтра?» «Неожиданно спросил Виктор». «Тут особо не посмотришь. Это же не мир, а пока еще макет. Но завтра здесь будет полицейский участок. И послезавтра тоже». «Я же говорил, заката не будет завтра. Но это не значит, что его не будет никогда. Глобальную катастрофу может вызвать куча причин, и все они остаются. Кирилл даже не выбирал что-то конкретное. А страшные картинки он позаимствовал в одном детском сочинении». Куратор иронически оглядел Сигалова. Виктор щекнул пальцами, проверяя, не возникнет ли контрольное меню. «Одолжу тебе пистолет. Выход из индекса всегда один», с усмешкой сказал Коновалов. «Но ты не спеши. О твоей мальвине там позаботятся. Принесли на крышу одеяло и чай с пончиками. От пончиков отказалась. Сидит как тигрица. Никого к тебе не подпускает». «Моя», беззвучно повторил Виктор. Коновалов приметил невдалеке большую серую плиту сантиметров двадцати высотой и, направившись к ней, кивком позвал Сигалова. Виктор сделал несколько шагов по платформе и каждый его след прорастал пучком зеленой травы. Куратор шел рядом, но под его ногами возникали только бурые хрустящие колючки. «К творческой работе я непригоден», засмеялся Коновалов. Сигалов сел и сдвинулся в сторону, оставляя свободный участок газона. Куратор с благодарностью опустился на мягкое. «Ты теперь миллионер, Витя», вкратчиво проговорил он, «совладелец гипностика». Других наследников у Кирилла не было, а гипностика опять на подъеме. Пресс-конференция помогла. «Но это же липа. Никакого мегапроекта не будет». «Это мы еще поглядим. Может, твои коллеги на что изгодятся. В общем, тебе больше думать о хлебе насущном. Но... Это ваше но меня убивает. Лучше не начинайте». «Но...» настойчиво произнес Коновалов. «Ты никогда о нем и не думал». «Безответственный ты человек, Витя», сказал он с завистью. Над макетом города окончательно рассвело. Гладкая серая улица с гладкими серыми домами уходила вдаль. Пересекалась с другими улицами-заготовками и терялась в блеклой дымке. «Завтра отдохни», сказал куратор. «А первого июня жду тебя на работе. Твой пропуск восстановлен. Я не приду». «Хорошо, я сам заеду. Есть что обсудить по дороге. Без меня, Игорь Сергеевич». Коновалов прикоснулся к кровной поверхности и отдернул руку. На пятачке под его пальцем вырос кустик черной крапивы. «Без себя никак, Витя. Должен же кто-то раскрашивать весь этот мир». Продолжение следует...